Сергей Казанцев Телефон в третий раз, почти без паузы, трезвонил мелодию вызова, не давая сосредоточиться на графиках нескольких валютных пар, бегающих по мониторам сразу пяти ноутбуков. Теперь, чтобы зарегистрировать нового владельца депозита, у брокера приходилось идти на беспрецедентные ухищрения. Во-первых, пришлось отказаться от проводной сети интернет. Его тут же вычисляли, если он заходил дважды на сайт брокера с одного места. Даже кафешки с Wi-Fi не были спасением. Поэтому Данил перешел на мобильный интернет. Так выходило во много раз дороже, но зато он мог закончить операцию по выуживанию денежки у Форекс-кухонь, чем по сути является большинство брокеров, вернее якобы брокеров России, Украины, да и всего постсоветского пространства. В нынешнее время он торговал раз в неделю, всего один день, иногда даже несколько часов, этого вполне хватало зарабатывать столько, что в принципе ему бы хватило на несколько лет безбедной жизни где-нибудь на Лазурном берегу. Но жажда наживы полностью поглотила Данила, ведь он так долго шел к этому. Успех наконец пришел, и он хотел в полной мере насладиться им. Ввиду нарастающего противодействия со стороны Форекс-кухонь, не желающих терять свои кровные, Данилу пришлось как можно сложнее путать свои следы. Они давно вычислили, кто он, из какого города, поэтому приходилось торговать открытыми на других людей депозитами. Чтобы уйти от пристального внимания, он уехал из Саратова, так как любая подозрительность их точки зрения и деятельность из этого города тут же блокировалась. Сперва он перемещался на самолете или поезде, но его противники быстро поняли, как его вычислить, ведь он покупал билет в кассе, предъявляя свой паспорт, данные которого были уже засвечены. Пришлось купить автомобиль и путешествовать на нем совместно с Лили. В другом городе он искал жилье на 5-6 суток. В основном это были квартиры, но иногда попадались и хостелы, лишь бы там была возможность за взятку избежать официальной регистрации. Покупал в местных магазинах от 5 до 10 ноутбуков, не очень дорогих, лишь бы интернет нормально тянули. Столько же смартфонов, способных раздавать интернет на другие устройства. Можно было торговать и со смартфона, но Лили предпочитала большие картинки, поэтому покупка ноутбуков была удовлетворением ее прихоти. Приобретал в различных салонах симки на совершенно разных людей, используя их паспортные данные. Далее проходил верификацию на те же паспортные данные с уже готовыми фотографиями на сайтах всевозможных брокеров. Это занимало дня 2-3, после чего выбирал один день, который посвящал только торговле. Торговал обычно часов 8, в редких случаях задерживаясь, когда необходимо было дождаться наиболее длинной свечки. И неважно, какая она будет, бычья или медвежья. Данил заранее знал, благодаря Лили, когда она будет, насколько пунктов тела свечи зафиксируется по окончанию времени. Стратегия торговли была следующей. Данил сначала много терял, потом возвращал убытки, получал неплохую прибыль, затем снова опускал депозит к первоначальной сумме. Делал он так специально, чтобы по сделкам нельзя было понять, что он наперед знает движение цены на валютном графике. Наблюдатели по ту сторону монитора должны видеть игру, азарт, но никак не хладнокровную расчетливую стратегию торговли. Под конец заключал такую сделку, что его депозит взлетал существенно от вложенных средств, далее закрывал прибыльную сделку и выводил средства. Больше эти данные человека, на который был зарегистрирован депозит, он не использовал. Ноутбуки, телефоны с симками скидывались по дешевке в ближайшем торговом центре или на рынке. Идентификационные номера, имейл-данные техники тоже были засвечены. Постоянно необходимые для него свежие лица, паспортные данные, водительские удостоверения, фото человека со своим паспортом, ксерокопия паспорта, заверенная нотариусом и другие данные, используемые для верификации у брокера депозита и покупки сим-карт, Данил приобретал через интернет. Оказалось, что огромное количество людей готовы их предоставить за 100 тысяч рублей с гарантией, что ты не возьмешь кредит с помощью этих данных. Кто мог дать такие гарантии и на что рассчитывали эти наивные люди, было непонятно. Данил просто обходился честным словом, тем более, что он действительно не обременял данных граждан неоплаченными кредитами. Итого, чтобы провернуть одну операцию, расходы Данила были следующие. Данные будущего владельца депозита 100 тысяч, ноутбук от 15 до 20 тысяч, смартфон 6 тысяч, плюс симка, жилье, сама дорога, выходило примерно 140-150 тысяч рублей. Плюс Данил пополнял депозиты всегда разными суммами. Одинаковая цифра сразу же могла попасть под пристальное внимание, но в среднем получалось в районе 300 тысяч рублей. Следовательно, чтобы использовать один депозит с данными, его расходы были примерно 450 тысяч рублей. А если он использовал в один день сразу 10 депозитов, то сумма, соответственно, вырастала ровно в 10 раз. Но, как писалось ранее, все это окупалось с лихвой. Вложив 450, Данил успевал снять до 3 миллионов. С 10 депозитов в 10 раз больше. В этот раз Данил торговал на 5 депозитах, зарегистрированных у разных брокеров. Ожидалась очень сильная новость по Великобритании. Рынок английского фунта GBP от таких новостей однозначно начнет нешуточно лихорадить. По утверждению Лилии, тень медвежьей свечи должна улететь на более чем 300 пунктов вниз. А это очень много. Данил готовился сорвать немалый куш. Неожиданно телефон перестал надрываться, перейдя в режим приема, включив функцию «Громкая связь». Данил отвлекся от монитора ноутбука, недоуменне посмотрев на телефон, который лежал от него в двух метрах на тумбочке и почему-то зажил собственной жизнью. «Здравствуйте, Данил Сергеевич. Мне порекомендовали обратиться к вам за консультацией. Я представляю...» Данил буквально прыгнул к телефону, мгновенно отключил связь, а затем нажал на выключение смартфона. «Лилии!» – крикнул он в пустоту гостиничного номера, оглядываясь вокруг. «Было понятно, что это ее проделки. Она давно научилась воздействовать на физический мир. Иногда эти воздействия были очень даже хороши, но в основном Лили шкодила, чтобы Данил проявил яркие эмоции, которыми она, естественно, питалась. Лили стояла в стороне, прислонившись к стенке спиной, хитро прищурившись, улыбалась. Она была абсолютно обнаженная и выглядела настолько соблазнительно, что Данил, желая ее отругать, на мгновение замер. Воспользовавшись замешательством мужчины, получив от него порцию вкусной негативной энергии, Лили желала разбавить эту пищу еще более яркими эмоциями. Словно проживав кусочек обалденно нежной форели, хочется запить это хорошим дорогим вином. Лили приблизилась к Даниле. Совершенно незнакомый запах. Тульпа давно научилась сама синтезировать запахи, исключительно такие, от которых Данил сходил с ума. Еще бы. Ведь у нее был доступ к его подсознанию. Вскружил голову. Тело получило дозу наверняка очень качественно подобранных женских феромонов. Напряглось. Тестостерон хлынул в кровь, возбудил Данила. Его мышцы окаменели, мозг отключился. Схватив Лили за талию, он прижал ее к себе и поцеловал в такие яркие, влажные, манящие приоткрытые губы. Эти ощущения нельзя было отличить от реальных. Его мозг воспринимал поцелуй настоящим. Мягкость губ, жаркая влага, прикосновение языка Лили. Данил растворился в этом поцелуе, прижимая к себе утонченное, легкое тело Лили. Ее грудь уперлась в его грудь, соблазняя свою упругостью и идеальной формой. Она выгнулась и застонала. Ее дыхание обожгло щеку, а он, легко приподняв почти невесомое тело Лили, понес ее в сторону кровати. Уложив ее спиной на высокую двуспальную кровать в номере для молодоженов, он всегда брал такие номера, если была такая возможность, чем удивлял девушек на ресепшн. Ведь для них он заселялся туда один. Данил практически мгновенно спустил с себя джинсы, оставив их спутывать ступни своих ног. Некогда, вернее, невозможно было их снять до конца. Настолько он был возбужден, видя перед собой лучшее девичье тело, что ему доводилось видеть даже по интернету. Жара тела Лили, ее ни с чем не сравнимый приятный запах, сводили его с ума. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, как только джинсы с трусами упали на пол, он схватил ее за бедра, подтянул к себе ближе, перехватившись за гладкие коленки, раздвинул ноги в стороны и резким движением вошел в нее. Со стороны это выглядело, как будто парень занимается сексом с кроватью, но только не для самого Данила. Он чувствовал все – тепло и упругость вагины. Его член ощущал все то же самое, что и во влагалище женщины. Мозг, получая из подсознания тактильные сигналы, тут же отправлял их на кожу, мышцы, слуховые и осознательные рецепторы тела. Это можно было сравнить с тем, как будто на вас одет специальный высокотехнологичный костюм, в который встроены многочисленные датчики, воздействующие на вашу кожу. И вы, находясь в виртуальной реальности, какой-нибудь продвинутой компьютерной игры, чувствуете кожей прикосновения, удары и сопротивления. А надетый на вас шлем передает зрительные и слуховые данные виртуального пространства данной игры. Только на Даниле не было никакого костюма. Все ощущения спроецировал его мозг, и делал он это настолько искусно, что никаким технологиям еще долгое время не угнаться за работой самого совершенного органа человеческого организма. Он не заметил, как оказался снизу, а Лили уже была в позе наездницы, контролируя фрикции, чтобы Данил не кончил слишком рано. И страсть была обоюдной и дополняющей друг друга. Энергия, что исходила сейчас от Данилы, была настолько вкусной и питательной, что тульпа закрыла глаза и наслаждалась ею, выпивая ее без остатка. Но как бы она ни пыталась продлить этот прием пищи в виде сексуальной энергии мужчины, итог был всегда один. Данил зарычал, ускорил темп, и зверг свое семя внутрь Лили. Сил, чтобы подняться с кровати, почти не осталось. Этот секс забрал последнее. Лили научилась быстро заводить его, пользуясь этим все чаще. Они занимались сексом по два, а то и по три раза в день, словно молодожены в одноименном гостиничном номере. И если бы не молодой организм, помноженный на превосходное питание, теперь финансы позволяли ему питаться лучше едой, что можно было купить за деньги, то он бы, наверное, давно сломался. А теперь, словно порноактер, употребляя специальные витаминные и белковые препараты, которые ему рекомендовала Лили, готов был этим заниматься хоть круглосуточно. Но иногда и на старуху бывает проруха. Вот и сейчас у Данила наступило физическое бессилие. — Дань, пора открывать ордер, — лежа рядом, вяло сказала Лили. Эти слова простимулировали. Жажда наживы поднимает даже мертвых. Поднявшись с громким стоном, Данил, спотыкаясь от джинсы, так и оставшийся висеть на его ступнях, проследовал в ванную, чтобы привести себя в порядок. Как бы мозг не был совершенен в передаче чувств и ощущений, физиологически он все же кончил себе на ноги и пах. Операция-кооперация по выуживанию халявных денег была завершена. А значит, пора прощаться с номером, в котором он и Лили занимали сексом бесчисленное количество раз, используя все для этого подходящие места. Загрузив вещи в багажник и частично на заднее сидение, оставив на стойке администратора в отеле хорошие чаевые за то, что зарегистрировали его под чужие паспортные данные, Данил отправился с Лили в путь. Теперь их ждал Ростов-на-Дону. Судя по их маршруту, они собирались посетить все города Черноморского побережья. Он как раз был возле Волгограда, в гостинице которого они провели полторы недели. В Ростове их ожидала шикарная квартира, расположенная в железнодорожном районе по улице Портовая. Квартира была уже оплачена на месяц вперед и обошлась недешево, но судя по фотографиям из интернета, это были роскошные апартаменты. Данил не торопился. Некуда было торопиться. Рынок валют всегда работает и никуда не денется. Поэтому, пристроившись в первом ряду, ехал не спеша, наблюдая, как его обходят на разных скоростях всегда куда-то спешащие автомобили. Лили сидела на пассажирском сидении и, как всегда, глазела в окно. Ей был интересен мир людей, а спать она никогда не хотела. Впереди стоял черный джип. Какой модели Данил не успел рассмотреть, так как большой внедорожник встал так, что перегородил половину полосы. И чтобы его объехать, необходимо было выехать на встречную. Дорога была двухполосная, совершенно без разметки, поэтому, недолго думая, Данил включил поворотник и пошел на обгон джипа, который не удосужился включить аварийку. Впереди встречка была пуста, и Данил прибавил газу, чтобы быстрее завершить данный маневр. «Дань, осторожнее!» — прозвучал рядом холодный голос Лилии. Джип был наглухо тонированный, сквозь его стекла видимость была нулевая, поэтому, когда из-за высокой машины вышел человек, тормозить было поздно. Резко вывернув руль в сторону обочины встречки, только так можно было избежать столкновения с неожиданно появившимся человеком, Данил автоматически нажал на тормоз. Автомобиль, засвистев покрышками, встал боком. И скользя, Юзем ушел в кювет, в сторону поля, покрытого таявшим весенним снегом, где развернулся, встав передом к дороге. Удара не было. Его просто сильно встряхнуло от резкого и некомфортного торможения, поэтому Данил остался в сознании и совершенно целым. Придя в себя после стрессовой ситуации, Данил спокойно открыл дверь и вышел из автомобиля, и тут же провалился ступнями в снег. На дороге возле черного джипа стояли трое мужчин и наблюдали за ним, не спеша к нему на помощь. «Дань, это плохо. Они ждали тебя», — сказала Лилия, оставшись сидеть на пассажирском сидении. Что имело в виду Лилии, он так и не понял, пытаясь вытащить ногу из твердого снега. «Дань, у Невысокого в руке шприц. Он хочет обездвижить тебя», — закричала Лилия, этим самым выведя из шокового состояния Данила. Подняв глаза, Данил увидел, что тройка направилась к нему, пробираясь сквозь тонкую корку льда и снега под ней. Среди мужчин, вправду, один был небольшого роста, он же держал правую руку за спиной. «С вами все хорошо», — прозвучал басистый голос одного из неизвестных мужчин, которые неминуемо приближались к Данилу, а Лилии вдруг появилась рядом, продолжала кричать что-то об опасности и беде, исходящих от этих людей. «Вам помочь чем? Врач не нужен?» — поинтересовался тот же голос, а человек, у которого, по утверждениям Лилии, должен был находиться шприц с каким-то опасным веществом, стал заходить со стороны лобового стекла, как бы пытаясь посмотреть, есть ли еще кто в машине. «Со мной все хорошо. Спасибо», — собравшись, ответил Данил, не в силах отвести взгляд от мужчины, заходящего со стороны капота, когда двое других шли прямо на него. «Вы уверены? Что-то мне подсказывает, вы в шоковом состоянии». Двое рослых мужчин почти подошли к нему, общаясь с ним, задавая вопросы, как бы отвлекая на себя внимание. Данил не выдержал этого натиска и сделал пару шагов назад, да еще Лилии, встав между ними и мужчинами, умоляла его бежать. Только поэтому он принялся отступать за свой автомобиль в сторону багажника. «Со мной все хорошо. Не могли бы вы вернуться к себе в машину. ГАИ не обязательно вызывать. Я же никого не сбил». Пытаясь избавиться от этих мужчин, заговорил Данил, отступая дальше в поле. Тройка остановилась, недоумение уставившись на него. Тот, кто говорил с ним, указал на его автомобиль и сказал. «Давайте тогда вытащим машину на дорогу. Как вы ее один толкать будете?» И не поспоришь. Действительно, как я выберусь с этого поля. Да и уклон дороги крут. Тут даже вчетвером не справиться. Хотя у них вон какая машина. За трос вытянет легко. Мелькнули мысли в голове у Данила. «Ты что, не слышишь меня?» – зло крикнула Лили. «Они тебе не помочь пришли, а забрать тебя». «Кто они? Зачем я им?» Не понимая, что происходит, спросил вслух Данил у Лили. «Что вы спрашиваете? Вас не слышно?» – спросил мужчина. И тройка опять пошла вперед, к Данилу. Конечно, они не видели и не слышали тульпу. Поэтому для них Данил разговаривал сам с собой. «Я не знаю, кто они. Но вижу, что они следили за тобой еще из гостиницы в Волгограде. Там не решились напасть. Тем более, ты из номера не выходил. Их эмоции говорят, что ты для них мешок с деньгами, настроены решительно. И это происшествие на дороге подстроили специально», – ответила Лили и продолжила. «Выход из данной ситуации я вижу только один. Тебе, да, необходимо прямо сейчас бежать через поле в сторону лицепосадок. Что у тебя за спиною? Они, естественно, побегут за тобою. От них ты вряд ли убежишь. Физическая форма у тебя не та. Они гораздо крепче и сильнее. Но пока они будут бежать за тобою, их лярвы, что паразитируют на них и, естественно, защищают свой корм, будут слабы. А я в этот момент смогу тебе помочь». «Лярва – это энергетический шарик, который паразитирует на биополе человека. Лярвы – это результат жизнедеятельности людей в энергетическом мире». «Кто? Лярвы?» – не понял Данил. «Беги!» – крикнула Лили. И Данил, не получив ответа, резко развернувшись, побежал в чистое поле, покрытое неглубоким снегом, хрустя коркой льда сверху. Он слышал, как ему что-то крикнули, затем раздался мужской смех, и, глянувшись, Данил увидел, что все трое мужчин побежали за ним. Только тогда, когда он побежал, превратившись таким образом в жертву, за которой гонятся смеющиеся позади хищники, Данил испытал страх. А что, если они его догонят? Что будет? Начнут бить сразу или усыпят уколом? Перевезут в сырой подвал, где будут пытать, чтобы он отдал все деньги, а когда выудят все до копейки, наверняка убьют? Ему вдруг стало страшно до жути, до коликов внизу живота, и он побежал изо всех сил. Как его может защитить бестелесная тульпа, он не мог даже предположить. Ведь влиять на физический мир вокруг она может слабо, лишь только он лично может ощущать ее в полной мере. «Да куда ты, дурачок, побежал? Стой!» — послышалось позади. «Да стой ты, блядь!» — крикнули слева, совсем близко, его догоняли. Лили он не видел, но уже слышал позади сильное дыхание бегущего за ним. В этом дыхании не чувствовалась одышка. Сам же Данил начинал сдавать позиции, дыхание стало глубоким, не хватало воздуха, а мышцы ног заболели резкой, тянущей болью, в боку закололо. Последнее время он редко занимался физическими упражнениями или трудом. Даже секс с Лили всегда был по большей части ее инициативой. Он больше лежал неподвижно и наслаждался. Естественно, организм расслабился, и его физическая форма желала быть лучше. Как только силы стали покидать Данила, его охватила беспощадная паника, заставляя каменеть мышцы, отключая в голове все разумное, рациональное и логичное, включая лишь примитивные инстинкты. Это на какое-то время помогло получить второе дыхание, чтобы продолжить бег в прежнем темпе, но Данил понимал. Еще метров сто, максимум двести, и он упадет в снег с сильнейшей дышкой в своей жизни. Голова закружилась от нехватки кислорода. В висках застучала кровь, словно молот по наковальне. Данила бернулся, желая увидеть Лилии, так как лишнего воздуха, чтобы крикнуть ей, в его легких не осталось. Тульпа была рядом, следуя за ним по пятам. Ее лицо выглядело умиротворенным. Она прикрыла глаза и блаженно улыбалась. Сильный удар сзади по ступне спутал ноги Данила. Запутавшись в собственных ногах, он рухнул в снег, сбив прерывистое дыхание. Тот же резкий удар ногой в область ребер сделал и без того сиплое с хрипением от бега дыхания невозможным. В глазах помутнело. Данил завалился на спину, чувствуя, что теряет сознание. Все, облегался наш фазанчик. Леха, сделай ему укол. Послушался голос сбоку. Над ним присел темный силуэт, что-то кольнуло в плечо. Вот сука, теперь тащи этого Борова к машине. Последнее, что услышал Данил. Дань, Даня, звучал откуда-то издалека голос Лейли. Данил долгое время прислушивался к голосу, пытаясь понять, откуда он звучит. Вокруг была темнота, и он понял, что его глаза закрыты. Открыть веки сразу не получилось, они слиплись. Пришлось потереть их ладонями, избавляясь от чего-то засохшего на его лице. Тело закоченело. Было холодно. Руки не хотели слушаться и плохо сгибались. Пальцы потеряли свою чувствительность. Перед его глазами предстало что-то темное, неразборчивое. Там, где он находился, освещение было тусклым, еле заметным. Он лежал на чем-то твердом. Попробовав привстать, ощутил жуткую режущую боль в боку. Данил застонал, схвативший за больное место. Его верхняя одежда отсутствовала, карманы были пусты, телефон, естественно, тоже изъяли, оставив его без связи со внешним миром. Зрение не сразу, но приспособилось к ужасному освещению, источником которого была щель снизу металлической двери, находящейся от него метрах в пяти. Доступа к двери у Данила не было, потому что он находился в железной клетке, сделанной из толстых арматурных прутьев, которые перепилить-то проблема, а не то, чтобы их погнуть или сломать. Он точно это знал, как-никак долгое время отработал на стройке. Внутри клетки, сваренной из этих же прутьев, являясь единым целым с самой клеткой, находились нары, большие, похожие, судя по размеру, на лавку с деревянными досками поверх. Вот на них и очнулся Данил. Сама металлическая клетка была примерно размером 2х2 и высотой столько же. По сути, это был куб, сделанный из прочной стальной арматуры. Находился куб посередине бетонного короба, похожего на гараж. Только тут отсутствовал сам автомобиль, инструмент вдоль стены прочий хлам, что должен присутствовать в каждом уважающем себя гараже. В одном углу клетки стояло пустое ведро с крышкой, в другом – простое оцинкованное ведро с блестевшей в нем водой. Увидев воду, Данил ужасно захотелось умыться и попить. С трудом опустившись в нар и сев на корточки, он зачерпнул холодную воду ладошками, ополоснул ее лицо. В голове сразу прояснилось, а тело покрылось мурашками от сырости и зябкости. Вдоволь напившись из ведра, Данил снова присел на спальное место и продолжил разглядывать свое место заточения. Прямо перед его глазами на решетке находилась дверь, такая же, как и вся клетка. Сделана из металлических прутьев. Закрыта она была аж на три замка внушительного размера. Они были накинуты на дужки снизу, сверху и посередине. Отогнуть дверь сверху или снизу не получится, даже если ты имеешь недюжинную силу. Осмотрев почти каждый пруток, угол, петли, потолок, Данил понял, что вырваться из данной клетки будет нелегко, если вообще возможно. Осознав, что он влип конкретно, Данил снова уселся на деревянную широкую лавку и даже успокоился, поняв, что в данный момент ничего не может сделать. Сматриваясь в плохо освещенную темноту помещения, Данил попытался позвать Лили, которую он слышал сквозь глубокий сон, в который его отправил укол в поле от неизвестных. — Лили, ты здесь? — спросил он негромко в пустоту своей тюрьмы. Туль подпетила не сразу. — Привет, Дань. Ее голос звучал поникшим, виноватым, а ее саму Данил не видел. — Ты где? Я тебя не вижу. — разглядывая пустые потемки, спросил Данил. В углу справа, со стороны входной двери, откуда снизу в щель пробивался свет, появилась Лили. Она сидела на полу, поджав ноги груди, обняв их руками. Ее голова была опущена на коленки так, что лица не было видно. — Что случилось? — Почему тебе не удалось мне помочь? — спокойно спросил Данил, хотя в душе понимал, как ему в той ситуации могло помочь бестелесное существо. — Правильно, никак. Лили, не поднимая головы, всхлипывая, бурча себе в коленке, ответила. — Ты так испугался. Я не могла ничего с собой поделать. Ты, Дань, был слишком вкусным, чтобы я могла оторваться от тебя. — Животный страх обладает большой энергией. Я не могла упустить такое угощение. — Прости. Затем немного пошмыгав носом, спросила. — Что теперь будет? Данил не знал, что ответить, так как сам не понимал, в какой ситуации он оказался. Но вдруг его осенило. Он вспомнил, как давно в гостинице храмового комплекса Джокханг смог выйти из тела и путешествовать туда, куда ему заблагорассудится. В данной ситуации он мог бы посмотреть, где находится, адрес, местоположение, сколько людей его охраняют, подслушать, какие у них намерения. Не ответив Лили на ее грустный вопрос, Данил улегся опять на жесткие доски и закрыл глаза. Прохлада помещения не давала расслабиться. Мышцы одеревенели, начинали рефлекторно подергиваться, дрожа от холода, что еще сильнее усугубило его попытку погрузиться как можно глубже в гипнотическое состояние. Попробовав погрузиться в Вондер, Данил потерпел фиаско. Его болезненное физическое состояние нервировало. Бок и ребра выше, куда пришелся удар ногой преследователем, продолжали ныть, постоянно напоминая о себе. Голова непрерывно гудела и кружилась, мешая сосредоточиться на пустыне, оазисе и озере. Сделав не одну попытку, Данил понял, что у него ничего не получится. Помимо болей, холода и шума в голове, еще что-то мешало. Внутри словно появилась стена, не давая ему пройти сквозь нее. Расстроившись, Данил сел на сварные нары, обхватил себя руками, чтобы лучше сохранить тепло, и продолжил думать. «Не получится», — сказала Лили. «Что не получится?» — глядя в пол, вернее, на прутья пола Куба, спросил Данил. «Покинуть эту клетку», — ответила Лили. «Почему?» — спросил Данил, подняв голову и посмотрев на тульпу, которая сидела все там же в углу. «Стали огонь», — равнодушно сказала Лили, затем, увидев недоуменное лицо Данила, продолжила. «Особый сплав железа, скрепленный небесным огнем, по-простому с помощью электрической дуги делает эту клетку непреодолимым барьером для таких, как я, в том числе и для души человека. Биополе тоже не может вырваться за пределы этого препятствия. Раньше, давно, в общем, люди знали о таких существах, как я, и делали защиту от нас в своих храмах, жилищах, специальных местах, где наше присутствие было нежелательным. Это до сих пор оставалось в современной архитектуре. Металлические пики, громотводы, купола, кресты и флаги на зданиях. Все до того, чтобы использовать электроэнергию из окружающей среды, точнее, магнитного поля Земли, а еще молнию во время грозы. Некоторые заходили дальше, делали металлические полы, лестницы, даже дороги, чтобы обезопасить себя от внешнего воздействия. Люди попроще вешали подковы над дверью, ведь они в то время были сделаны из самого лучшего железа. Конечно, качество стали не всегда соответствовало, чтобы сделать преграду, таким существам, как я. Но люди не оставляли таких попыток, да и до сих пор интуитивно пытаются это сделать. Данил с любопытством оглядел прутья арматуры вокруг. А как же ты передвигалась по квартире, ведь в бетоне дома полно стальной проволоки. Я же говорю, Дань, что люди до сих пор интуитивно пытаются делать преграды для нас, но делают они это все хуже и хуже. Во-первых, в твоей квартире есть двери и окна, через которые я легко перемещалась. Во-вторых, качество стали в арматуре, что находится в стенах твоего дома, меня совершенно никак не останавливало. Плюс никаких заговоров или молитв, что, по сути, одно и то же на твою квартиру, как, впрочем, и на весь твой дом, не наложено. «Это же клетка. Совсем другое дело. Тут сталь очень хорошая и правильная, а небесный огонь, скрепляющий ее, расположен практически плотной стеной из-за небольших ячеек клетки», — ответила грустно Лили. «Думаешь, кто ее делал, знал о таких, как ты? То есть ее специально сделали так, чтобы заключить в неволю не только тело, но и дух заложника?» — настороженно спросил Данил. «Вряд ли создатель столь мерзкого сооружения задумывался о чем-то подобном. Знай он о такой, как я, то непременно наложил бы запрет, заговор, наподобие тех, что есть на некоторых зданиях, в которые я не могу зайти», — уверенно сказала Лили. «То есть Лили, ты можешь легко перемещаться в этом здании, или где я сейчас нахожусь?» — приподнявшись с досок Нар с надеждой спросил Данил. Лили мгновенно оказалась возле решетки, но не приблизилась к ней вплотную, находясь на расстоянии вытянутой руки. «Ты находишься в подвале частного большого двухэтажного дома, примерно в трех часах езды от того места, где тебя схватили. Наша машина находится здесь, ее негодяи тоже перегнали. Правда, ее полностью разворошили, всю технику забрали в дом», — практически выпалила Лили и добавила. «Я могу передвигаться по этому дому и ближайшей территории. Что ты хочешь знать?» Данил скрикнул отхватившего его радостного всплеска эмоций. «Так, во-первых, Лили, мне нужно точно знать свое месторасположение. Где я нахожусь? Какой населенный пункт? Улица? Номер дома? Далее. Во-вторых, сколько людей находится в доме? Где они располагаются? Что от меня хотят? Что знают обо мне? Ну и желательно узнать, о чем они говорят». Данил хотел продолжить давать указания Лили, когда неожиданно за металлической дверью раздался скрежет засова, а внизу двери, откуда бил свет, появились двигающиеся тени. Через несколько секунд дверь открылась, и место Данила осветилось из коридора. В гараж, или чем это помещение было, зашел пожилой мужчина, неся в руках небольшой пластиковый стол, который он поставил напротив решетки. Совершенно не обращая внимания на Данила, который просто прилип к металлическим прутьям, он тут же вышел, вернувшись буквально через минуту, с такими же пластиковыми двумя стульями, которые он поставил возле стола, после чего удалился, чтобы больше не вернуться, оставив дверь открытой. Лили исчезла, наверняка поспешила выполнять задание, что ей поручил Данил. Какое-то время он стоял в полном одиночестве, ожидая тех, для кого принесли два стула. Неожиданно загорелись люминесцентные лампы, расположенные на стенах под потолком, хорошо освещая место заточения. Данил огляделся. Подвал или гараж действительно был абсолютно чист от посторонних предметов. Кругом сплошной заливной бетон. В помещении не спеша вошли двое незнакомых Данилу человека. Мужчина под 50 лет и привлекательная женщина с трудно улавливаемым возрастом. Ем можно было дать как 35, так и 45 одновременно. Оба они без слова уселись на приготовленные стулья. Мужчина положил на стол папку черного цвета, не очень толстую, документов в ней, по всей видимости, было немного. Женщина, даже не взглянув на Данила, уставилась на дисплей своего телефона, что-то там читая или просматривая. Внезапно у них за спиной материализовалась лилия и, удивленно взглянув на людей за столом, радостно улыбаясь, направилась к Данилу. «Я все сделала, как ты просил, Дань!» – громко произнесла она, улыбаясь и светясь счастьем. Данил положил на свои губы ладонь, как бы намекали ли, что он не может говорить с ней сейчас. Мужчина, встав из-за стола, подошел к решетке и протянул Данилу три листочка А4 с напечатанным на них текстом. «Ознакомьтесь, Данил Сергеевич, внизу, где стоит галочка, распишитесь на каждой стороне листа. Не забудьте о расшифровке подписи». Строго и как-то уж буднично для данной ситуации сказал мужчина и протянул простую дешевую ручку. Машинально схватив листочки, Данил глупо на них уставился, затем опомнился и спросил «А вы кто? Где я?» Мужчина, пройдя на свое место, уселся поудобнее, внимательно и пристально посмотрел на Данила. Не сразу, но все же соизволил ответить. Данила Сергеевич, вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, а именно, мошенничество, причем, хочу заметить, в особо крупном размере, настолько крупном, что вашей персоной заинтересовались мы, а именно, управление КА и финансовый сектор ФСБ России. В ваших интересах, проявив общественную сознательность, ознакомиться с предъявленными вам материалами, расписаться в указанном месте и начать с нами сотрудничать, сделав признательные показания. Мужчина замолчал, принялся перебирать немногочисленные бумажки в папке. Какое-то время Данил переваривал данную информацию. Он что, получается, задержан официальными органами? Есть обвинения? Так все же, где он? Что-то это место не похоже на официальную тюрьму. Лили четко сказала. Он находится в большом частном доме. Хотя кто знает, это ФСБ. Может, у них имеются собственные тюрмы, тайно расположенные в загородных домах. Именно это Данил собирался спросить мужчину и уже было открыл рот, когда его опередила Лили. Данил, он врет тебе. Он давно уже не работает в органах, а к ФСБ России не имеет никакого отношения. Увидев, как Данил прищурил глаза, Лили продолжила. Я изучила окрестности и вот что выяснила. В этом доме таких темниц целых семь. Шесть из них расположены под тобой. Я прошвырнулась по ним. Вдвух сидят люди. Выглядят они очень плохо. Скорее всего, давно сидят. Сам дом находится в небольшом поселении. Называется Камыши. Дом-тюрьма. Расположен на его окраине. Вроде как по улице Лесной. Но вот какой номер дома, непонятно. На доме нет таблички, а рядом отсутствуют другие дома, чтобы сориентироваться. Молодец. Почти шепотом сказал Данил. Но в бетонном коробе его слова хорошо были слышны. Поэтому мужчина с женщиной приподняли на него свой взгляд. Данил сделал вид, что читает. И хмыкнув, покачал головой. Ну, молодцы. Сказал он это громче. Тем самым отвадивать себя любопытные взгляды. Читая содержимое врученных ему листов, Данил слушал «Край муха» доклад о проделанной работе Лили. Она поведала, что дом расположен на гектаре земли, обнесен высоким забором из смеси кирпича, металлопрофиля и колючей проволоки. На территории имеются пять собак. Порода, какой она затрудняется сказать. Так как у нее нет возможности покопаться в его подсознании из-за решетки, которая их разделяет. Но собаки большие и очень агрессивные. Вокруг дома чистое поле. Так что подкрасться к нему или уйти незамеченным очень затруднительно. Материал, как сообщил мужчина, представившийся ФСБшником, составлен был грамотно с юридической точки зрения. Наверняка не подкопаешься. Но только что толку от этой бумажки с ее безупречностью? Когда он практически уверен, нет, он знал, что не задержан официальными органами правопорядка, а находится в заточении лиц по другую сторону закона. Для чего тогда весь этот маскарад? Наверняка бандитам или кто-нибудь там проще получить от своей жертвы все добровольно, апеллируя это тем, что, дескать, все их действия законны. Не хотелось даже и думать о том, что будет, если они поймут, что Данил не верит в придуманную ими версию о якобы его официальном задержании. Скорее всего, будут приняты старые как мир средства, а именно пытки. Данил не был героем, который запросто терпит иголки под ногтями. Использование его подвешенного тела вместо боксерской груши, поэтому предпочел играть по придуманным не им правилам. На трех листах фигурировало его объяснение, а именно признание в деятельности за последние полтора месяца, называемым юридическим языком, мошенническими действиями. Использование не своих паспортных и не только данных. С указанием обстоятельств и времени совершения данных действий, номера, расчетные счета, его пластиковые карты, счетов, оформленных, конечно же, не на его имя. Суммы, что он успел снять с Форекс-кухонь и перевести на онлайн-кошельки, также оформленные не на его имя. Цифры были внушительные и достоверные, но точно не все. Как минимум, не было указано несколько PayPal – международная платежная система счетов – на общую сумму миллионов десять, пары онлайн-банков с лежащими на их счетами пяти миллионов и несколько вложений поменьше, раскинутых где в золото, а где в ценные бумаги. Но все равно, даже если они хотят забрать то, что смогли откопать, то это будет внушительная сумма. Ему останутся только эти забытые крохи. На каждой странице снизу располагалось небольшое место, где имелась надпись «Мною прочитано лично, с моих слов записано верно». Тот же галка – место предполагаемой подписи. А в скобках – расшифровка данной подписи. Брыкаться, устраивать скандал – Данил не собирался. У него были цели покинуть данное гостеприимное место целым, невредимым, обязательно здоровым, пускай и без тех денег, что были указаны в объяснительной. Поэтому он, не задумываясь, все подписал, продолжая играть в навязанную игру. Мужчина, так и не представившийся, играя роль дознавателя или следователя, проверил, в изделии Данила расписался. После чего удовлетворительно кивнул, при этом поджав губы, достал из своей черной папки следующий документ, поместившийся на одном листе. «Ознакомьтесь, Данила Сергеевич, это ваша явка с повинной. Если все написано верно, то…» Он протянул Данилу несколько чистых листков бумаги. «Не сочтите за трудность, перепишите, скопируйте ручкой, сей документ не забыв расписаться внизу». Пробежав глазами по листку, стало понятно, что это чистосердечное признание, где он настаивает, нет, умоляет Фемиду правосудия и закона заключить его под стражу за… и пошел перечень транзакций переводов денежных средств, используя чужие паспортные данные, которые он приобрел на черном рынке интернета, дабы избежать налогов и других проблем в отношении своей персоны. Ниже он якобы признается, что, имея сообщников, среди опытных брокеров вел незаконную торговлю валютой, используя данные подставных лиц. Прочитаем весь этот бред, в котором отчасти была правда или что, что он действительно торговал от чужого имени, и это было действительно незаконно, Данил, положив листок на доске лавки, аккуратно переписал содержимое, поставил подпись, хотел написать число, но вдруг понял, что не знает, какой сегодня день. Мужчина, увидев его замешательство, поспешил забрать листок с признаниями Данила со словами «Число не обязательно. Расшифровку подписи сделайте. Ниже допишите. Я в кусповиной написал добровольно. Физическое или эмоциональное давление не оказывалось. В содеянном раскаиваюсь». «И также подпись фамилии, именем и отчеством». Данил выполнил все, что ему сказали, прекрасно зная, что все это маскарад, а не настоящее дознание. Отлично представляя, что скоро начнется главное представление, а именно, ведь им нужны деньги на счетах и картах, значит, необходимы логины и пароли. Не пойдут же они в суд с данным материалом, чтобы через него наложить арест на незаконные счета с деньгами. Конечно, они получили в свое распоряжение все электронные устройства Данила, которые наверняка сейчас просматривают, изучают, ища в них информацию по его счетам. Но Данил знал более надежно способ хранения такой щекотливой информации, а именно свое подсознание. То есть, все пароли и логины были тщательно выведены на специально установленном большом белом стенде в оазисе Вондера, прямо на песке возле пруда. Это было самое надежное место для хранения огромного количества, ведь их было сотни паролей и логинов. В ноутбуках, телефонах, которые он не успел продать, эти индивидуумы ничего не найдут. Но для проверки, чтобы убедиться в отсутствии нужной им информации, у них наверняка должно уйти какое-то время. Скоро они поймут, что в изъятой у Данила технике ничего их интересующего нет. Тогда и наступит момент, когда ему необходимо будет выторговывать свою жизнь и здоровье, если, конечно, он не убежит раньше. Получив признание Данила, его объяснение, парочка удалилась, стол со стульями забрали, а в темнице опять выключили свет, оставив Данила одного в почти темном помещении, если бы не свет, пробивающийся снизу двери. «Лили, ты где?» Позвал тульпу Данил. И тут же увидел ее, полупрозрачную фигуру, выходящую из темноты. «Мне срочно нужна информация, Лили». Увидев ее сосредоточенное лицо, он продолжил. «Необходима схема этого здания, пускай устная, но простая и понятная, где что. Так же, в каком месте этого дома я нахожусь. Как отсюда выйти на улицу? Много ли препятствий? Сколько людей находится в здании? Как производится охрана?» Стараясь говорить негромко, в полголоса, на всякий случай, чтобы за дверью его не услышали, спросил Лили Данил. Лили кивнула головой, затем растворилась в воздухе, оставив Данила одного в полутемном помещении. Появилась она примерно через полчаса, которые Данилу показались самыми длинными в его жизни. Неопределенность всегда нервирует. Возникнув, как всегда, из воздуха, как бы материализовавшись, Лили подбежала к решетке, встав в метре от нее. Дом из заливного бетона, двухэтажный, если рассматривать надземную часть дома, так как под землей еще два этажа. Верхним подземным ярусом находится эта камера, в которой ты сидишь, и корольное помещение. Между вами длинный коридор, ведущий к общей лестнице наверх и вниз. Выход на лестницу перегораживает решетка, на ней дверь закрытая. Под тобой, как я уже говорила, еще один подземный этаж, в котором такой же длинный коридор, по обеим сторонам которого дверь и камер для заключения людей. В двух из них сидят мужчины, остальные пусты. В надземной части дома, на первом этаже, большой гараж на несколько автомобилей. Наша машина стоит там же. Лестница из подвала ведет в этот гараж. Из гаража можно попасть на улицу, но там дверь крепкая и постоянно закрытая. Другая дверь из гаража ведет в дом. Вот она часто открытая и совсем хлипкая. Правда, из дома на улицу будет затруднительно попасть. Там бронированная входная дверь с множеством замков, где ключи от них я пока не выяснила, но зато они открываются как раз изнутри дома. На первом этаже просторный зал и небольшая кухня, где готовят еду для охраны и тех, кто проживает в этом доме. Готовят еду две женщины пожилого возраста. За территорией собаками следит мужчина. Он тут проживает постоянно, вроде как сторож или смотритель данного заведения. Так, на втором этаже пять спальных комнат, душевая, ванная и два туалета. Там проживает тот мужчина с женщиной, что приходили к тебе. Мужчину зовут Алексей Геннадьевич, а женщину вроде Лена. Забей на них. Меня интересует охрана. Как она осуществляется? Сколько человек охраняет эту подземную тюрьму? Перебил Лили Данил. Лили сбилась, но быстро собравшись, продолжила говорить. Охрана тут немного сложнее. В общем, всего охранников пять человек, одетых в гражданскую одежду. В самом караульном помещении постоянно находятся трое мужчин. Двое из них по очереди ведут видеонаблюдение, смотрят в мониторы. Тут везде камеры, внутри и снаружи. Данил испугался. Посмотрел по углам потолка, где, возможно, может располагаться видеокамера. Но камеры без звука, есть только изображения. Наблюдают они за прилегающей территорией, частично в доме, особенно первый этаж и гараж, но в основном за узниками здесь, в подвале. Ты, кстати, находишься не в камере, а в помещении, где проходят допросы. Третий у них вроде как старший, пожилой дядька. Ну, тот, который стол со стульями приносил. Еще двое охранников находятся снаружи, на поверхности, патрулируют территорию вокруг дома. Я так поняла, что они меняются постоянно. Те, кто сейчас сидят возле мониторов, потом уходят наверх, а те двое спускаются сюда, осуществляют видеонаблюдение. Через какое время у них происходит смена, мне пока не удалось выяснить, но позже выясню. А трое молодчиков, что меня сюда привезли, где они? Опять перебил Лили Данил. Я их не видела. Их черный джип в гараже отсутствует. Наверное, они здесь не живут. Скорее всего, их задача была тебя схватить и привезти сюда. Пока тебя в бессознательном состоянии доставляли в это подземелье, я слышала, как один из них ляпнул, что ты жирный кот, и он поднял на тебе такой некислый лимончик, на который собрался тянуться с какой-то там Вероникой в Греции, пупками потереться, ну, все такое. Так вот, охрана, подожди, Лили, прервал ее Данил и продолжил. Там на дороге, когда я улетел в Кювет, ты мне предложила бежать, так и хотела мне помочь. Ну, Дань, прости меня, пойми, я существо энергетическое, а человеческие эмоции, особенности именно твои, для меня пища, и чем лучше я питаюсь, тем более сильной становлюсь. А ты, когда побежал, так испугался, что с тебя просто река энергии полилась. Страх? Одна из самых сильнейших эмоций. А такой страх, какой испытал ты, это просто наркотик, от которого такие существа, как я, пьянеют и не могут себя контролировать, затороторила извиняющимся тоном Лили. Подожди, я понял, что ты не смогла мне помочь, потому что потеряла самообладание. Но вопрос состоит в том, а как ты вообще мне собиралась помочь? Ты там обмолвилась про каких-то лямб или люрб, продолжил Данил. Лярвы, поправила его Лили. Ну да, вот эти лярвы, так как с помощью них ты мне хотела помочь? И вообще, что это такое лярвы? Спросил Данил. Тут как раз все очень просто. Ты же знаешь, что человек – существо высшего порядка, и его мысли, желания, фантазии материальны. Материя состоит не только из кожи, костей, земли, воздуха, но и из различных энергий. Огонь, например, материя, свет, состоящий из фотонов, тоже материален. Я более чем материально. Так вот, эмоции и желания человека всегда порождают выброс энергии, которым я и такого рода существа, как я, впоследствии питаемся. Энергия постоянно исходит из определенного места на человеческом теле, так как именно тело способно сделать данный выброс. Не хочу вдаваться в лекцию, почему это происходит. Продолжу по сути вопроса. Например, человек курит или является алкоголиком, то есть имеет постоянное желание потреблять определенный продукт. Естественно, часто об этом думает, заставляя выбрасываться энергии своего желания в пространство вокруг. К этому постоянному потоку энергии присасывается что-то типа паразита энергетического мира, типа клещей или глистов в вашем мире. Мы же их называем просто лярвы. Когда лярва долгое время сидит на постоянном источнике пищи, то она матереет, становится сильнее и намного умнее, чем была изначально. Ведь, как я говорила, чем больше пищи, тем и сильнее. Некоторые лярвы настолько разумны и сильны, что человек не в силах противостоять им. И они полностью контролируют его жизнь, заставляя зависимого человека желать объект своего вожделения еще и еще, заставляя искать, покупать, разруливать, дабы насладиться данным веществом. Находить разные причины, чтобы поддаться своему желанию, при этом незаметно для себя откармливать одуревшую от пищи лярву. Эти желания могут быть какими угодно. Игромания, чревоугодие, зависть, желание похудеть, эгоизм, нарциссизм, даже спорт и желание добиться успеха в нем. Тоже отличная кормушка для лярв. Обычно у человека на его теле сидит от 5 до 10 штук лярв, присосавшись словно пиявки к источнику, откуда идет выход данной энергии. У алкоголиков это район груди, ближе к нижним ребрам. У курильчиков верхние ее части. Игроманы ходят с толстой пиявкой на затылке. Чревоугодникам приходится мириться с осьминогом в районе своего желудка. А шопоголики довольствуются улиткой в районе солнечного сплетения. Даже у любви есть своя лярва, естественно, расположенная в районе сердца. Отсюда такие болевые ощущения в той области, когда теряешь объект своего воздыхания. Иногда бывает так, но это большая редкость, ввиду сильной конкуренции между лярвами, что к источнику выхода энергии присасываются две и более лярвы. Тогда человек практически обречен. Естественно, лярве необходимо периодически питаться. Ей начинает не хватать той пищи, что человек выделяет в виде энергии своего желания. Ведь она становится больше, растет пропорционально своему питанию. Если лярва сидит уже давно и стала более-менее разумной, то она начинает манипулировать своим объектом, отдавая часть той энергии желания, что получила от человека, попросту срыгивая в него ее. Человек неожиданно помимо своей воли начинает хотеть, желать, думать об этом, стремиться получить это желаемое, при этом выделяя энергии существенно больше, чем лярва отдала данному человеку. Так вот у тех молодчиков, что схватили тебя в поле, все тела были в лярвах. Они просто были облеплены энергетическими паразитами. И, конечно, у меня возникла мысль, что я бы могла с помощью этих пиявок воздействовать на твоих преследователей по-особому. Лили увидела, что Данил пытается что-то спросить, но не дала ему сказать и продолжила. Я поняла тебя, Дань. Я знаю, что ты хочешь спросить. Дай мне договорить. Я обязательно отвечу на твой вопрос. Лили продолжила. Лярву можно оторвать от владельца, как это делают целительницы, священники и то не все. А именно те, кто имеет свою тульпу, которая, в свою очередь, слушая своего создателя, легко избавляет тело биополе человека от паразитов. Ну, как люди отрывают присосавшихся клещей у своих собак, кошек и домашних животных. Бабушки, избавляющие от пьянства или наркомании из той же серии. Целительницы, знахари, шаманы называют своих тульп по-разному. Кто-то ангелом, ангелом-хранителем или духом-предка, иконой Божией Матери, бубном, посохом, талисманом и вообще вариантов миллион. Но, по сути, это такие же создания, как и я. Но, может, конечно, не так совершенно, как я, ведь ты меня создал намеренно, а большинство тульп у якобы народных целителей, шаманов, были созданы спонтанно. Тяжелая болезнь, автомобильная авария, клиническая смерть, в общем, после сильного стресса, соответственно, и выглядят, как пятно света, икона, образ Бога или животного. Тут опять вариантов много. Среди людей, по сути, не так много созидателей, кто способен во время стресса или намеренно, мгновенно, создать полноценную тульпу, такую, как я. Но такие человеки с большой буквы есть. Естественно, я не собиралась лечить этих мужчин от их пагубных пристрастий, коих у них оказалось невероятное количество, а наоборот, хотела усугубить их. Для этого мне достаточно было просто сдавить где пиявку, где осьминожку, где улитку. Именно так примерно выглядят лярвы в энергетическом мире. При этом лярва вынуждена будет выплюнуть часть поглощенной энергии назад в человека. Чем сильнее я ее сдавлю, тем большую порцию получит человек. Произойдет следующее. Человек совершенно неожиданно для себя, а в данной ситуации еще и не вовремя, испытает жуткое желание закурить, выпить, клянуться наркотой, скупить весь магазин, или у него заболит в груди сердце от непреодолимого желания увидеть любимого или любимую. У других возникнет дикая неконтролируемая эрекция. Это, конечно, не убило бы тех мужчин, что гнались за тобою, но точно привело бы их в сильнейшее смятение, тем более, если они все это и не только захотели разом одновременно, тогда у тебя бы точно появился шанс убежать от них, но, к сожалению, я не смогла этого сделать, так как не могла на тот момент совладать с собой, а так шанс был реальный. По поводу того, о чем ты меня хотел спросить, а именно, есть ли у тебя лярвы, отвечаю, лярвы есть у всех, только у мертвых тел их нет, они сами отпадают на третий день после смерти. У тебя, естественно, лярвы есть, но я не позволяю прилипать тем паразитам, что могут отравить твою, а, соответственно, и мою жизнь. По сути, у тебя имеются только полезные лярвы, такие тоже есть, как бы странно это ни звучало. Выглядят они, словно маленькие шарики, ползающие по биополю, слизывая с него наружную часть, на которой полно застарелых завихрений разного энергетического мусора, оседающего, прилипающего извне, тем самым, помогая биополю человека действовать эффективнее и противостоять внешним угрозам. Не забывай, что мысли человека материальны, и любое плохое слово в твою сторону, желание сделать тебе больно, зависть от твоих успехов бросает в твою сторону такой поток темной энергии, что если бы не биополе Дух Божий, ты давно бы погиб. Проклятия, привороты, заговоры никто не отменял, закончила Лили. Данил задумался над всем, только что услышанным. Эта информация немного дестабилизировала его, привела к новому осмыслению мира, в котором он живет, а Лили является частью этого мира. Узнать, что на нас постоянно живут паразиты, та еще новость. Но эта новость также давала новые возможности. А насколько могут быть разумны лярвы, спросил Данил. Немного задумавшись, Лили ответила. Разумны, это, конечно, громко сказано. Скорее всего, хорошо питаясь, они становятся смышленными, ну, например, как собака. Она же тоже может манипулировать человеком, выпрашивая еду. Получается, что с лярвами нельзя договориться? Продолжил задавать вопросы Данил. Договориться, задумчиво повторила Лили, это вряд ли. Что ты можешь предложить? У них уже все есть. Они сидят на тепленьком месте, откуда их оторвать-то с трудом выходит. Тем более, если лярва сидит на человеке несколько лет и почти приросла к нему, став одним целым. А на охране, что сейчас находится в соседнем помещении, много лярв? Спросил Данил. Обычный человеческий набор, там у них всего сразу и понемногу, ответила Лили и продолжила. По всей видимости, к набору охраны работодатель относится серьезнее, чем к наемным бандитам. У охраны немного пороков, лярвы у них неоткормленные, а значит, сила воли у данных индивидов хорошая, могут подавлять свои желания. Немного подумав, Данил спросил. Раз у них, как ты говоришь, лярвы неоткормленные и сила воли хорошая, то ты не можешь на них повлиять, как хотела это сделать с бандитами. Почему? Могу. Конечно, не так эффективно, как на троицу, что тебя схватило, но все же, понимаешь, это как, ну, например, Лили замолчала, подбирая в уме более подходящий пример. Ты бежишь за кем-то, а твой организм неожиданно захотел по-малому в туалет, да и по-большому тоже. Это, конечно, может не остановить тебя преследовать убегающего, но существенно изменить твою результативность. Лили была права. Действительно, когда хочешь сильно в туалет, то бежать за кем-то, мягко говоря, некомфортно, если вообще возможно. Расположение помещений, дверей он теперь знает. Где находится еще пока непонятно. Такой населенный пункт, как Камыши, он не знал, а карты на руках не было, поэтому придется бежать наугад, если такая возможность подвернется. А это не очень хорошо. Какое вооружение у охраны? Вдруг пришла Данилу мысль. Те, кто патрулирует территорию, вооружаются пистолетами, которые перед спуском в подвал сдают в сейф на первом этаже. Внутри подвала, в том числе и на видеонаблюдении, охрана безоружна. Имеет лишь спецсредства, наручники, фонарь, он же электрошокер, баллончик с перцовым газом. Все это у них висит на ремне, ответила Лили. Это и хорошо, и плохо. Ну да ладно, размышлял Данил. Слушай, Лили, меня наверняка должны кормить или хотя бы ведро с водой заменить. На кроняк я могу пошуметь, привлекая к себе внимание. Когда откроют решетку, ты сможешь наиболее эффективно подействовать на лярв у охраны, чтобы я проверил, появится ли у меня шанс бежать. Лили отрицательно замотала головой. Главный или его помощник всегда закрывает решетку на лестницу. У того, кто будет внутри, ключей нет. Поэтому даже если ты избавишься от охранника внутри, то по лестнице наверх вряд ли попадешь. Останешься в коридоре, где тебя будет легко нейтрализовать, уверенно сказала Лили и продолжила. Я, конечно, могу подействовать сразу на всю охрану, но, к сожалению, алгоритм их действий всегда такой. Лестница и камера не могут быть одновременно открыты. Это немного сбавилось печь с Данила. Действительно, что ему да проблема у охраны, когда ключей нет, а решетки закрыты. Он присел, опустив голову, и принялся думать, как выкрутиться из данной ситуации и все-таки попытаться убежать из заточения. Лили исчезла, наверняка отправилась шпионить за охраной и обитателями дома. Прокручивая в голове все события, что с ним произошли за последнее время, Данил не на шутку загрустил. Получалось так, что, как ни крути, ему жизненно необходимо, чтобы решетка в его клетке, а также дверь в коридор была открыта одновременно с дверью на лестницу, что сильно противоречит действиям охраны, а значит, шанс практически нулевой. Усугублялось все еще тем, что даже если он попадет на лестницу, то ему где-то необходимо раздобыть ключи, ведущие в гараж на первом этаже, чтобы оттуда попасть в дом, совершенно не зная, где, как и у кого завладеть ключами от входной двери. Далее неизвестным способом преодолеть вооруженную охрану из двух человек и пять очень злобных крупных псин, на которых Лилия вряд ли сможет повлиять. Или сможет? Надо у нее спросить. После чего бежать в неизвестном направлении непонятно какое расстояние, без верхней зимней одежды, когда на улице конец марта и все еще достаточно холодно. Не очень правдоподобный и осуществимый план. Прервал размышления Данила звук открывающегося замка в двери и практически мгновенно в месте заточения загорелись лампы, заставив зажмуриться от слишком яркого света. Процедура повторилась. Тот же мужчина, по словам Лилии, старшая у охраны, занес пластиковый стол и два стула, после чего, даже не взглянув на пленника, удалился. Минут через десять в помещение зашел мужчина, которого Лилии идентифицировала как некоего Алексея Геннадьевича. За ним, все так же уставившись в свой телефон, проследовала женщина по имени Лена. Больше про этих двоих Данил ничего не знал, понимая лишь одно, что они играют во всем этом очень важную роль. Усевшись на прежние места, Алексей Геннадьевич открыл свою черную папку и принялся перебирать в ней бумаги, не поднимая взгляда на Данила. Прошло не меньше пяти минут тишины, которые никто не решался нарушить, когда надуманный ФСБшник соизволил поднять свой взгляд на узника. Данил Сергеевич, держа в руках листок А4 и медленно им покачивая, нарушил первым тишину мужчина. Следствие столкнулось с непредвиденными трудностями, которые мы, конечно же, решим, но на это уйдет гораздо больше времени, чем хотелось бы. Поэтому меня уполномочили с вами обсудить один вопрос, а именно, чтобы ускорить данную процедуру, а также ход следствия, вам необходимо помочь нам. Это бы вам помогло быстрее покинуть это заведение и переместиться в СИЗО города Волгоград, где условия гораздо комфортнее. Тем более, за помощь следствию мы будем ходатайствовать перед судом, чтобы вам назначили минимальный срок заключения по этому делу. Он сделал небольшую паузу, видя, как заинтересовался Данил, после чего встал и подошел к решетке, протянув листок шариковой ручкой Данилу. Как и ожидалось, Данил увидел, что на листке полно номеров карт, банковских счетов, онлайн-кошельков, напротив которых пустовали столбцы с надписью «Логин» и «Пароль». Предположения сбылись. Не найдя этих данных в его электронных устройствах, лживые ФСБшники решили пойти другим путем. Теперь настал момент, очень важный момент, когда Данил может узнать, как далеко они могут пойти, что он может сделать или выиграть в данной ситуации. Сразу написать все логины и пароли для Данила было бы верхом глупости. Он тут же потеряет ценность в их глазах и его, скорее всего, в ближайшее время где-нибудь закопают. Но и доводить до реальных пыток, которые он просто был уверен не заставить себя ждать, если он начнет упрямиться, он не собирался. Была лишь одна проблема и очень серьезная. Он не мог погрузиться в Вондер в данной клетке, сделанной из какого-то там металла, скрепленной небесным огнем, по-простому, сваркой. А наизусть он не помнил ни одного пароля или логина. Чтобы удовлетворить потребности его пленителей или хотя бы их часть, потянуть время, закинуть наживку, начать торговаться за свою жизнь, Данилу просто необходимо было покинуть данную клетку. Как это сделать? Прямо все рассказать этим бандитам тоже глупо. Во-первых, могут не поверить, а во-вторых, наверняка решат, что он таким образом пытается хитрить, что непременно приведет к пыткам. Оставалось только одно – дать часть правды этим узурпаторам и сделать это так, чтобы у них не было сомнений. При этом не раскрывать всех своих карт, обязательно ставить в рукаве главный козырь незамеченным. «Алексей Геннадьевич, а почему вы не интересуетесь, как я реально смог заработать эти деньги? Тем более то, что на этом листочке, я имею в виду эти счета и кошельки, Данил потряс листок о четыре в воздухе. Всего лишь вершина айсберга». Затем он обратил внимание на женщину непонятного возраста, расположившуюся на пластиковом стуле, что не оторвалось от своего телефона, и сказал, «Или у вас, Елена, в телефоне гораздо интереснее информация, чем я бы мог вам поведать?» Естественно, его обращение к людям по имени, якобы ведущих в его отношении следствия, которые не представлялись ему, их имена ему сообщила Лили, возымел свой результат. Мужчина удивленно приподнял брови, а женщина встрепенулась на своем стуле, чуть не выронив из рук телефон. «Да расслабьтесь вы», улыбнувшись, продолжил Данил, «Угадать ваши имена для меня не так уж сложно, но вот в остальном Данил многозначительно помолчал. Вы для меня полная загадка, к сожалению, я не экстрасенс, не умею читать чужих мыслей. Вся моя сверхспособность – это простая наблюдательность в совокупности со внимательностью и логический вывод вследствие этого. Я понимаю, что вы меня вводите в заблуждение, даже обманываете, но никак не пойму, зачем вам это. Неужели причина всего этого – это деньги на этих счетах? Так зачем вам эти крохи, когда я бы мог вам дать гораздо больше? Мужчина внимательно посмотрел на Данила. В его взгляде читался большой вопрос. Лена же выглядела испуганной. Сидя на своем стуле, она практически забыла про телефон, крепко сжав его в ладони, смотря беспомощно то на своего коллегу, то на Данила. Напишите, пожалуйста, интересующую следствие информацию. Тогда вполне возможно, я смогу убедить руководство сотрудничать с вами, Данил Сергеевич. А пока это все. Ваши предложения интересны, но это всего лишь разговоры. Убедите меня и мое руководство в вашей искренности. Это можно сделать лишь одним способом. Алексей Геннадьевич указал на листок, что держал в руках Данил, после чего резко повернулся и направился к выходу, захватив с собой черную папку. Алексей Геннадьевич окликнул его Данил, подождав, когда тот остановится в дверях и повернется, продолжил. «Вы как себе это представляете? Думаете, я помню все пароли? Хорошо. Что вы предлагаете? Скажите, на каком носителе они находятся? Мы его принесем сюда», ответил он Данилу. Появилась неловкая пауза. Данил не знал, как сказать, убедить этих людей вывести его из данной клетки, чтобы не вызывать их подозрения, ведь они могут почувствовать, что он что-то недоговаривает. «Мне бы хотелось принять душ, да поесть нормально. Есть возможность меня перевести в другое, более просторное и свещенное помещение? После я напишу вам все пароли и логины, они у меня в одном из ноутбуков в зашифрованном виде», попытался как можно спокойнее, придав своему голосу безмятежности, спросил Данил. Парочка ничего не ответила, вышла из камеры и удалилась. После чего все тот же пожилой охранник вынес стол со стульями, закрыл дверь, не забыв выключить свет. Непонятно было, зачем они оставили его опять в темноте. Ведь так он точно не сможет написать что-либо на бумаге. Наверняка слова Данила поменяли их планы, но насколько оставалось загадкой. Оставшись в одиночку, Данил сел на скамью и загрустил, обдумывая все, что сейчас с ним произошло. Как поступит Алексей Геннадьевич? Его переселят в другое место, чтобы он мог погрузиться в Вондер? Прошло не меньше часа, когда появилась Лилии. Она явно светилась от переполнявших ее эмоций. Ничего не говори, Дань. Они теперь тебя слушают. Включили микрофон на запись, пишут тебя. Вот ты устроил переполох. У них там суета, все на взводе. Их главный постоянно с кем-то разговаривает по телефону. Я запомнила номер, по которому он звонил. Так, на всякий случай. Зовут того, кто на другом конце телефона, Владимир Константинович. Забит в контактах телефона, как капричник. Наверное, кликуха такая. Лилии в припрыжку пробежалась к стене, указав на выключенную лампу. Вот здесь встроенный микрофон. Охрана обычно не слушает, но может включить запись, что сейчас и сделала. Так, Дань, там наверху только что произошла смена охраны. Приехала машина, а в ней пять крепких мужчин. В данное время они принимают у прошлой смены пост. Теперь я знаю, как и когда они меняются. Но главное, на этих охранниках столько лярв. В общем, они просто ими увешаны. Пороков у заступающей смены намного больше, чем у меняющейся. Это дает мне существенное преимущество в случае необходимости на них повлиять более эффективно. Данил слушал Лилии, опустив голову, лишь изредка кивая в знак согласия или в знак того, что он слышит и понимает, о чем она говорит. Голова разболелась от обилия информации. Нервы были напряжены, как струна. Он понимал, что своей выходкой с угадыванием имен главных фигурантов этим спектаклем вызвал серьезную реакцию. Теперь их тактика может поменяться, стать менее предсказуемой, но у него не было выхода, необходимо было разворошить осиное гнездо, чтобы во время кипиша противник допустил ошибку, которой Данил, естественно, незамедлительно воспользуется. Было реально страшно. Страх понемногу окутывал своей неизвестностью, становилось не по себе, даже мурашки побежали по коже. Лили каким-то образом почувствовала энергию страха, исходящую от него, так как, несмотря на барьер в виде решетки, стала во время вещания добытой ей информацией запинаться и в конце концов совсем замолчала, смотря на Данила влюбленным взглядом. Данил понял, что тульпа опять подверглась чарам его страха, ему стало еще страшнее. Он понял, что может получиться так, что Лили в самый ответственный момент не сможет ему помочь, опять погрузившись в эмоции Данила. Значит, необходимо искоренить страх из своей души. Но как же это трудно сделать, когда ты сидишь беззащитно в темнице под землей? Данил закрыл глаза, сжал челюсть до боли, до хруста зубной эмали. Представил, как открывается решетка, и он бросается в бой на тех, кто стоит за ней. Бьет безжалостно, успешно, повергая противника в глубокий нокаут одного за другим. Это униала дрожь в теле. В кровь хлынул адреналин с тестостероном. Страх отошел в сторону, и Данилу действительно захотелось броситься в драку. Мышцы напряглись приятной стоми, появилась только лишняя энергия, что казалось, ее девать просто некуда. Эффект был схож с тем, как если бы вы посмотрели фильм, где главный герой на экране крушит своих врагов налево и направо, делая это так изящно и красиво, а главное искусно, что по неволе загораешься сам, чувствуя в себе силы непременно сделать что-то подобное, ну, по крайней мере, не хуже главного героя. Открыв глаза и подняв голову, Данил посмотрел на Лили. Ее лицо изменилось. От восхищенного оно стало напряженным, озабоченным. Дань, ты такой вкусный, прошептала Лили, затем более громко добавила. Но ты как-то смог измениться, теперь ты стал другой, но одного не учел, что злость тоже энергия, своеобразная, не такая вкусная, как страх, но все-таки питательная. Мне важно лишь одно, сможешь ли ты в самый ответственный момент сделать свою работу, или как в прошлый раз опять зависнешь, подвергнув меня риску, сказал он это вслух, теперь ему почему-то стало все равно, услышат его враги или нет. Лили виновата посмотрела на Данила. Хорошо, Дань, я тебя услышала, постарайся тогда не соблазнять меня своим страхом, пускай это будет злость или ярость, тогда я точно смогу себя контролировать. Данил кивнул головой, внимательно глядя в зеленые глаза Лили, подмечая про себя, как она ловко меняет цвет глаз в зависимости от ситуации. Ждать, что к нему кто-то придет в ближайшее время, Данил устал. Несмотря на ужасные неудобства, лавка из досок была узкая, твердая, желудок бурчал не на шутку, его так и не накормили, вода из ведра не могла погасить голод, и Данил уснул. Разум устал настолько, что он провалился в темноту без сновидений почти мгновенно, только его голова упала на доски. Как-то отслеживать время у Данила не было возможности. В помещении, представлявшем собой бетонную коробку, отсутствовали окна, на стене не висели часы, да и спросить время было не у кого. Лили опять пропала, наверное, выполняла его задание. Поэтому, сколько проспал Данил, он не знал. Разбудил его загоревшийся свет, который своей яркостью сразу ослепил на какое-то время. Уже привычно в помещении занесли стол со стульями, правда, человека это сделавшего Данил видел впервые. Вместо пожилого мужчины теперь суетился крепкий парень, одетый в спортивный костюм черного цвета, на котором смешно смотрелся широкий ремень с резиновой палкой, длинным фонариком на боку. Медленно приняв сидячее положение, Данил принялся растирать затекшие на твердой поверхности лавки мышцы. Появилась Лили, заговорщически подмигнув ему, принялась медленно прохаживаться возле стола, наблюдая за действиями нового охранника. Ее одежда поменялась, вместо легкой сорочки на ней теперь был теплый длинный до колен свитер. Занеся стулья, охранник приблизился к решетке и, достав откуда-то из-за спины наручники, жестко, но без лобы произнес «Спиной ко мне! Руки назад! Просунь ладони сквозь решетку!» Сделать это оказалось не очень удобно. Вытащить наружу сразу две ладони в узкие ячейки решетки, как выяснилось, затруднительная задача, да еще манипулируя своими руками за спиной. На запястьях щелкнули наручники, холодный металл впился в кожу рук. Опустился на колени, голову вниз, смотреть на свои ноги. Стоять на коленях на прутьях решетки оказалось неудобно, более того, болезненно. Чашечки колен постоянно проваливались в ячейки решетки. Позади послышался ляск замков на двери клетки. Так как замков было целых три, то стоять на коленях пришлось долго, постоянно удерживая равновесие, чтобы меньше испытывать болезненные ощущения. Дверь решетки заскрипев открылась, появилось дикое желание повернуть голову, посмотреть в проем открывшейся двери, но на голову мгновенно одели черный плотный мешок, через который видимость полностью отсутствовала. «Встал!» прозвучал приказ. Данил с трудом поднялся на ноги. Оказалось, что со скованными за спиной руками сложно удержать равновесие, а мешок на голове усугублял этот процесс. Вестибулярный аппарат не мог точно сориентировать тело в пространстве. На плечо легла тяжелая и сильная ладонь. Другая рука сопровождающего схватила одну из рук, закованную в наручники. Ему помогли выйти за пределы решетки, после чего тут же легким ударом по ногам заставили опять опуститься на колени. Зазвенели ведра в камере, тяжелые ботинки своей поступи заставили дребезжать прутья решетки. Внутри места заточения шла уборка. «Дань, как же приятно опять быть с тобой!» раздался радостный голос Лилии. В помещение зашел еще кто-то. Данил услышал тяжелую поступь позади. Запахло жареным мясом и еще чем-то вкусным. Во рту мгновенно выделилась слюна, а желудок забурчал так, что Данил не сомневался. Охрана это тоже услышала. «Бля, что за хуйня?» послушался за спиной незнакомый голос, который точно хотел сказать еще что-то, но оборвался на полусловие. Затем раздался звук, похожий на падающий мешок с песком на твердую поверхность. Зазвенела бьющаяся посуда о бетонный пол. По скованным рукам пробежался легкий ветерок. Ладони мгновенно онемели. В сухожилиях, не в мышцах, а именно в жилах рук появилась приятная истома. Данил устало не по себе от этих ощущений. Он задвигал руками и понял, что совершенно не чувствует их, хотя вполне сносно может ими шевелить. «Все, Дань, я отключила болевой порог. Теперь ты можешь вытащить руки из наручников, тем более этот дебил их не застегнул до конца, так как с моей помощью думал совсем о другом», раздался громкий, радостный голос Лилии. «Осторожно!» Все-таки эти ощущения ему были совершенно незнакомы. Данил напрягся и потянул одну руку вверх, другую удерживая на месте. Не сразу пришлось изрядно повозиться, покрутить ладонь в кольце металла, выгибая большой палец, неестественное для него положение, но боли при этом Данил совершенно не чувствовал. Наконец-то что-то хрустнуло в ладони, и она немного пролезла в кольцо наручников. Приложив побольше силы, постоянно шевеля рукой в наручниках, понял, что содрал кожу, так как металл стал скользким от крови. От этого ладонь медленно, но верно пошла сквозь металл, и вскоре он освободил правую руку и тут же скинул с себя черный мешок. Не вставая с колен, Данил обернулся и посмотрел туда, откуда он услышал странные звуки. На полу лежал незнакомый ему совершенно неподвижный мужчина лицом вниз, которое было повернуто на бок в его сторону. С уголка губ капала белая слюна. Вокруг него валялась разбитая фарфоровая посуда с разбросанной едой на полу. Сердечный приступ, раздался голос Лили, которая стояла возле стола разглядывая свои ногти. Не думала, что она кажется настолько слабеньким, а вон тот сейчас придет в себя. Она указала кивком головы на клетку, в которой сидел до недавнего времени Данил. Только сейчас Данил обратил внимание, что внутри решетки из прутьев, где он провел последнее время, находится в лежачем положении другой охранник, скорее всего тот, что его заковал в наручники. Не теряя времени, он подскочил на ноги и направился к клетке. «Как ты это сделала? Ты же говорила, что можешь лишь незначительно повлиять на человека с помощью манипуляций его лярвами», быстро проверяя карманы охранника в поисках ключей, спросил Данил. «Так я так и сделала. У этого?» Она указала на охранника, который принес еду и сейчас лежал без чувств на бетоне среди вкусно пахнущего жареного мяса и картошки. Самая отожравшаяся лярва отвечает за азарт. Любит, в общем, наш индивид в картишки перекинуться, но обязательно с интересом. А вот то, что он такой впечатлительный, на его лице не написано. Я из его лярвы почти все соки в него выпустила, даже не представляю, что он испытал. Но сердечко оказалось не готово к таким манипуляциям. Вот поэтому имеем такой результат. Зато у него ключи есть от лестницы. Эта смена, смотрю, не столь тщательно соблюдает инструкции, как прошлая, радостно сообщила Лили, продолжая рассматривать свои ноготки. Услышав, что ключи от двери, ведущий на лестницу, находятся здесь, всего в двух шагах от него, Данил воспрял духом. Принялся быстрее обыскивать охранника, что лежал в клетке. Ключи от наручников нашел, но не сразу, так как не знал, как они могут выглядеть, поэтому даже не обратил внимания на маленький ключик, прикрепленный к общей связке ключей на длинной цепочке. Отстегнув свое запястье от звенящих браслетов, недолго думая, застегнул одну из рук охранника к прутьям решетки, так как тело мужчины стало упругим, и он точно приходил в себя. А этого, как удалось вырубить, выпрыгивая из решетки и направляясь к другому охраннику, спросил Данил. Лили прекратила ухаживать за своими ногтями, приподняла голову, ее взгляд стал напряженным. Мгновенно исчезнув, растворилось в воздухе, и тут же появилось просвете дверей в коридоре. «Дань, торопись, они идут за тобой!» почти демоническим голосом сказала Лили и исчезла. Наскоро обыскав лежащего на полу, отстегнув у него ремень с фонариком-электрошокером, резиновой дубинкой и кармашком с наручниками внутри, Данил не забыл забрать тяжелую связку ключей, вышел в хорошо освещаемый длинный коридор. Ремень с висящими на нем спецсредствами лег приятной тяжестью на бедра Данила, но слишком низко, некогда было его подтягивать, делая по размеру, поэтому пришлось смириться с болтающейся на косточках бедер тяжестью, оставив без внимания раздавшийся стон со стороны клетки, Данил побежал в сторону двери, ведущей на лестницу. Потянув решетчатую дверь на себя, через которую было видно лестничную площадку и саму лестницу, Данил к своей радости обнаружил, что она открыта. Но не успев выйти за дверь, он услышал громкий и очень напряженный крик. «Стоять! Еще шаг, и я стреляю на поражение!» Звук доносился откуда-то с лестницы, сверху. Естественно, Данил замер на месте, продолжая держать одну рукой приоткрытую дверь. «Лили! Ну че там?» крикнул Данил, несмотря на угрозу со стороны лестницы. Теперь, после того, как он показал, на что способен с помощью тульпы, отступать было поздно. Только идти вперед, до конца, до победы. Охрана наверняка видела, что происходило в комнате допроса. А так как они не видели Лили по понятным причинам, то все происходящее там можно было характеризовать только одним. Данил обладает какими-то сверхспособностями, а следовательно, теперь с ним никто не будет церемониться. Скорее всего, пристрелят при первой возможности. «Да, Ань, у него нет оружия, он врет тебе. Можешь смело идти, я сейчас его немного потормошу. Только сразу направляйся в корольное помещение, не поднимайся в гараж. Там тебя действительно ждут вооруженные люди!» Крикнула Лили откуда-то сверху. Вытащив из-за пояса длинный фонарик, он же электрошокер, Данил быстренько разобрался, где что нажимать, удовлетворительно улыбнулся, когда увидел пробежавшую с характерным треском между двумя металлическими стержнями электрическую дугу. «Медленно показал свои руки!» Крикнул все тот же мужской голос, наверняка услышав треск электрошокера. Данил не стал прислушиваться к его приказам, резко вышел на лестничную площадку, практически столкнувшись лицом к лицу с охранником. Парень, а это был молодой, не старше двадцати лет, почти мальчишка-охранник, державший перед собой такой же фонарик-электрошокер, вздрогнул от неожиданности и попятился назад, вверх по лестнице. Позади него стояла Лилия. Ее образ был почти прозрачен, но все равно можно было разглядеть, что ее глаза сильно расширены, а рот искреблен в зловещей улыбке. Такую Лилию Данил видел впервые. Она была похожа в этот момент на демонического призрака из фильмов ужасов. Неожиданно молодой охранник выронил электрошокер, который покатился по металлической лестнице в направлении к Данилу. Сам парень схватился за горло, словно на него со спины накинули петлю, нагнулся вперед, а его ноги согнулись и задрожали. Он затороторил что-то нечленораздельное, с хрипотой, почти визгливым голосом. «Давай, Дань, я не могу его держать долго, удари его током, у этого молодчика совсем неразвитые лярвы, прям не за что зацепиться!» крикнула Лилии совсем не своим голосом. На фоне того, как она выглядела, это был голос демона в оплоти. Больше испугавшись голоса Лилии, чем опоздать и бездвижить охранника, Данил рванул вперед и ткнул электрошоком парня в район ключицы. Взвизну почти по-девчачьи, он опрягся всем телом, выпрямившись в полный рост, словно струна, затем рухнул, как подкошенный, на металлическую лестницу. Электрошокеры, по всей видимости, были мощные, раз в считанные секунды вырубали человека. Не теряя времени, Данил достал из кармашка на ремне парня наручники, которыми приковал его к перилам лестницы. Обыскав карманы неприходящего в сознание охранника, Данил забрал у того сотого телефона ключи. Затем с грустью, посмотрев на дверь, ведущую в гараж, наверх, к спасению, все-таки послушался Лили и проследовал в комнату охраны. Караульное помещение оказалось разбито на несколько частей. Комната отдыха с тремя заправленными кроватями, столовой, где, по всей видимости, принимали пищу, приготовленную наверху, так как в этом помещении отсутствовала кухонная утварь, естественно, саму секцию для видеонаблюдения. На всю стену были размещены телевизоры, подогнанные вплотную друг к другу. На них отлично можно было рассмотреть все места, где расположены видеокамеры, передающие отличное по качеству изображение. Данил тут же нашел картинку помещения, где он содержался. На ней охранник внутри клетки пытался освободить свою руку от наручников, но Данил их точно застегнул хорошо, так что ему вряд ли это удастся, тем более ему некому отключить болевой порог, как это с ним сделала Лили. Интересно, что еще может Лили, каковы ее реальные способности, на что она способна, подумал Данил и продолжил разглядывать изображения на телевизорах. Под всеми этими большими телевизорами, расположенными на стене, находился стол с креслом, на котором стоял обычный компьютер. Монитор работал, на нем мелькали маленькие окошечки от камер видеонаблюдения. Это, по всей видимости, и был пост, где сидели по очереди охранники. Отойдя подальше от поста охраны к противоположной стенке, где стоял диван, так лучше было видно общую картину, да и сами телевизоры, Данил внимательно посмотрел на них. Гараж он нашел сразу. Внутри него находилось две камеры видеонаблюдения, давая картинку с разных ракурсов. Внутри гаража располагалось три автомобиля, один из которых Данил сразу узнал. Это была его машина. За автомобилями с пистолетами в руках спрятались двое мужчин, наблюдая за закрытой дверью, наверняка ожидая, когда Данил войдет в дверь, ведущую из подвала. В доме камер было три. На лестнице, ведущей на второй этаж, на первом этаже, наблюдая за местом, где готовили пищу и направленную на входную дверь. Каких-либо передвижений людей, сидящих в засаде на них, видно не было. А вот на улице имелось множество камер, по которым Данил увидел, что недалеко от входной двери находится мужчина в военной камуфляжной одежде с кепкой на глазах. Он держал двух здоровенных псин, стремящихся на кого-то броситься. Звук отсутствовал, было лишь видно, что собаки рвутся вперед, натягивая веревки, за которые их удерживал хозяин в кепке, наверняка ожидающий непрошенных гостей, выходящих на улицу через бронированную дверь. Данил хотел более подробно рассмотреть двор возле дома, особенно ворота, когда неожиданно отключили электричество. Экраны телевизора мгновенно погасли, свет люминесцентных ламп потух, погрузив подвальное помещение в кромешную тьму. Постояв в темноте немного растеряно, Данил вспомнил, что у него есть фонарь, который он незамедлительно включил. Видеонаблюдение больше не работало, поэтому смысла оставаться в караульном помещении более не было. Данил вышел на лестницу, зазвенели металлические наручники. Данил осветил прикованного молодого охранника, тот уже очнулся и смотрел с ужасом на луч фонаря, бьющий ему в лицо. Увидев охранника, Данил вспомнил, что забрал у того телефон, который он незамедлительно достал из кармана брюк. К сожалению, связь отсутствовала. Пройдя выжжа по лестнице к двери, ведущей в гараж, чтобы попытаться поймать сигнал, Данил потерпел фиаско. Связь полностью исчезла. Скорее всего, помимо отключения электричества, была также включена глушилка для сотовых телефонов. «Лили, ты где?» крикнул в темноту Данил, освещая лестницу по направлению вниз, там, где, по ее словам, находятся двое узников. Без участия Лили, он опасался выйти в гараж, зная, что внутри его поджидают двое вооруженных мужчин. Лили не появилась, не ответила. Поэтому Данил спустился в самый низ подвала тюрьмы. Немного повозившись ключами, быстро нашел подходящее и открыл дверь. Перед ним предстал коридор, по обеим сторонам которого имелись по три двери, как и говорила Лили. Но вот в каких камерах находятся узники, Данил не знал, поэтому просто крикнул в коридор. «Эй, тут есть кто?» Ему никто не ответил. В коридоре была полнейшая тишина. Почему-то не хотелось оставлять бедолаг на растерзание этих стервятников. Ведь если ему сегодня вдруг посчастливится выйти из этого не очень гостеприимного места, то наверняка это место зачистят. И страшно подумать, какая судьба ждет данных пленников. «Это не охрана. Я такой же узник, как и вы. Охрана частично нейтрализована. Отсюда срочно нужно выходить, пока есть возможность. Ударьте под дверью, чтобы я мог сориентироваться, в каких вы камерах!» — крикнул в коридор Данил. Не сразу, но справа раздался осторожный глухой стук в металлическую дверь. Данил направился к ней, на ходу подсвечивая фонариком, копошась в связке ключей, ища тот, который мог бы подойти к данному замку. В связке, доставшейся от молодого охранника, имелось отдельное кольцо с шестью одинаковыми большими ключами, которые наверняка должны были быть именно от этих шести камер. Так и вышло. Третий по счету ключ вставился в скважину замка и провернулся два раза, щелкая ригелями. Открыв тяжелую дверь, Данил осветил камеру. На него смотрел плотного телосложения небольшого роста мужчина, прикрываясь ладонями от сильного луча фонаря. «Выходите», сказал Данил, и повернулся, чтобы найти следующую камеру, в которой должен сидеть второй мужчина, про которого говорила Лили. Но натолкнулся взглядом на нее саму. Луч фонаря прошил ее тело насквозь, но все равно Лили была видима для Данила. «Решил освободить узника в подземелье?» Хитро прищурившись, спросила она. По всей видимости, ей не докучал яркий свет луча, бьющий ей прямо в лицо, так как она, в отличие от людей, не пыталась прикрыть глаза руками, смотрела прямо, не щурясь. Данил пожал плечами. «Их убьют, если нам с тобой удастся сегодня уйти отсюда. Думаю, они нас не сильно стеснят, да и толпой проще прорваться, чем одному», буднично ответил Данил. «Эти наверху подмогу вызвали. Человек пять или шесть. Я так и не поняла, сколько. Скоро будут здесь. Так что нам следовало бы поторопиться», понимающий кивнув головой, сообщила Лили. «Сколько у нас есть времени?» спросил Данил Лили. «А вы кто?» послышался позади вопрос мужчины, который так и не отважился выйти из своего места заточения. Данил проигнорировал вопрос, смотря на Лили и ожидая ответа. «Максимум час, может меньше. Они будут все вооружены и с такой толпой мне будет нелегко справиться. Мне трудно манипулировать более чем двумя объектами одновременно», ответила Лили, пропуская через себя Данила, который, услышав слабый стук и голос человека, направился к двери камеры, подбирая нужный ключ. «А как быть с двумя вооруженными охранниками в гараже?» спросил Данил, открывая дверь под обранным ключом, а затем добавил, «Ты выяснил, у кого ключи от входной двери? Еще, на улице мужик с собаками стоит. Ты можешь этих волкодавов нейтрализовать». Внутри камеры оказался второй мужчина. Выглядел он очень плохо. Одна ладонь была перемотана пропитанным кровью бинтом. На лице множественные ссадины, гематома на лбу, синяк под глазом. Как только дверь открылась, мужчина отбежал подальше от входа, к кровати. «Выходите, сейчас будем прорваться», ужаснувшись увиденному, сказал Данил, наглядно лицезрея, что было бы с ним в ближайшем будущем, останься он здесь. «А вы кто?» Послышался осторожный повторный вопрос позади. Мужчина, что был освобожден первым, вышел из камеры в коридор и со страхом озирался вокруг. Данил опять проигнорировал его вопрос, посвятил на Лили, хотя в этом не было необходимости. Ее тело светило синевато-белым светом, давая понять, что он ждет ответа. Лили пожала плечами и подошла к Данилу вплотную. «Зря ты их выпустил, они обуза для тебя, но смотри сам, мальчик ты взрослый». Отойдя в сторону, Лили продолжила говорить. «Так, Дань, двое в гараже значительно заражены лярвами, я наверняка смогу их сильно удивить, как только займусь ими. Тем более, у второго бычья цепень, это глист такой, это та еще гадость, такой организм имеет свою лярву, как это ни парадоксально, в связке эти два паразита научились очень эффективно манипулировать этим человеком. С собаками да с животными вообще намного проще, чем с человеком. Во-первых, они, как любое создание Божье, имеют биополе, мысли, желания, а следовательно, энергетических паразитов, не таких крупных, конечно, как человек, но все же. Во-вторых, большинство животных руководствуется инстинктами, некоторые из которых напрямую связаны с их потребностями, помыслами, что во много крат увеличивает возможность напугать или привести в существенную дестабилизацию их организм. Так что не парься, этих собачек я так напугаю, что они обделаются прямо под ноги своему хозяину. Да и ему будет не сладко. Дед еще какое похотливое животное. Есть за что уцепиться в его энергетическом поле. Но вот с ключами от входной двери небольшая заминка. Можно было бы выйти через гараж, но как только все это началось и охранник включил тревогу, я просто не успела его нейтрализовать. Да и лярва у него совсем хилая. Это тот самый, которого ты на лестнице приковал. Так вот, после срабатывания сигнала тревоги Алексей Геннадьевич, что из себя следователя строил, закрыл все ключи в сейфе. А ключ от сейфа находится у него в кармане куртки. Сам он совместно с психологом закрылся на втором этаже. Та баба, что была с ним, ее зовут Елена Вячеславовна, психологом у них числится. В ее обязанности входит наблюдение за клиентом, сообщать, врешь ты или нет. Но в общем это ерундой заниматься. Вербальные тесты, распознавание движений и мимики и все такое подобное. Оба они вооружены, открыть дверь можно только изнутри, специально так задумано еще при строительстве этого места. Ее, конечно, можно сломать, но пока ты будешь выносить дверь, она очень крепкая, столько времени пройдет, что успеет подмога прибыть. А при таком раскладе прорваться через вооруженное кольцо станет гораздо труднее, чем в данное время. Махнув рукой двум вышедшим в коридор узникам, чтобы следовали за ним, Данил пошел первым, выйдя на лестницу. «Ну и что ты предлагаешь?» спросил Данил пустоту перед собой. Именно так видели происходящее двое освобожденных мужчин. «Чудо! Волшебство! Магию!» просто ответила Лилии и, увидев удивленный взгляд Данила, продолжила. «У этих двоих закрывшихся есть небольшие, вполне предсказуемые пороки, которыми питаются не очень, к сожалению, откормленные лярвы. Но все же они есть. Плюс я знаю про них так много, практически все о их жизни, близких, слабостях. Попробуем их удивить и заставить добровольно отдать ключи от сейфа», хищно улыбнувшись, ответила Лилии. За дверью, ведущей в гараж, раздался непонятный шум в перемешку с чьим-то то ли мычанием, то ли стоном. Данил не решался оттолкнуть дверь от себя, чтобы ее открыть, ожидая, когда Лилии подаст сигнал. Позади двое освобожденных мужчин, о чем-то спорили, мешают сосредоточиться, морально подготовить себя, а главное услышать, что происходит за дверью. Ведь как только Лилии даст сигнал, Данил должен был ворваться в гараж и орудуй электрошокером, где по назначению, а где просто как дубинкой, разоружить охранников, затем их сковать приготовленными наручниками, которые были в единственном экземпляре. «Да заткнитесь вы!» крикнул Данил на шепчущихся мужчин, уже жалея, что освободил данных индивидуумов. Его решительный настрой дал результат. Позади наступила тишина. Конечно, Данил больше хорохорился. На самом деле в груди висела тяжесть, назревала паника. Не так уж и легко броситься в бой с палкой на голову, когда против тебя целых два пистолета. Никто не может гарантировать, что Лилии сможет вырубить охранников с помощью манипуляций с их лярвами настолько, чтобы охранники не смогли применить свои пушки по назначению. Но отступить, сдаться, было еще страшнее. После его выходки его точно шлепнут, наплевав на логины и пароли. «Давай, дань!» раздался голос Лилии, и Данил толкнул дверь, ворвавшись в хорошо освещенный гараж из-за больших окон сверху. Страх присутствовал, но был загнан далеко, в глубину сознания. Данил знал, благодаря видеокамерам и Лилии, где спрятались охранники. Но его знания разбились о реальность. Изображение на телевизорах транслировалось сверху, так как видеокамеры располагались на потолке, а его взгляду предстала совсем другая картина. А именно, он тут же уперся в первый автомобиль, высокий белый УАЗ «Патриот», совершенно не видя весь гараж целиком. Это его немного ввело в ступор. Данил знал, что первый охранник спрятался за капотом УАЗа, багажником следующей машины. Автомобиль Данила стоял последним в этом ряду. Из-за цепенения Данила вывел выстрел, прозвучавший так близко, что чуть не заставил упасть на пол, чтобы покинуть область возможного поражения пули. То, что выстрел не достиг цели, а именно он не почувствовал боли или еще каких-то ощущений, говорившие, что он ранен, дало толчок к действию. В один прыжок он оказался возле капота первого автомобиля, где увидел охранника, стоявшего на коленях, возле его ног виднелось мокрое пятно рвотной массы. Охранник держал на вытянутых руках пистолет, направленный в живот Данила. Внизу, в районе паха, сразу все похолодело. По позвоночнику побежали мурашки, на затылке волосы встали дыбом, но, несмотря на это, Данил ткнул электрошокером мужчину с безумными глазами прямо в лицо и нажал на кнопку. При этом тело само по себе, силу моторики, стало боком, так как электрошокер он держал в правой руке. Раздался звук электрической дуги и тело охранника напряглось, затем его каким-то неведомым образом откинуло назад, словно он получил бейсбольной битой сильнейший удар по голове. Тут же прозвучал хлопок выстрела. Данил мог поклясться, что он практически видел, словно в замедленной съемке, как из дула пистолета вырываются пороховые газы. Из ствола пистолета вслед дыму и огню вышла пуля, покрытая латунью. Она медленно вращалась вокруг своей оси. Пролетев каких-нибудь нескольких сантиметрах от его груди, обдав горячим воздухом, ушла в бетонную стену гаража, где с противным шлепком растворилась, выбросив в разные стороны множество мелких осколков. Как только охранник упал на пол, Данил мгновенно ударом ноги откинул пистолет в сторону, услышав еще один выстрел, теперь откуда-то сбоку. Пуля словно удар кнутом обожгла плечо и шею, пролетев так близко от тела, что Данил даже почувствовал горячий динамический удар, заставивший его присесть, отпрянуть назад, спрятаться за капот машины. Все произошло так быстро, что он даже не успел испугаться. Присев, оказавшись в безопасности, Данил огляделся вокруг. Его взгляду предстала следующая картина. Напротив него в себя приходил охранник. Он уже шевелил руками и пытался приподнять тело. Схватив с пола пистолет, Данил направил его на очухавшегося от удара током охранника. Второй охранник, наверное, не теряя надежды достать его, произвел еще два выстрела в его направлении, но пули с сильным ударом о жестянку капота ушли в двигатель автомобиля. Получивший в лицо удар током охранник, после которого он должен был надолго погрузиться во мрак, каким-то чудом принял сидящее положение. Данил мог бы еще раз оглушить его током, да вот беда, попытайся он это сделать, то подставился бы под пулю, так как, чтобы дотянуться электрошокером хотя бы до ноги очнувшегося, пришлось бы вылезать из-под защиты автомобиля. Решение пришло мгновенно. Как только он столкнулся с осмысленным, а главное, и что самое поганое, решительным взглядом сидящего напротив него охранника, на мгновение пришла мысль, а вдруг на охране бронежилеты, ведь именно туда целился Данил. Разбираться в этом вопросе не было времени, потому что он уже нажал на спусковой крючок, раз, через мгновение еще раз. Прозвучало два глухих выстрела, взгляд охранника изменился, теперь он стал удивленным. Затем в его глазах что-то неумолимо и навсегда исчезло. Лицо приобрело испуганный вид. Он попытался вдохнуть, но из губ донесся лишь хрип. Через минуту, может быть меньше, его тело замерло на бетонном полу. Агония была недолгой. Скорее всего, тот, кто стрелял в Данила, спрятавшись за следующей машиной, тоже видел смерть своего товарища. Потому как только тело растянулось на полу без признаков жизни, он выскочил из своей засады и побежал в направлении укрытия Данила, держа пистолет перед собой. Данил не успел бы среагировать, так как был подавлен первым своей жизнеубийством человека. Он просто не мог оторвать свой взгляд от мертвого тела. Поэтому, когда он поднял голову, то увидел направленную в его лицо черную безнудуло пистолета. Почему охранник не выстрелил, для Данила в тот момент оставалось загадкой. Так как он понял и тут же смирился, что теперь пришло его время, и через мгновение он покинет мир живых. Лили он не видел, поэтому не мог надеяться на ее вмешательство. Решительное лицо охранника с пистолетом в руках не оставляло надежды на спасение. Он имел полное преимущество над Данилом. Вдруг его лицо из злобного превратилось в растерянное. Плотно сжатые губы открылись в бессильном крике, глаза расширились, приняв безумный вид. Он замер, словно его что-то парализовало. Тело несостоявшегося убийцы Данила выгнулось и он громко рыча упал на пол прямо под ноги своему убитому товарищу. Только тут раскрылась причина столь странного поведения. За спиной охранника стоял освобожденный узник с электрошокером в руках. Его разбитые губы криво улыбались, а единственный незаплывший от гематомы глаз сиял от восторга. Недолго думая, покалеченный пытками мужчина нагнулся, бросив при этом электрошокер на пол, так как у него была одна здоровая рука. Поднял пистолет охранника, который тот обронил после удара током и, мельком осмотрев оружие, направил его на лежачего без чувств, после чего, не мешкая ни секунды, выстрелил тому в затылок. Голова подпрыгнула на бетонном полу, а по телу пробежали судороги. Кровь, словно вода из-под крана, побежала из выходного отверстия развороченного лба. Данил в ужасе отполз от убитого охранника, со страхом глядя, то на спавшего его мужчину, то на подергивающийся мелкой дрожью труп. «Это он мне два пальца отрубил», спокойно сказал бывший узник и, указав на свое лицо, дулом пистолета добавил. «И этот же на пару с другим уродом». Сказать что-либо на данное заявление Данил не решился, а просто в поднятом настроении спросил мужчина, с которым Данил так и не познакомился. «Наверх, ключи от входной двери забрать», запинаясь, ответил Данил. Мужчина, понимающий, кивнул и направился к двери, которая вела в дом на первый этаж. Первый этаж был полностью пуст, ни одной живой души. Наверняка кухарки или тот, кто тут готовил пищу, скрылись на втором этаже вместе с Алексеем Геннадьевичем и психологом. Быстро найдя сейф, осмотрев его, а также входную дверь, на которой было аж целых пять различных замков, как встроенных, так и наружных, стало понятно, что просто так такие замки не вскроешь, а следовательно, ключи обязательно необходимо достать. Попросив двух освобожденных подстраховать его на первом этаже, и хотелось, чтобы они задавались лишними вопросами, когда он будет общаться с Лили, Данил поднялся наверх. Его взгляду предстали расположенных по обеим сторонам короткого коридорчика. За какой дверью спрятался ФСБшник с психологом на пару, Данил не знал. «Лили, ты куда пропала?» негромко спросил Данил пустое пространство перед собой. Тульпа не ответила, не появилось поле зрения. Тогда Данил подошел к первой двери и постучал по ее фанерной поверхности. Наверняка наружная часть была обманкой, раз Лили сообщила, что двери крепкие. Повернув ручку двери вниз, Данил попытался толкнуть дверь, так как, судя по расположению петель, дверь открывалась внутрь комнаты. Дверь оказалась закрыта. «Алексей Геннадьевич!» крикнул Данил, стоя перед закрытой дверью, затем продолжил. «Елена Вячеславовна, бесполезно от меня прятаться. Вам наверняка посчастливилось увидеть мои способности. Я вас заверяю, найти вас для меня ключи от входной двери. Поверьте, вы мне неинтересны. Отдайте мне ключи и я уйду. Обещаю, я вас не трону», сказал Данил в пустоту коридора, крепче сжимая пистолет в руках. «Они в соседней комнате», прозвучал голос Лили позади. Данил обернулся. Лили стояла в коридоре. На ней было длинное до пола черного цвета вечернее платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Ее макияж был ярким и вызывающим. «Куда она мылилась?» улыбнувшись, спросил Данил, увидев ее такую красивую. В нос ударил запах женских духов и еще чего-то, такого манящего, пробуждающего непреодолимое желание обладать этой женщиной. Внизу, в районе Паховой области появилось знакомое тепло, и его детородный орган мгновенно принял боевое положение. Захотелось послать все к черту и прямо на полу этого коридора заняться сексом с этой необыкновенной женщиной. Лили приблизилась. Ее губы с яркой помадой манили Данила, а жаркое, чуть влажноватое дыхание с таким нежным и почти неосезаемым ароматом просто сводило с ума. Сил терпеть больше не было. Данил резко выкинул руки вперед, чтобы обнять ее за тонкую талию и притянуть к себе гибкое девичье тело, но руки провалились в пустоту. Лили звонко рассмеялась и, отскочив в сторону, сделала удивленное лицо. Оттопырила нижнюю губу, как бы подражает Данилу, у которого наверняка лицо было именно таким. Ой, бедненький, Дань, ты обиделся? Лили явно забавляла, то, что до Данила только стало доходить, что его только что разыграли. Дань, ты же знаешь, я бы с удовольствием, но у меня сейчас эти дни... С издевкой, продолжая смеяться, сообщила Лили, сделав виноватое лицо с надутыми губами. Желание заняться сексом как рукой сняло. В голове еще оставались нелепые мысли, которые таяли словно туман. Вместо похоти возникло другое чувство, а именно злость. Злость за то, что его только что внаглую использовали для личного развлечения. В глубине души появилась ясная мысль, понимание, что Лили может полностью контролировать его сексуальное желание. Это немного напугало, ведь он действительно теряет голову, когда она перебегает к своим манипуляциям с его подсознанием. Как с этой мыслью поступить, он еще не знал. Не мог сказать, хорошо ли это или плохо. Но то, что данную информацию он обязательно использует в будущем, знал наверняка. О, какой ты злой дань! Это просто блаженство! Сладко Промурлыков сказала Лили, и ее образ мгновенно поменялся. Теперь она была одета в его домашнюю рубашку с короткими рукавами, которая в силу своей длины опускалась до ее колен. При этом она выглядела не менее сексуально, чем в вечернем платье. Где-то на задворках подсознания Данил опять вожелал Лили, но разум отдернул эту мысль. Ты что делаешь, Лили? Жестко спросил Данил. Он действительно злился. Неожиданно возникшее сексуальное возбуждение оставалось неудовлетворенным, а это еще никому не добавляло настроения. Все, все, прости, Дань, ну, заигралась я, просто соскучилась по тебе. Для меня тебя не было почти сутки, пока ты сидел за решеткой в темнице сырой, а я очень проголодалась, как орел молодой. Она звонко засмеялась. Данил ничего не ответил, просто отвернулся и пошел к двери, на которую указала Лили. Немного собравшись, переминаясь возле нее, жестко и сильно постучал кулаком по ее поверхности. Алексей Геннадьевич, бессмысленно молчать. Я знаю, что вы с психологом находитесь за этой дверью. Повторюсь, вы мне не нужны. Отдайте мне ключи и я уйду. Все вопросы я потом задам Владимиру Константиновичу. Он забит в вашем телефоне как некто опричник. Вы с ним недавно разговаривали по телефону, так как именно его виню в том, что я оказался в вашем негостеприимном заведении. Сделав небольшую паузу, Данил продолжил. Если вы в ближайшие несколько минут не отдадите мне ключ, я буду вынужден применить в отношении вас свои способности и поверьте мне на слово, я не шучу. Вам, Елена Вячеславовна, как профессионал своего дела, подтвердить, что тембр моего голоса подтверждает искренность моих слов. За дверью по-прежнему властвовала тишина. Данил повернулся к Лиле, чтобы удостовериться, качутся фальшивые ФСБшники. Но Лиле на месте не оказалось. Пришлось признать тот факт, что он, скорее всего, в правильном направлении, иначе бы Лиле его поправила. Сама она наверняка в комнате среди притаившихся лжеследователя и психолога. Прошло не больше минуты, когда из-за двери послышался глухой мужской голос, который Данил не сразу узнал. Принадлежал он Алексею Геннадьевичу, но был подавленным, звучал с хрипотцой, с мужчиной явно что-то происходило. «Хорошо, хорошо, я понял. Можно, пожалуйста, прекратить?» На его фоне раздался женский плач. Что там Лиле с ними сделало, Данил мог лишь предполагать, но то, что это привело к результату, было фактом. «Какие гарантии, что вы нас не убьете, как убили охрану?» послышался вопрос из-за двери. Данил не знал, какие он может дать гарантии. То, что он не собирается кого-либо убивать без веска на то причины, это он понимал. «Убийство охранника в гараже было не в счет, там была самая настоящая самооборона, по крайней мере, ему хотелось так думать. У меня нет никаких гарантий. Да и какие вы хотите гарантии в данной ситуации? Достаточно того, что вы мне неинтересны, и ваше убийство мне ничего не даст», ответил Данил, понимая, что вполне возможно для тех, кто спрятался за крепкой стальной дверью, этого будет недостаточно, поэтому добавил. «Вы можете передать мне ключи любым для вас удобным способом, при этом оставаясь закрытыми в безопасности. Например, я могу отойти от двери, и вы их выкинете в коридор, приоткрытую дверь, после чего можете и дальше находиться в закрытой комнате до прибытия подмоги, которую вы вызвали. Поймите, если бы я хотел вас убить, то я бы это сделал, невзирая на закрытую дверь». Появилась Лилия. Она почему-то выглядела озабоченной. «Что случилось?» напряженно спросил Данил. «Эти, в общем, решили тянуть время, держаться до последнего, пока не прибудет вызванная ими помощь. Времени совсем нет, буквально через час-полтора весь двор будет усеян бандитами, прорваться через такой кордон почти нереально. Я могу, конечно, еще немного надавить на них, но у них лярвы жиденькие, это не сильно усугубит их состояние. Уж точно практически не скажется на здоровье, необходимо включать план номер два», ответила Лили. «Что за план номер два?» почти шепотом спросил Данил, так как они не обсуждали данный вопрос. «Перейти к шантажу, причем немедленно. Я тебе сейчас буду озвучивать информацию, которую ты никак не можешь знать. Адреса их проживания, дети, жены, где учатся, работают. Можно попробовать надавить знанием об их родителях. Правда, только у женщины мама еще жива. У мужчины родители умерли. Родственники, братья, сестры, дяди, тети думаю, тоже можно использовать. Пригрози им, что прямо сейчас начнешь их убивать на расстоянии по одному. Сообщай, кого убил, как, с подробностями. Я тебе всю необходимую информацию предоставлю. Все равно они не смогут проверить данные сведения, так как телефоны заблокированы. На крыше стоит глушилка. Я не смогла ее отключить. Сил мало осталось. Последнее время плохо питалась», грустно ответила Лили, затем более решительно добавила. «Я же со своей стороны надавлю на них, как смогу. Постараюсь усугубить их комфорт до животного состояния. Расшевелю их чувства настолько, что им покажется, что наступил конец света со всеми присущими ему приятными бонусами». Откуда Лили знает об этих и не только преступниках, Данил решил разузнать позже. Не было времени на любопытство. Он тут же приступил к осуществлению плана номер два, как его назвала Лили. Стараясь быть как можно убедительнее, рассказывая, что только что умертвил родного брата Елены Вячеславовны, приводя подробности его гибели, описывая квартиру, которую хорошо знала психолог. Затем он якобы убил любимую тетю мужчины, пригрозив, что следующая будет его жена, за которой последуют его двое милых детей. Приводя такие факты, что сомнений в том, что это действительно происходит, у двух закрывшихся людей не должно было появиться. Но несмотря на это, они держались слишком долго. Данил начал терять терпение, понимая, что времени осталось совсем немного. Он слышал их крики и проклятия, раздававшиеся по ту сторону двери, но продолжительное время это не приводило к результату. В конце концов, выбора не осталось. И он перешел на самых близких людей этих фальшивых ФСБшников, а именно на их детей. У Алексея Геннадьевича имелось двое мальчиков, возрастом восьми и одиннадцати лет. У психолога одна, дошкольного возраста дочка. Первым он решил убить младшего сына Алексея Геннадьевича, описав сына как можно подробнее, рассказал, чем тот сейчас занимается, в какой комнате находится, обстановку в данной комнате. После добавил, как именно сейчас умрет его сын. Наверное, он смог найти самое слабое место в душе Алексея Геннадьевича, потому что появилась Лили. «Он идет! Сейчас дверь откроет! Берегись! Он хочет убить тебя! У него пистолет!» — крикнула Лили и тут же исчезла из виду. Данил отскочил от двери подальше, направив на нее свое оружие, которое он не выпускал из рук. «А после того, как я убью всех, кто вам дорог, вы отправитесь следом и даже не сомневайтесь в этом!» — громко сообщил Данил и перебежал на другую сторону от двери, стараясь сделать это как можно тише, чтобы противник не ожидал его с противоположной стороны, ориентируясь на только что прозвучавший голос Данила и приготовился встретить Алексея Геннадьевича. Дверь распахнулась резко, сразу на всю свою ширину, при этом не было слышно, чтобы кто-то открывал замок. Скорее всего, она была закрыта на хорошо смазанный засов. В проеме двери стоял черный силуэт. За его спиной находилось большое окно, в которое ярко светило солнце, делая очертания мужчины в полупрозрачных обводах. Над мужчиной висело что-то темное, совершенно прозрачное, словно невесомая тень от развивающейся ткани на ветру. Разглядеть у колыхающегося пятна можно было лишь лицо. Данил не сразу узнал в этом лице Лилии, ее черты изменились почти до неузнаваемости. Большой, нет, огромный, раскрытый в хищном оскале рот с бесчисленным количеством мелких, острых, желтых по цвету зубов. Глаза представляли собой черные провалы, в которых бусинами играл красный огонь. Вместо носа темное отверстие, словно его срезали, обнажив череп человека. В этом лице не было ничего от прекрасно сложенного лика Лилии, но Данил каким-то чудом узнал ее. Тень над мужчиной дрожала, почти мгновенно перемещаясь то на правую, то на левую сторону от его головы. «Стреляй! Я не могу его долго сдерживать!» прозвучал грубый, очень низкий, словно из преисподней голос, и Данил нажал на спусковой крючок, продолжая смотреть широко раскрытыми глазами на монстра. Силуэт человека в дверях как будто сломали, он надломился и упал, словно выключенный робот. Полупрозрачное чудовище мгновенно переместилось внутрь комнаты, откуда раздался женский вопль. В сейфе, помимо ключей, Данил обнаружил оружие, несколько пистолетов, похожих на тот, что ему достался от охранника. Рядом с ними лежали по четыре снаряженных магазина. Схватив пару магазинов, Данил оставил сейф, на который тут же набросились его компаньоны, освобожденные им из подвала. Направившись к входной двери, Данил замер возле входа в гараж, где стоял его автомобиль. Мелькнула мысль, зачем бежать, когда можно ехать? «Лили, а как открыть ворота гаража? У меня есть от них ключи?» Спросил он пустое пространство перед собою, позвякивая связкой ключей в руках. Ответ прозвучал откуда-то сверху, прямо с потолка. «В сейфе есть брелок от автоматических ворот, но они заблокированы дедом с собаками снаружи, так что все равно придется сперва выйти через входную дверь, заблокировать автоматическую дверь ворот, затем забрать у деда ключи от основных, уличных ворот, чтобы покинуть эту территорию», быстро сообщила Лили. Пришлось возвращаться опять к сейфу, который его напарники изрядно опустошили. Стоя рядом с сейфом, они распихивали оружие, боеприпасы по своим карманам, внимательно, с надеждой наблюдая за Данилом. На полу валялись разбросанные бумаги и документы, среди которых Данил быстренько нашел свой паспорт, водительское удостоверение, документы на автомобиль. «Дальше что будем делать?» Приняв лидерство Данила, спросил покалеченный мужчина. «Прорываться», просто ответил Данил, ковыряясь в глубине сейфа в поисках брелока от ворот гаража. «В смысле прорываться?» задал настороженный вопрос второй бывший узник. Сюда направляется группа поддержки, охрана успела подать тревогу. Данил прикрыл глаза, словно он о чем-то думает, затем продолжил. «Группа примерно 5-6 человек, вооружена. Нам необходимо взять мой автомобиль и на нем попытаться покинуть данное негостеприимное место, но в случае необходимости придется отстреливаться». У мужчины расширились глаза, он точно не ожидал данного поворота событий. «В смысле отстреливаться?» «Да вы в своем уме, это же бандиты, кто мы такие против них?» «Вот я простой бухгалтер, какой из меня боевик, мать вашу!» Последние слова он прокричал, затем с надеждой спросил. «Может, все-таки в полицию позвоним?» «Хочешь, оставайся, а я после того, что они со мной сделали, готов на любой кипиш, лишь бы убраться отсюда подальше», ответил вместо Данила покалеченный мужчина, затем, посмотрев с любопытством на Данила, спросил. «А ты откуда все это знаешь? Странный ты какой-то, разговариваешь сам с собой постоянно». Данил ничего не ответил, так как нашел брелок серебристого цвета, на котором имелся логотип ворот с двумя кнопками, после чего сразу направился к входной двери. «А полицию мы не можем вызвать, так как тут телефоны не работают, на крыше где-то глушилка для мобильных стоит, и у нас нет времени, чтобы ее искать, затем полицию ждать. К тому времени, пока сюда полиция доедет, нас аккуратно прикопают», грубо ответил Данил, подходя к входной двери. Открыв один замок на двери, Данил услышал позади прозвучавший хлопок выстрела, затем еще два почти синхронно. Повернувшись, он увидел довольного собой с заплывшим глазом пленника. «Баба спустилась, хотела подстрелить нашего бухгалтера, да не попала, я ее вальнул», удовлетворенно сообщил он. Он понял, что психолог предпринял отчаянную попытку их остановить, но, по всей видимости, неудачно. Что сподвигло эту женщину поступить так опрометчиво, даже не хотелось думать. Данил продолжил открывать входную дверь. Уже возясь с последним замком, он спросил Лили, «Ты готова заняться собаками?» Слыша, как за дверью надрываются лаем несколько сторожевых. «Уже занимаюсь», ответ прозвучал откуда-то сверху. Предупредив своих товарищей по несчастью о том, что их ждет за дверью на улице, Данил приготовился открыть дверь. Двое бывших узников подземелья встали у Данила за спиной, держа пистолеты на готове. В их задачу входило пристрелить собак, которых Лили по каким-либо причинам не сможет нейтрализовать. Собравшись с духом, глубоко вздохнув, Данил толкнул входную дверь от себя. На улице была хорошая погода. Яркое солнце отлично освещало территорию вокруг. Поэтому Данил сразу увидел пожилого мужчину в коричневой бейсболке, пытавшегося удержать собак, которые вместо того, чтобы кинуться на выходящих из дому людей, пытались разбежаться в разные стороны, поджав хвосты. Вокруг слышался визг испуганных псов, в одночасье из грозного оружия, превратившихся в трусливых щенят. Мужчина в кепке растерянно пытался удержать своих питомцев за веревки, при этом громко на них покрикивая. Оглушив Данила, прямо над духом раздался звук выстрела. Затем еще несколько, заставив его шарахнуться в сторону. Пожилой мужчина упал, а собаки, получив свободу, разбежались в противоположные стороны, трусливо повизгивая и пытаясь прятаться. «Все, готов, дядя! А собачки разбежались!» прозвучал глухой голос рядом. Данил повернулся на звук. На него смотрел лиловый заплывший глаз, разбитые синие губы улыбались. В голове пронеслась мысль, что этот покалеченный узник совсем не прост. При других обстоятельствах Данил обязательно расспросил бы этого человека, кто он, чем занимался до всего этого. Но сейчас на это не было времени. Ворота гаража были заблокированы с помощью толстой цепи, которую просто намотали на специальные дужки, куда вешался замок. Подняв ворота, Данил опять столкнулся с двумя мертвыми охранниками, лежащими на полу. Они напомнили о недавних переживаниях вследствие этого. «Чего замерз? Шевелись! Бандиты уже близко!» Обгоняет Данила, сообщила Лили, выводя его таким образом из ступора, в который он погрузился, увидев мертвые глаза убитого им охранника. Она приняла обычный вид, переоделась в одежду, подходящую для улицы, где было прохладно. К своему автомобилю Данил подошел с трепетом, были опасения, что его привели в неисправность. Из салона машины выгребли все, не оставив ничего без внимания. Несмотря на это, в замке зажигания, машина завелась легко. «Прыгайте назад!» крикнул своим спутником Данил, так как на переднем пассажирском сидении расположилась Лили. Естественно, напарники не видели тульпу, поэтому немного опешили, особенно тип с подбитым глазом и перебинтованной рукой. Он уже навострился сесть рядом с Данилом. Но спорить никто не стал. Залезли на заднее сидение, которое было свободно. Все вещи были изъяты из автомобиля для тщательного их исследования. Искать их в доме не было времени, да и не было среди них таких, без которых нельзя было обойтись. Жизнь всегда дороже. Спокойно покинув территорию дома тюрьмы, расположенного в степях на Атшибе, Данил направил автомобиль по единственной асфальтированной дороге в ту сторону, куда указала Лили. Проезжая через населенный пункт, больше напоминающий дачный массив, навстречу им проскочил УАЗ «Патриот» черного цвета. Лили безошибочно угадала, что в нем находится шесть вооруженных автоматическим оружием мужчин. Данил прибавил газу и выехал на знакомое шоссе, повернув в сторону Ростова на Дону. Странное дело. Но после того, как Данил удачно сбежал из дома вымогателей в Волгоградской области совместно с двумя мужчинами, которых высадил по их просьбе в Ростове, его никто не преследовал. Наверняка в доме, утыканном видеокамерами, велась видеофиксация, а следовательно, прибывшие на подмогу боевики могли воочию наблюдать чертовщину, происходящую там до их приезда. Только так мог объяснить себе Данил, почему за ними не погнались по трассе, отпустив их в освояси. Бонусом и подтверждением того, что все действия в том доме были незаконны, было то, что все его банковские счета и интернет-кошельки оказались доступны. Сам же Данил, несмотря на то, что ему сказочно повезло, только лишь с помощью Лилии вырваться из цепких лап бандитов, более свою судьбу испытывать не желал, поэтому решил как можно быстрее свалить из страны, что немедленно прямо из Ростова-на-Дону и сделал. Данил не стал заезжать снятые им в Ростове-на-Дону шикарные апартаменты, справедливо полагая, что вымогатели, фальшивые ФСБшники, наверняка знают, что он взял в аренду на месяц двухэтажный особняк. Ночевал в гостинице недалеко от аэропорта, пока одна из туристических фирм оформляла необходимые для выезда в Италию документы. Стараясь постоянно находиться среди людей или зарывшись в номере отеля, он все равно нервничал, подозревая, что за ним ведется слежка. Но на его счастье про Данила забыли. Никто не пытался следить за ним или захватить опять в плен. Лили также не подметила никаких подозрительных движений вокруг его скромной персоны. В течение почти двух недель, что Данилу пришлось ожидать визу, он занимался привычным для него делом, а именно резвился с Лили. Таким образом, со слов самой девушки, восстанавливал ее своей энергией, так как ей пришлось изрядно подсадить свою батарею, воздействуя на людей в том злополучном доме. Лили сильно изменилась после тех событий, стала более серьезной и задумчивой. А Данил никак не мог выбросить из своей головы тот демонический образ Лили, что висел над головой живого ФСБшника. Иногда ему казалось, что именно так и выглядит на самом деле Лили, а то, что перед ним всегда ухоженная, великолепно сложенная девушка, это всего лишь образ, навеянный его фантазиями. Это стало превращаться в навязчивую идею, порождая в его душе страх. Сама Лили, словно в подтверждении его мыслей, начала меняться, постоянно вспоминая, каким он был вкусным, когда бежал по полю от бандитов. При этом она смотрела на Данила загадочно, как будто что-то планируя за его спиной. Это произошло перед самым вылетом через Москву в город Генуя на севере Италии, где ему необходимо было перебраться из аэропорта на круизный лайнер с символичным названием «Oasis of the seas», что в переводе означало «оазис морей». На данном лайнере, проживая в шикарных апартаментах с балконом, Данил хотел погрузиться в себя, путешествуя по всем средиземноморским странам и городам. С помощью этого недешевого отдыха Данилу предстояло переосмыслить все происходящее с ним, подумать, чем он будет заниматься дальше в будущем, так как торговать на валютном рынке Форекс стало для него небезопасно, ведь как-то его вычислили вымогатели. Была мысль попробовать себя на новом поприще заняться ставками на спорт, то есть начать зарабатывать на тотализаторе, тем более он почему-то был уверен, что Лили и там сможет найти лазейки. Конечно, придется изучить этот вопрос, вникнуть, как эта система работает, понять, какие там возможности, но у него было полно времени и денег. Так вот, ночой перед вылетом последнюю ночь в отеле, сладко уснул на спине, раскинув в разные стороны руки и ноги, мог такое себе позволить, ведь кровать в номере, судя по ее размерам, была рассчитана минимум на двоих. Данил неожиданно проснулся посреди ночи. Из глубокого сна в полудрему его вырвало чувство беспокойства из-за того, что ему стало неуютно. Не открывая глаза, Данил прислушался к своим ощущениям, почувствовал тяжесть на своей груди. Вес, расположившегося в районе солнечного сплетения, был небольшой, словно там улеглась кошка, но кошки в его номере не должно было быть. Данил стал вспоминать, продолжая лежать с закрытыми глазами, закрыто ли у него окно, через которое могло проникнуть в помещение животное. Тут же отвергнул эту мысль, он точно помнил, что окна, как и двери, он всегда закрывал лично. Однако, что-то мягкое, теплое, все-таки расположилось в районе его груди. Про то, что это может быть проделкой Лилии, Данил даже не подумал, так как она никогда так не делала, всегда спала рядом, если в этом была необходимость. Открыв глаза, Данил уставился в потолок. В комнате была непроглядная темнота, хоть глаз выколи. Плотные шторы плохо пропускали свет с улицы. Хорошо выполняли свою функцию, закрывая возможность наблюдать посторонним зрителям, происходящее в номере отеля. Тогда Данил решил скинуть себя расположившийся чуть выше живота мягкий предмет, который вполне мог оказаться одеялом или подушкой. И мгновенно испытал сковывающий страх от своей беспомощности. Руки ему полностью не подчинялись. Как бы он не напрягал мышцы и сухожилия обеих рук, это приводило к нулевому результату, их словно у него отняли. Паника мгновенно охватила его разум, когда он понял, что помимо рук он также не может пошевелить ногами. Данил не потерял чувствительность своего тела. Он хорошо ощущал, что лежит на мягком матрасе, испытывал определенный дискомфорт от свалявшейся подушки под шеей, но вот пошевелить хотя бы одним мускулом своего тела не мог. Попробовал крикнуть, позвать на помощь. Стало понятно, что помимо своего тела Данил потерял еще и голос. Изо рта вырвался лишь воздух, не обладающий никакими звуковыми волнами. При этом во время попытки крикнуть, выпуская воздух из легких, тяжесть на груди увеличилась вдвое. Только сейчас Данил понял, насколько он находится в беспомощном состоянии. Прислушавшись к своим внутренним ощущениям, он запаниковал не на шутку. Как только понял, что помимо потери контроля над своим телом и голосом присутствует реально угроза его жизни. Ведь вдох давался с большой трудностью, а выдох наоборот получался легко. При этом тяжесть на груди мгновенно пропорционально увеличивалась, затрудняя следующий вдох. Приходилось сильно напрягаться, чтобы преодолеть все возрастающую тяжесть на груди, еще сильнее усугубляя и без того затрудненное дыхание. Воздуха с каждой секундой не хватало все больше и больше. Закружилась голова. Что-то давило на грудь все сильнее, тело совершенно не хотело подчиняться. Естественно, страх, паника достигли своего апогея. Данил яростно вращал глазами, не зная, как вырваться из данной западни. Наконец, когда он понял, что обмочился от охватившего его ужаса и страха, так как почувствовал горячую влагу на своих ляжках, он смог приподнять свое плечо от матраса. Практически теряя сознание, Данил осознал, что неизвестная сила, сковавшая его в кровати, по какой-то неведомой для него причине отпускает его. И он рванул, что есть силы, напрягая мышцы так сильно, что казалось, еще чуть-чуть и они порвутся. Это дало результат. Он почувствовал, что может сгибать ноги в коленях и шевелить ладонями. Данил опять попробовал закричать, чувствуя, что и дышать стало намного легче. На этот раз из его рта сорвался крик полной паники и истерических нот. Данил даже не узнал свой полный ужаса и рыдания голос. Настолько он ему показался визгливым. Непроизвольный сглаз полились рекой слезы облегчения. Он понял, что только что чуть не умер. Его организм уже начал освобождать себя от мочи и кала, которые рефлекторно полезли из него. Мышцы, сдерживающие все это внутри организма, в тот момент перестали работать. Но какое-то чудо или сложившееся обстоятельство спасли его. Что это было только что с ним, Данил не знал. Но мелькнула мысль, что может его нашли вымогатели и теперь воздействует на него, как он с помощью Лили воздействовал на людей в том злополучном доме. Лили! Все еще находясь в панике, крикнул Данил в темноту комнаты. Теперь ему удалось оторвать корпус тела от матраса и он принял сидящее положение. Тульпа появилась не сразу. Ее полупрозрачная фигура мелькнула в углу комнаты гостиничного номера и тут же исчезла. Лили! Еще громче позвал ее Данил, опасаясь, что его опять начнет душить невидимая сила, надеясь, что Лили сможет защитить его. Ощутить нехватку воздуха та еще пытка, вызывающая панические атаки на психику долгое время после ее применения. Тем более, если тебе перекрыли кислород не сразу, а делают это постепенно, с каждым выдохом сокращая порцию получаемого воздуха. Это практически физическая боль, страх, при которой зашкаливает во много крат. Не зря американцы применяют так называемую пытку водой, когда человека кладут на спину, связывают по рукам и ногам, кладут на лицо полотенце и поливают водой область рта и носовых отверстий. Человек при такой пытке испытывает удушье и ему кажется, что он тонет. Такая пытка убеждает человека, что он умирает, а это приводит к такой неконтролируемой панике, что все тело болит, выворачивает суставы, кажется, что внутренние органы оторвались внутри тела. Отсюда человек не может сразу нормально ходить, а его желудок опорожняется от содержимого, что с Данилой и произошло прямо в постели. «Лилии!» крикнул Данил в третий раз, вытирая свои губы от остатка в полупереваренной пище. В другом углу комнаты, как показалось Данилу, мелькнуло два красных огонька, которые мгновенно потухли, и из темноты вышла лилии. Ее глаза были закрыты, лицо сияло в блаженной улыбке, и Данил сразу понял, что недавно произошедший с ним инцидент, который чуть не лишил его разума, заставил нагадить в постель, испытать жуткую боль, это ее проделки. Она тоже поняла, что Данил догадался, так как ее лицо мгновенно покрылось красками смущения. «Дань, прости, но ты такой вкусный, когда пугаешься, в последнее время ты стал другой, секс у нас уже не тот, я не могу насытиться, прости», сев на краю кровати, Лилия добавила, «Пойми, я стала намного сильнее, мне теперь бы поддерживать себя в данной форме, мне тебя не хватает, я стала гораздо больше, сильнее, лучше, теперь я не могу довольствоваться тем малым, что раньше, я голодаю, а скоро этот голод станет невыносимым». Сперва Данил хотел накричать на Лили, обматерить ее последними словами, которые имел его словарный запас. Его останавливало лишь одно, после жестокой пытки у него невыносимо болело горло при малейшем напряжении, затем услышав объяснение Лили, понял, что это бесполезно. В данном случае требовались куда более действенные меры, чем просто сотрясать воздух. Тем более она права, в их отношениях что-то неумолимо изменилось, он стал более холодным к ней. Осознание, что Туль поможет полностью контролировать его, влияя на подсознание, практически создавая путем манипуляции желания, эмоции Данилы пугало, не давая полностью погрузиться в мир страстей. Воспоминание о лике демона над своей жертвой, подозрение, что именно так и выглядит Тульпа, сейчас ним занимающаяся сексом, надев маску симпатичной девы, никак не способствовало его расслаблению. «Ты понимаешь, что ты только что чуть меня не убила», громко сказал Данил. Девушка опустила голову, золотистые волосы упали ей на колени. Она, обхватив голову ладонями, искренне, как показалось, Данилу заплакала. Ее плечи подрагивали, волосы тряслись, и, наверное, если бы у нее были слезы, то участок кровати, где она сидела, покрылся бы влагой. Данил пытал только что, не могло иметь никакого оправдания. Он спрыгнул с кровати, которая пропиталась его мочой, и направился в душ, так как все тело было покрыто засыхающим ужином, который он изверг из себя после пытки устроенной лили. Смывая из себя свои экскременты, при этом матеряясь и с ужасом вспоминая недавнее событие, Данил немного успокоился. Вода все же подействовала на него благотворно. Выйдя из душа, он обнаружил лили на прежнем месте, все так же с поникшей головой. Не обращая на нее внимания, сдернул с кровати испачканный матрас, одеяло и подушку. Бросил все это на пол, подумал, как я завтра все это объясню работнице отеля, которая будет принимать у него номер. Что ты предлагаешь? Резко и жестко спросил Данил лили, скидывая грязное постельное белье, на котором сидела девушка, а затем добавил, но то, что произошло сегодня, не должно больше повториться, иначе я вынужден буду принять меры, лили. Ты слышишь меня? Я чуть не задохнулся, легкие до сих пор болят, ты понимаешь это? Трудно было сдерживать гнев и не наброситься на свою тульпу. Лили сидела на краю кровати, опустив голову, всхлипывала шмыгая носом, показывая всем видом, что она тоже расстроена эффективно притворялась. Ты, Дань, преувеличиваешь, я все контролировала от начала и до конца, так что тебе ничто не угрожало. Прости меня, я поняла, что допустила ошибку, заигралась и не повторю больше такого, но тогда нам придется вместе решить один щекотливый вопрос, как мне быть? Постоянно недоедать? Я уже не могу так, мне необходима пища, а ее источник это ты. Лили повернулась к Данилу, ее глаза были полны слез, а по щекам текли ручейки влаги, растворяясь в районе подбородка. Это неминуемо приведет к моим неконтролируемым подобным выходкам, так как на данном этапе моего развития я полностью завишу от энергии, что получаю от тебя. Мое тело стало намного сильнее, да ты это сам ощущаешь. Теперь я могу двигать небольшие предметы в физическом мире. Чтобы поддерживать такое эфирное тело, необходимо очень много энергии, которую ты мне не можешь дать в полном объеме. Что мне делать? Ведь я тоже живая. Последний вопрос тульпа выкрикнула. Думаешь, это легко ходить постоянно голодной, испытывать боль и жажду? Что мне делать? Данил внимательно слушал Лили и не знал, что ответить на ее вопросы, поэтому повторил свой. Хорошо, я понял тебя. Еще раз повторюсь, что ты предлагаешь? Но терпеть что-либо подобное я более не намерен. «Извините, у вас там все хорошо?» раздался голос горничной за двери. Данил понял, что он разговаривает с Лили на повышенных тонах. Пришлось выдворить женщину, сказав, что он репетирует роль. Все в гостинице думали, что он какой-то там актер, поэтому это вполне прокатило. Горничная ушла. «Есть один простой и в то же время очень эффективный способ, как меня кормить, не прибегая к использованию твоей энергии, Дань, с надеждой уставившись на Данила, начала говорить Лили. Этот способ древний как мир, им пользовались и до сих пор пользуются практически все, кто имеет свою очень сильную, как я, тульпу. Правда, нас, таких, как я, люди редко называют именно так, только сведущие, как ты, Дань, называют нас настоящим именем, а именно тульпа. Другие именовали нас богами, духами, идолами. Приносили нам жертвы, чтобы кормить нас, давая таким образом энергию, чтобы мы, в свою очередь, помогали им. Ты хочешь сказать, что для тебя необходимо зарезать барашка? Задаченно спросил Данил, стараясь в этот раз говорить потише. Если примитивно, то да, ответила Лили и продолжила. Но не все так просто. Понимаешь, жертвенное животное должен убить именно ты. Только так я могу питаться чужой энергией, полученной через кровь. Еще немаловажный факт. При заклании жертвы она должна как можно дольше мучиться. Лили скривилась, видя, как Данил открыл рот от удивления. Чем больше жертва мучается перед смертью, тем более качественную энергию я получаю. По-вашему лучше, более разнообразно питаюсь. Если еда качественная, то я становлюсь намного эффективнее в своей деятельности. Но естественно дольше могу удержаться до следующего приема пищи. Отсюда такие кровавые жестокие в древности, да и сейчас жертвоприношения. Просто сейчас сей факт тщательно скрывают. Но многие сильные мира сего, кто имеет свою тульпу по горло в крови. И кого я тебе в жертву принесу? Спросил с отвращением Данил и тут же добавил скептически. Голубя или может кошку? Девичья фигурка дрогнула, изображая кошку, подползла к Данилу прямо по матрасу, оставшемуся без постельного белья. Наблюдая за ее грациозными движениями, Данил обратил внимание, что натянутая ткань матраса под ее коленками и ладонями слегка, почти незаметно проминается. Сперва он хотел все это списать на свои галлюцинации, но вмятины оставались даже после того, как Лили передвигала свои кошек, а про птицу я вообще молчу. Это маленькие зверьки, и их жизненная энергия плохо подходит, чтобы накормить такое существо, как я. Можно, конечно, попробовать крупно-рогатый скот, я думаю, двух-трех больших быков мне хватит, но их очень трудно удержать, когда они подвергаются жестоким пыткам. Что обязательно мучать животное, прежде чем убить? Я на это не способен, ты же знаешь, Лили. А если я их просто пристрелю, сказал парень, чувствуя, как во рту появилась неприятная оскомина, только лишь от одной мысли, что кого-то нужно пытать. Лили, добравшись до Данила, привстала и, обхватив его за талию, потянула к себе. Непреодолимая сила толкнула Данила к кровати, в которую он уперся коленками. Это очень удивило. Прежде такой почти человеческой силы Данил не испытывал, взаимодействуя с Лили. А тут практически полный контакт. Видишь, какая я стала? Дотронься до меня. Лили прижалась к его груди. Ее мягкие завитушки волос защекотали нос. Данил аккуратно поднял свои руки и обхватил ее голову, чувствуя, как его ладони проваливаются сквозь шелк волос и смыкаются на голове девушки. Приложив немного усилий, он нажал на твердую плоть, чувствуя под ладонью мягкое ухо Лили. Раньше при небольшом нажатии на тело Лили руки проваливались в теплоту, приходилось обращаться с ней нежно. Теперь в его руках была самая настоящая человеческая голова. Опустив руки на плечи девушки, Данил присел, продолжая сжимать ладони силой, пытаясь провалиться сквозь полупрозрачное тело. Но это было бесполезно. Он упирался в очень мощное сопротивление, ощущая под пальцами нежную кожу Лили. «Дань, ты мне делаешь больно!» Эти слова отрезвили Данила. Он опомнился и принялся гладить те места, которые недавно пытался силой промять, преодолевая сопротивление нового тела Лили. «Вот видишь, как благотворно на меня влияет хорошая пища, и это еще не предел. Если ты мне поможешь, то я стану намного реальнее, чем ты можешь себе это представить». Лили говорила прямо в лицо ее жаркое дыхание на своей коже. «Если ты, Дань, просто пристрелишь быка или корову, неважно, то я получу пищу в человеческом эквиваленте, равную пшеничному зернышку. Согласись, что это очень мало. Придется целые стада стрелять, чтобы меня накормить, а это непрактично, дезотратно. Но даже если ты сможешь помучить крупное животное и убить его, то я все равно получу энергию, равную ложке вареного риса. Этого опять недостаточно, чтобы эффективно жить и работать. У животных есть эмоции, жизненная энергия, но по сравнению с человеческой она совсем жиденькая, а главное однотипная. Питаясь, например, одними быками или козами, я в конце концов начну чахнуть, терять силы. Ведь если бы ты питался одним хлебом и водой, не употребляя мяса, зелени, соусов, фруктов, овощей, то тоже бы долго не протянул. Организму необходимы витамины, углеводы, белки и многое другое. То же самое происходит и с нашим организмом. Нам необходимо питаться разной пищей. Страх, он как шашлык с весенним салатом под пиво или стейк с гарниром под выдержанные виски, очень питателен и энергии хватает надолго. Страсть, секс, как рыба или сыр с бокалом вина, тоже вкусно, но уже не так питательно. Длость можно сравнить с сэндвичем или гамбургером. Сытно, но если есть каждый день, то сам понимаешь. Лили замолчала, продолжая смотреть в глаза Данилу. В ее взгляде читалась надежда, вера в то, что Данилу все по плечу, но, несмотря на это, Данил отрицательно помотал головой. Лили, я не могу пытать, мучить бедных животных. Нет, это не ко мне, ты же знаешь. Максимум, что я могу оторвать крылья у мухи или прихлопнуть комара, и то это только потому, что они не мычат, не кричат от боли. Хладнокровно замучить животину до смерти, не, я на это не способен. Ты прав, Дань, я знаю тебя, поэтому уверена, что ты сможешь. Ведь если ты не поможешь мне, то я умру. Ты же не хочешь, чтобы я мучилась, страдала, а потом умерла ужасной смертью. Ее глаза наполнились влагой. Бездонный, завораживающий колодец зрачков приобрел голубоватый оттенок, вызывая ощущение бескрайней жалости, желание заботиться о Лилии, помочь ей, невзирая ни на какие препятствия. Сама мысль о том, что его богоподобная Лилии может страдать от его бездействия, приводила в ужас. Неожиданно захотелось прямо сейчас приступить к действию. Тем более я не прошу, чтобы ты приносил эти жертвы всю свою жизнь. Мне достаточно преодолеть барьер, и дальше я смогу обходиться без твоей энергии и твоего участия. Мило улыбнувшись, добавила она и нежно поцеловала Данила в губы. Он почувствовал на своих губах солоноватый вкус ее слез. Что-то накрыло Данила, и он не смог оторваться от ее поцелуя, чтобы задать вопросы, что бились, словно испуганной лошади, на задворках его сознания. В его голове роились мысли, сколько жертв ей необходимо, чтобы участие Данила больше не требовалось для поддержания жизнедеятельности Лили. Если Лили не устраивает жертвы в виде животных, которых необходимо замучить до смерти, то что тогда ей требуется? Неужели она имеет в виду, чтобы Данил замучил человека? И последнее, что будет с ним, когда Лили окончательно отсоединится от подсознания Данила и сможет самостоятельно передвигаться по земле, питаться и жить? Теперь стало понятно, почему человечество так трепетно всю свою историю относилось к человеческим жертвоприношениям, считая их наиболее ценными для богов. Открылась тайна столь жестокого, отвратительного, беспощадного поведения людей по отношению к себе подобным. Концентрационные лагеря в нацистской Германии и не только. Жертвоприношения цивилизации майя, когда у живой жертвы вынимали сердце из груди, издевательства над своими пленными во время войн, многочисленные исчезновения людей, особенно детей, как в прошлом, так и в современном обществе, и многие другие зверства человека над себя подобными. Теперь слова Иисуса из Назарета, он же Иисус Христос, звучали совсем по-другому. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Этот секс был особенным. Данил находился словно в тумане, не понимая, что происходит. Наслаждение накатывали раз за разом, он потерял счет времени. Сколько это длилось, можно было лишь предположить. Они отлипли друг от друга лишь тогда, когда в комнате стало светло от вставшего на улице солнца, лучи которого с трудом пробивались сквозь плотные шторы. Тяжело дыша, они продолжали смотреть друг на друга, счастливо улыбаясь, испытывая приятную усталость и опустошенность. В самолете Данил спал, как убитый, без сновидений. Его разбудила стюардесса, попросив пристегнуться, так как самолет пошел на посадку. Под крылом была Москва. В Москве пришлось ждать пересадку целых два с половиной часа на другой самолет, отправляющийся в Италию. Данил, не торопясь, успел неплохо перекусить в ближайшем аэропортовом ресторане, отшив при этом ухоженную девицу с шикарными формами. Таких женщин без труда можно встретить в дорогих заведениях. Их специализацией является охота на богатых папиков или их щедрых отпрысков, за кого она, по всей видимости, и приняла Данила. Данные женщины всегда выглядят на пять по пятибалльной шкале. Ухоженные, безумно дорого одетые, в меру умные, а главное, готовые на многое за ваши деньги. Но знала бы она, как выглядит у бога, дешево и вульгарно по сравнению с Лили, сидящую с ним за столиком напротив. Конечно, девица не видела Лили, поэтому ей не пришлось ретироваться с позором. Поэтому она, томно улыбнувшись, с намеком типа «Если что, я тут неподалеку», обдав дорогими духами, ушла поболтать с барменом. Данил даже рассмеялся на пару с Лили, провожая взглядом неудачницу сегодняшнего дня, наверняка выглядя в глазах подкатившей, как сумасшедшей. Поговорить со своей тульпой во время дороги, перелетов не представилось возможности. Они всегда находились среди людей. Поэтому, как только он попал на лайнер и закрылся в своей каюте, тут же, не откладывая в долгий ящик, перешел к разговору с Лили. Его давно мучили вопросы, на которые у него не было однозначных ответов. «Лили, что ты имела в виду, говоря о том, что ты не можешь питаться долгое время энергией убитого животного, даже если оно такое крупное, как бык?» – обеспокоенно спросил Данил, понимая, что мучить животное он все равно не сможет. Поэтому необходимо было попытаться найти альтернативы этому живодерству. Лили, поняв, куда клонит Данил, мгновенно сделала жалостливый вид и попыталась найти взгляд мужчины. Помня, что в гостинице в Ростове-на-Дону она заворожила его, можно сказать, заколдовала, не дав слишком сильно вникнуть в данный вопрос, Данил опустил глаза, уставившись на пол каюты и стараясь не смотреть ей в глаза. «Чтобы я как личность могла развиваться, а также поддерживать свои возможности существа, не имеющего изначально твердой оболочки, мне необходима не простая энергия, а лучшая энергия, что существует в этом мире. Не будешь же ты подключать свой тюк к полуторавольтовой батарейке, там нужен гораздо больший ток, да и природа того электричества иная». Видя, что Данил не понимает ее, Лили встрепенулась. И начала объяснение, которое гласило о том, что есть отличные человеческие примеры. Люди рождаются воплоти, их душа вынуждена развиваться в телесной оболочке всю свою земную жизнь. Насколько душа застряла в теле зависит от воли Создателя. Но чтобы душа развивалась гармонично, телу необходимо питаться, желательно хорошо питаться. Как говорят, в здоровом теле здоровый дух, и это недалеко от истины. Редко встретишь голодного человека, который является сосредоточением добродетелей. Имея возможность жить не впроголодь, а в достатке, у человека появляется перспектива прожить насыщенную, качественную жизнь, при этом развиваясь всесторонне, меньше сталкиваясь со стрессами, что калечит не только тело, но и дух. В таком теле душа получается самодостаточной, сильной, полностью развитой, такой, какую хотел изначально видеть Создатель. Но чтобы это произошло, телу необходима пища. Только поэтому человек за всю свою жизнь убивает миллионы различных живых организмов, начиная от растений и заканчивая животными, рубит деревья, занимается сельским хозяйством, при этом употребляя в пищу живые зерна, корнеплоды, скармливая их же животным, которых тоже убивают, чтобы употребить в пищу. Все это для него сотворил Создатель, обеспечив заранее всем необходимым, чтобы душа человека могла развиваться в относительной безопасности. Даже если ты живешь в городе и считаешь, что все эти убийства тебя не касаются, так как ты лично никого не убивал, ты будешь огорчен, употребляя в пищу продукты питания, купленные в магазине. Ты покровительствуешь планетарной индустрии смерти. Все ради одного, чтобы поддерживать жизнь в своем теле, где находится драгоценная душа. Приходит время, и человек покидает тело, оставляя его на земле. Тело, которое он так долго вскармливал, столько лелеял. Все ради того, чтобы предстать перед Создателем полностью развитой личностью. Душа – это сложный набор разных энергий, заключенных в духовную оболочку. Эту оболочку тоже называют телом, только духовным. Так вот, тульпы претерпевают совершенно обратную метаморфозу. Они рождаются энергией, что состоит из той же ткани, что и душа. Сперва они – пустая оболочка, не имеющая разума. Разумом их наделяет Создатель. В ее случае это он, Данил. Ей тоже, как и людям, необходима пища, чтобы жить, чтобы развиваться. Только их пища – это энергия Создателя или энергия, созданная усилиями Создателя. Им Бог дал целую планету, чтобы расти и развиваться. Ей Он дал только тебя. Естественно, чтобы ей пройти все стадии и возродиться в теле, необходимо много пищи и времени. Если со временем у нее с ним все хорошо, то с ее рационом возникли существенные проблемы. Ей необходимо очень много пищи, гораздо больше, чем он может дать. Животные могут на какое-то время поддержать ее в стабильном состоянии, но это короткий отрезок времени, а о дальнейшем развитии не может быть и речи. Чтобы она выжила, могла радовать его, помогать ему, необходимо пойти на крайние меры. Я тебя правильно понял, Лили, ты мне предлагаешь замучить, а затем убить человека? Испуганно спросил Данил, зная ответ заранее. Но у них не было другого выхода. Если они хотели, чтобы она оставалась на том уровне, на котором сейчас находилась, а в будущем стала еще сильнее и лучше, то ему придется пойти на такой шаг. Взамен она сделает его очень богатым и практически неуязвимым перед любой опасностью. Она сможет добровольно нести и с радостью отдавать ему все блага этого мира. Люди будут боготворить его, что бы он ни делал, какую бы чушь ни говорил. Но если они не пойдут на данный шаг, то его тело не сможет выдержать ее возросший аппетит. И они, к сожалению, погибнут оба. Он должен понять, что этот шаг вынужденный для них обоих. Иначе их ждет гибель. Голос Лили звучал так убедительно, так сладко, что казалось, это единственно правильное решение. Данил понял, что Лили опять воздействует на его подсознание, внушая ему, что ее слова это единственная истина. «Ты съел охранника и ФСБшника, которых я лично убил?» спросил он неожиданно. Тульпа тяжело вздохнула. И да, и нет. Фактически, она, конечно же, не ела. Тот всплеск энергии перед их смертью был вызван его руками, и она стала ей доступна в какой-то мере. Сперва она была на голодном пайке из-за того, что он был в клетке, и она не могла подзарядиться. А потом, за короткий промежуток времени, ее оказалось слишком много. А так как Тульпе необходимо было тратить энергию в усиленном режиме, воздействуя на лярв, ковыряясь в памяти тех, кто его заточил в подземелье, то Лили, не задумываясь, схомячила сразу двух и, естественно, переела. Это как сидеть на наркоте, а потом вынуждена перекумариться. Доза сразу увеличивается в два раза. Теперь у нее нет возможности отыграть в обратную сторону. Трансформация назад невозможна. Он же не может вот так за здрасте стать ниже ростом или помолодеть фактически лет на десять. Вот и у них это практически невозможно. Вернее, не так. Это возможно, но не факт, что получится, так как этот процесс сопровождается ужасными болями, такими, от которых тульпа, скорее всего, растворится в энергетическом поле. Естественно, перед предстоящей голодной смертью, испытывая такие боли, что и не снились человеку, она может спасать, более того, тронуться умом, обезумить, после чего напасть на него, как на единственный реальный источник питания. В таком состоянии она начнет бесконтрольно давить на него, высвобождая как можно больше энергии. Этого все равно будет недостаточно, и тульпа будет делать это все чаще и чаще, в конце концов, погубит его, а без него она станет непрекаянным духом, потерявшим разум, что фактически для нее будет означать смерть, грустно сказала Лили, тем самым подтвердив мысли Данила. Лили, нужно найти другой выход. Данил посмотрел на Лили, столкнувшись с ее взглядом, внутри бездонного голубого колодца, где-то в кромешной тьме ее глаз горел красный огонек. Я тебе серьезно говорю, я не смогу замучить и убить человека, сбросив на вождение, почти взмолился Данил. Лили промолчала, отвела взгляд, встала с кровати, подошла к балкону и растворилась в воздухе. Данил крепко задумался, а поразмыслить было над чем. Его знания о тульпах, невидимом мире духов, что был вокруг людей, не хватало. Нужен был совет, совет человека, разбирающегося в данном вопросе, желательно на уровне эксперта. Естественно, он не мог позвонить маме или друзьям. Имя Анзан всплыло в памяти неожиданно. Он совсем забыл о своем старом друге-монахе. Анзан наверняка сможет помочь, посоветовать, что делать, как быть, как найти альтернативный источник питания для Лилии без всех этих маниакальных тем. Но как увидеть его? Спрыгнуть на ближайшие остановки большого корабля, добраться до аэропорта и долететь до Китая? Такой расклад тоже был приемлем, только времени на это уйдет много. А если рискнуть, тем более он ничего не теряет, и связаться с ним через Вондер? Неплохая идея. Вот если не получится, тогда можно осуществить первый план, который точно сработает. Но раз до первой остановки плыть целые сутки, лайнер никуда не торопился, шел по волнам Средиземного моря лениво, не спеша, давая возможность своим пассажирам насладиться в полной мере морским бризом, теплым солнцем, при этом потратить как можно больше денег в магазинах, казино Oasis of the Seas, то почему бы не попробовать? Данила лег на большую кровать, что стояла в каюте для молодоженов, закрыл глаза и попытался представить себя парящим над пустыней. Тропический лес вокруг небольшого озерка или прудика, окруженный пышущей жарой пустыни щебетал множеством разнообразных птиц. Густая растительность покрывала весь ландшафт небольшого оазиса. Скинув толстую лиану с установленного на берегу большого плаката, на котором были написаны красивым каллиграфическим почерком логины и пароли его финансовой безопасности, Данил задумался, а как попасть в вонде Ранзана или позвать его к себе в оазис? Вспомнил, монах говорил, что вполне достаточно позвать его, находясь в своем вонде Ранзана. Вонде Ранзана собравшись с духом, Данил неуверенно крикнул в сторону леса, что превратился в непроходимые джунгли во время долгого отсутствия своего создателя. «Анзан!» Эхо пролетело над макушками пальм, спугнув несколько экзотических птиц с ярким оперением. Ничего не произошло. «Анзан! Ты мне очень нужен!» В этот раз крикнуть получилось гораздо увереннее. Наверное, этот способ был недейственен. Данил кричал долго, прохаживаясь вокруг озера. Кричал в лес, в воду, даже взмыл над оазисом в небо и звал монаха, находясь на высоте птичьего полета. Хотел был опуститься на дно озера и попробовать позвать друга и наставника на его дне, но вдруг вылетел из вондера, словно его оттуда вывел заранее заведенный будильник. Резко открыв глаза, Данил уставился на искусно украшенный золотой плиткой зеркальный потолок. Что его выкинуло из вондера? Было непонятно, так как он точно не заводил будильника. В дверь каюты раздался настойчивый громкий стук, сразу раскрылась причина столь молниеносного покидания оазиса. С трудом приподнявшись, Данил подождал, когда еще раз постучат, чтобы понять, не привиделось ли ему. Повторный удар по двери привел его в чувство, заставил спрыгнуть с постели и подойти к двери. Сперва он хотел спросить, кто там на русском, но тут же вспомнил, что он на ланере, принадлежавшем англоязычной компании, и не факт, что его поймут. Как спросить то же самое на английском, Данил затруднялся сказать, поэтому просто открыл дверь. На пороге за дверью никого не оказалось. Данил выглянул в длинный коридор, устеленный золотистым ковром, чтобы посмотреть, кто же все-таки стучал в дверь. Голова провалилась сквозь мягкую картинку. Перед глазами возникла каменная, грубо обработанная брусчатка, вместо украшенного в золотые тона коридора корабля. Он сразу узнал храмовый комплекс Джокханг. Стало понятно, что Данил до сих пор находится в Вондере, только не в своем. Он попал в гости к Канзану. Люди вокруг отсутствовали. Каменное строение, дорожки, лестницы пустовали. Это было непривычно, так как в Джокханг всегда было полно народу. Пройдясь немного вперед, Данил оглянулся, каюта исчезла за его спиной. Вокруг была полная тишина. Ни ветра, ни пения птиц, ни вездесущих шарка, ни ног по каменной брусчатке. Анзан в поле зрения отсутствовал, и поэтому Данил попытался позвать его, нарушив почти осязаемую тишину вокруг. «Здравствуй, Данил!» послышался голос монаха в ответ на призыв Данила. По лестнице в его сторону поднимался старый друг Канзан. Он приветливо улыбался. «Куда пропал? Пытался не раз с тобой связаться, но ты закрылся, не достучишься!» Монах протянул свою мозолистую ладонь для рукопожатия. Данил понял, что лететь в Китай теперь не надо. Он смог встретиться с Анзаном посредством Вондера, хотя так до сих пор не понимал, как это работает. Монах пригласил старого друга из России на их старое место, где Данил познал, что такое Вондер, впервые услышал о тульпах. Там, на камнях, уже была расстелена прозрачная клеенка, на которой стоял знакомый чайник с пиалами вокруг, корзина с твердым сыром и пресными лепешками. В этот раз горькая темная жидкость показалась божественной по своему вкусу. Насладившись простой едой и горячим напитком, Данил наблюдал за заходящим солнцем. Настало время для общения. Ну, рассказывай, как там твоя тульпа? Получилось? Хотя я и так вижу, что получилось. Как назвал свою новую подругу? Улыбка монаха была доброй, располагающей к теплому общению. Пришлось Данилу выложить все без утайки, все, что с ним произошло за последние полгода, акцентировав особое внимание на последних событиях, пожеланиях Лили. Он поведал о своих переживаниях по этому поводу. Анзан слушал внимательно, не перебивал Данила. Его лицо стало сосредоточенным, даже обеспокоенным, когда речь зашла о том, что Лили хочет, чтобы Данил убил человека, перед этим замучив его, объяснив это якобы необходимостью совместного выживания. Я говорил тебе, что слишком подвижная тульпа всегда проблема, но ты не послушал меня, к сожалению. Ну да ладно, в данное время есть проблема посерьезнее. Твоя Лили сказала тебе правду по поводу своего рациона питания, а с течения обстоятельств повысили ее аппетит до безобразия. Была бы она камнем мудрости или древом счастья, все было бы куда проще, но тогда бы она не смогла тебе помочь в том подземелье. Только за счет своей мобильности, сильного тела, которое ты создал для нее, ума, смекалистости, которыми ты ее наделил, она смогла так эффективно помочь тебе. Правда, как я понял, ты сам, не желая того, дал Лили и то, что ей никак нельзя было пробовать, а именно смерть. Смерть это очень плохая энергия, темная, хоть и необходимая в нашем мире. Вкусив столь сладкий плод, тульпе тяжело остановиться, и она не отступится, будет требовать еще и еще, загоняя тебя, твою душу в ад на земле. Да и после смерти тебе не будет покоя. Выход только один – уничтожить сам источник проблемы. Но это сделать совсем непросто. Как я тебе говорил, убить тульпу практически невозможно. Это бестелесное, почти вечное существо. Что так все плохо? Данил посерел лицом, затем задал еще один вопрос с надеждой в голосе. Может есть способ понизить ее аппетит? Ну, как там Лили говорила, пройти обратную метаморфозу, чтобы она стала меньше и ей хватало той энергии, что я ей давал до этого. Правда, она говорит, что это очень болезненно для нее. Монах внимательно посмотрел на Данила. Твоей Лили не нужна никакая метаморфоза. В этой части она тебе нагло соврала, а если она начала врать, то плохи твои дела. Увидев озадаченный вид Данила, он продолжил, приводя пример об особенностях питания людей и духовных эфирных сущностей, твоя Лили подводит тебя к тому, что ей необходима какая-то особенная пища. На самом деле это грубая манипуляция, которая такие, как она, прибегает очень часто. Тульпы даже могут пойти на беспрецедентные действия, такие, как запугивание, шантаж, физическое давление на своего создателя. Но ты это уже знаешь, лично на себе ощутил. Попытка удушить это наиболее частый, известный прием физического воздействия. Еще есть такое, как запугивание, путем переноса мелких предметов, их исчезновения, изменения их целостности, создания неожиданного звукового эффекта, резкий шум или крик. Помолчав немного, Анзан продолжил. Я тебя заверяю. Твоей лилии вполне достаточно того, что ты ей даешь. Но она, попробовав на вкус смерть, теперь не хочет довольствоваться малым. Ей, как любому эгоистичному капризному существу, тем более ассоциирующему себя с женским полом, наделенного чертами характера именно этого гендера, хочется большего. А значит, для достижения своих целей и желаний можно пойти на ложь, манипуляцию и шантаж. Вряд ли теперь лилия становится. Тебя ждут тяжелые времена, если ты, конечно, не примешь меры. Мне даже страшно спрашивать, что это за меры, тяжело произнес Данил, глядя на никогда не заходящее за горы солнце в вондере Анзана. Я к ней так привык и стольким я обязан, что мне становится не по себе от мысли остаться без нее. Мне даже кажется, что я люблю ее. Что мне делать, Анзан? Монах налил напиток в пиалы, пригубил свою и, продолжая наслаждаться дивным видом в низине гор, грустно произнес «Понимаю тебя, мой друг». Уничтожение своего создания для большинства адекватных людей равноценно убийству своего родного чада. Это очень тяжело, несет практически невыносимую физическую и психологическую боль. Многие, столкнувшись с этим, не выносят тяжкий груз и предпочитают погибнуть сами, лишь бы не брать на себя эту ответственность. Ты должен понять, Данил, что созданный тобой джинн, хоть и является духом от духа твоего, вышел из-под твоего контроля. Теперь Лили представляет реальную угрозу для тебя и даже вполне возможно твоих близких. Не забывай, что она может перейти на шантаж, влияя на лярв твоих близких, друзей, партнеров, как это сделала с бандитами, что захватили тебя и пытались вытрясти твои банковские счета. А на моих лярв она может влиять? Лили сказала, что лярвы есть у всех, в том числе и у меня, забеспокоился Данил. Она права, лярвы есть у всех живых существ на земле, в том числе и у нас с тобой, но эфирные существа не терпят конкуренции, поэтому я просто уверен, что твоя лили почистила твоё биополе очень хорошо. Так что в этом вопросе тебе ничто не угрожает. Она сама для тебя ополчиться, поэтому я дам тебе кое-какие знания, чтобы ты знал, как их уберечь и к лили. Ну да ладно, продолжу по поводу того, что ты испытываешь сомнения, угрызения совести и привязанность к лили. Монах ещё раз отпил из пиалы и продолжил. То, что произошло с тобой в номере отеля, я имею в виду не великолепный секс, про который ты мне рассказал, а попытку удушить тебя, напугать до смерти, это всего лишь цветочки. Ягодки не заставят долго ждать, если ты, конечно, не уступишь ей, тогда она затаится на время и даже выполнит все свои обещания, подсаживая тебя на богатство, тщеславие, праздность, от которых тебе будет очень тяжело отказаться. Тогда её аппетиты возрастут, и ты будешь вынужден удовлетворять все её прихоти. Тем более ты к тому времени убьёшь не раз, то есть переступишь порог бездны, сожжёшь мосты, уничтожишь в себе человека своими бесовскими поступками. Но если не уступишь ей, не удовлетворишь её жажду, то тульпа покажет себя во всей красе. Удушение во сне самое малое, что она с тобой сделает. Люди вокруг, друзья, родственники начнут болеть, умирать вследствие болезней, несчастных случаев, роковых совпадений. Сам ты будешь постоянно себя чувствовать уставшим и больным. Всё это Лили будет списывать на то, что она, дескать, голодает и всё такое. Жизнь превратится в кошмар. Ни денег, ни здоровья, кругом одни проблемы, невезение и пустота. А она будет непрерывно давить на тебя, убеждая в том, что она стала слабой от голода. Из-за этого не может тебе помочь, хотя вроде как и хочет, да вот сил нет. Доведет тебя до такого состояния, когда ты сам захочешь кого-нибудь убить, лишь бы прекратить такое жалкое существование. Наверняка спросишь, как так получилось, почему она стала такой? Ответ простой. Лили попробовала одну из самых противоречивых энергий, каковой является смерть. Эта энергия такая же сильная, неотвратимая, как сама жизнь. Можно сказать, что Лили вкусила запретный плод, как Ева из книги Бытия, соблазненная хитрым змеем. В христианстве сатана, змей, смерть синонимы, поэтому можно сказать, что Лили, познав вкус смерти, стала демоном, бесом, чертом, злым джином. Теперь она не остановится ни перед чем, чтобы получать энергию смерти постоянно. Естественно, только тебе решать, как поступить в данной ситуации, но я тебе рекомендую убить Лили, даже если это будет очень тяжело для тебя. Взгляд монаха был жестким, губы превратились в узкие полосочки. Как это сделать? спросил Данил, чувствуя, как его голос дрожит. Есть всего два способа. Первый умереть самому. И второй ритуал номер семь, ответил Ланзан. Затем, предвещая вопросы Данила, продолжил. С первым все понятно. Твоя физическая смерть лишит Лили так необходимой для нее пищи, которая на данном этапе энергопотребления является значительной. Это приведет к тому, что она буквально растворится в пространстве, станет скитающимся духом, непрекаянным привидением. В более поздний период, если она получит от тебя то, что желает, проживет, поддерживаемая тобой более двух лет, что является совершеннолетием для тульпы, могут возникнуть более существенные проблемы. Она преобразится, у нее появится новое тело, более сильное, чем сейчас. Твоя смерть не уничтожит ее. Более того, она сама попытается избавиться от тебя. Это был ответ Данилу на вопрос, мучивший его, что будет с ним, когда Лили перестанет нуждаться в нем, как в первоисточнике пищи. А второй, понимая, что первый для Данила не подходит с надеждой с Проселон, монах начал издалека. Давным-давно, на заре веков, когда все только начиналось, у одного шахиншаха, что означает царь царей, была армия из джинов. Это были тоже тульпы, только высшего порядка. Такой станет твоя Лили, если получит от тебя требуемое. Так вот, шахиншах не зря назывался именно так. На то были веские причины. Царь царей постоянно вел войны, захватывая все новые поселения, страны, острова и континенты. Подчиняя себе других властителей, требуя от них не только обычный налог, но и человеческий, а именно покоренные народы были обязаны предоставлять в горем шахиншаха определенное количество дев, а в армию юношей. Поговаривали, что из гарема постоянно слышались душераздирающие крики умирающих людей. Армию шахиншаха никто не мог победить, даже если его армия из живых людей, солдат, уступала по количеству противоборствующей стороне. Джинны, настолько сильные, что могли переворачивать, подбрасывать в воздух всадника с лошадью, не давали ни малейшего шанса победить шахиншаха. Но шахиншах был простым смертным человеком, поэтому, когда пришло его время, он, естественно, умер, покинув этот бренный мир. В его дворце, покоях, особенно гареме, начались безумства. Джинны, потеряв своего кормильца, сошли с ума, хлопали двери, падали картины, постоянно звенела разбивающаяся посуда. Люди, попав в эти помещения, чувствовали себя плохо, многие теряли сознание, не выдержав прессинга разбушевавшихся джинов. Был приглашен один мудрец, поговаривали, что он с легкостью может расправиться с целой армией джинов. Звали того мудреца Алнах. Был он очень стар, ходил в обносках, ел то, что ему подадут люди. Жил, вроде как, в пещере, но это не точно. Другие говорят, что не было у того жилья, кроме чистого неба. Так вот Алнах попросил медный кувшин, но это тоже не точно, может быть и бронзовый, не знаю, какие металлы в то время могли обрабатывать. Но в любом случае он обязан быть из металла. Кувшин обязательно должен соответствовать определенным критериям, быть с длинным узким горлышком, которое должно закрываться плотной крышкой или пробкой из того же металла. Еще мудрецу необходима была помощница, а именно девушка, непременно молодая, красивая, с черными длинными волосами. Люди, уставшие от безнаказанного бесчинства джиннов, беспрекословно предоставили Алнаху все необходимое. Мудрец провел ритуал, впоследствии названный гневным в переводе на русский. Описан он монахами под ритуалом номер 7. Заключается он в следующем. Ритуал номер 7. «Кто обучился знаниям, которые необходимо приобретать ради довольства Аллаха, с тем, чтобы добиться мирской цели, не почувствует даже запаха рая в день суда. Абу-Давуд ибн-Маджах». Только покинув Вондир Анзана, Данил немедленно приступил к осуществлению полученных инструкций. Тульпа имеет безграничные возможности, чтобы влиять на подсознание своего создателя, ведь на первоначальном этапе она является непосредственно его частью. Соответственно, о замыслах Данила Лили узнает очень быстро, если не мгновенно. Поэтому Данил решил срочно оградить Тульпу от своего белого огня, горящего где-то глубоко в его логове, являясь хранилищем знаний многочисленных поколений. Закрыть свое подсознание Данил решил клеткой наподобие той, в которой он содержался в подвале, только созданной с помощью форсинга. В таком способе было одно огромное преимущество. Несмотря на то, что подсознание будет закрыто от Лили, он лично сможет пользоваться им беспрепятственно. Был и минус в такой клетке. Данил потеряет возможность контактировать с Лили, так как большая часть контакта, что он ощущает физически, осуществлялась через подсознание. Можно было забыть о том, чтобы видеть Лили, общаться с ней и уж тем более чувствовать ее запахи или осязать, так как такая клетка наглухо перекроет доступ джинна к его органам чувств. Реальная решетка, созданная из какого-то там металла и скрепленная небесным огнем по простому электрической дугой сварки, не могла сравниться с духовной крепостью, созданной в Вондере. Единственное, как Лили могла подействовать на Данила, это только через реальный физический мир. Хорошо, что его тульпа не дошла до такого развития, как джинна из легенды про Шахеншаха, способная бросать в противоборствующую им армию их же лошадей со всадниками. Куб из переплетенной проволоки вокруг сияющего белым светом шара со спиралью на дне озера в оазисе никак не получался. Водратные края решетки постоянно пытались загнуться, приобрести сферические очертания. В конце концов, плюнув на попытки их выпрямить, Данил принялся форсить шар. Ему почему-то казалось, что этого вполне достаточно. Тем более, Анзан не говорил, какой формы должна быть преграда. Главное, оградить свое подсознание от Лили. Дело тут же стало спориться и пошло быстрее. Закончив форсить заграждение от внешнего воздействия, Данил, убедившись, что сфера со всех сторон крепкая и надежная, взмыл вверх. Вырвавшись из воды, он увидел, что оазис горит, отбрасывая воду с полохи огня. Джунгли вокруг полыхали, словно сухая бумага. При этом жару от горящих деревьев на своей коже Данил не чувствовал. Повернувшись в сторону плаката с написанными на нем логинами и паролями, он увидел, что край стенда уже оплавился, огонь подбирался к нему. Поняв, что Лили знает, что он задумал, и напоследок, пока ее не отгородили от подсознания, решила сжечь вондер, Данил принял решение исправить положение. Он помнил, как вырубал растительность джунглей, только представив, что у него в руках мачете. В этот раз он решил проблему более радикально и зрелищно. Подняв руки вверх, закрыл глаза, представил тучи над пустыней, гром, молнии и проливной дождь. Сквозь кожу век померк свет яркого пустынного солнца. В ушах послышался сперва далекий, затем приближающийся рок от грома. На лицо упала первая крупная капля дождя, неся в себе прохладу и влажность. Оазис был спасен, стенд с записями тоже. И Данил вылетел из вондера в реальный мир, чтобы продолжить осуществлять инструкции монаха, спасая себя и своих близких. Предстояла огромная работа. Во-первых, ему был необходим помощник в лице прекрасной половины человечества, строго соответствующий определенным критерием, а именно молодая девушка, не обязательно девственница, главное, чтобы ее возраст был не старше 22 лет. Стройная, красивая, имеющая длинные черные волосы. Про цвет глаз, размер груди было неизвестно, а может это было не важно. Данил подозревал, что в условиях по выбору коллеги для ритуала наверняка было больше надуманного. Все для красочности процесса и самой легенды. Он просто был почти уверен, что ассистент мог быть любого пола, возраста и растительности на голове, так как единственное, что должен делать данный человек, это держать сосуд в руках, все остальное совершит сам Данил. Но вот рисковать и проверять свою теорию на себе любимом как-то не хотелось, поэтому он предпочел следовать строгой инструкции Анзана, так как в случае неудачи данного ритуала могли возникнуть такие последствия, о которых даже не хотелось задумываться. Во-вторых, главным инструментом в ритуале номер 7 был металлический сосуд с плотной крышкой, желательно медный или бронзовый, с длинным узким горлышком, который найти в современном мире та еще задача. Кто сейчас пользуется посудой данного вида, когда кругом распространен пластик и пластмасса? Первой остановкой лайнера Oasis of the Seas был Монако, а именно Ницца. Вряд ли в этом современном городе найдется что-то подобное, поэтому придется выходить во всех городах Средиземноморья, через которые будет проходить лайнер, и делать в них значительные остановки, посещать специализированные сувенирные и не только магазины в поисках подходящего кувшина, амфоры или другой, соответствующей по описанию посуды. В-третьих, потренироваться, погружаясь в вондер, не открывая подсознание для Лили, попробовать пофорсить перенос заключенной в клетке тульпы в кувшин, наложить заклинание на сам сосуд, чтобы Джин не мог вырваться оттуда, пока его не откроют или не развеют установленное Данилом заклятие. Это на первый взгляд казалось простым, на самом деле не имея опыта, можно было напортачить так, что лучше сразу броситься за борт лайнера в Синее Средиземное море. Прохаживаясь по каюте, обдумывая все, что предстоит сделать, слова инструкции Анзана, Данил ощутил легкий ветерок на затылке, резко повернувшись уставился на закрытые двери балкона. Значит, дуновение ветра это не внешний фактор, что-то внутри помещения создавало поток воздуха и Данил знал, кто на это был способен. «Лили!» громко позвал ее Данил. В ответ никто не ответил. Данил прислушался к своим ощущениям. Стало почему-то грустно, непривычно. Он так привязался к постоянному присутствию Лили, ее проделкам, запаху, легкому, словно весенний ветерок прикосновению, что в отсутствии всего этого вокруг образовалась пустота. Хотелось заплакать. Он чувствовал себя мерзко, нелегко быть предателем своей Лили. Ведь им было так хорошо вместе, она очень сильно изменила его жизнь. Всего за полгода он из простого саратовского электрика превратился в респектабельного господина с хорошим финансовым счетом за душой. А какой у них был секс? Наверное, он больше не испытает ничего подобного. Их разговоры, мелодичный голос Лили, ее почти детское любопытство и наивность так нравились Данилу. Запах Лили всегда сводил с ума. Такие ароматы вряд ли могут существовать в реальном мире, а значит, он их больше не почувствует. Поймав себя на мысли, что он рассуждает о ней в прошедшем времени, из глаз Данила полились слезы. Он сел на край дивана, стоящего напротив кровати, на которой они наверняка бы сейчас резвились, если бы не такие сложные обстоятельства. Прозрачная бутылка с чисто родниковой водой упала со стеклянного стола на пол и покатилась в сторону Данила. На море был полный штиль. Естественно, судно шло размеренно, не качаясь на волнах. Так что Данил понял, чьи это проделки и криво усмехнулся, представив, как Лили ее катит в его сторону. Горло подкатил ком тяжести. Он ненавидел себя за то, что задумал сделать с той, кого полюбил. Чтобы не испытывать больше эту боль, Данил резко встал и вышел из каюты в длинный коридор, по которому направился туда, где счастливые люди отдыхают на лучшем круизном лайнере Средиземноморья. Эта мера помогла на время забыться. Вид медленно прогуливающихся людей, не обремененных заботами и бытовыми трудностями, успокаивал. На лайнере по большей части присутствовали пожилые люди. Редко можно было увидеть людей моложе сорока. Он свои двадцать с большим хвостиком был здесь, как белая ворона. В таком рае для стариков, естественно, европейских пенсионеров, посетила другая грустная мысль. Данил вспомнил родителей с их пенсией, что им назначило государство. Не надо путать, они заработали. Позволить себе подобный отдых вряд ли получится. А чем мои старики хуже всех этих бюргеров, франков, англов и других многочисленных европейских пенсионеров? Любойсь роскошными видами круизного лайнера, наблюдая за счастливыми европейскими пенсионерами, думая о любимых родителях, Данил набрел на торговую зону, где располагались магазины, прямо на корабле. Они тянулись в одну линию, имели стеклянные витрины, через которые хорошо было видно, каким товаром в данное время торгует эта торговая точка. Тут были магазины с одеждой, парфюмерией, продавались книги, естественно, бижутерия. Дойдя до магазина сувенирами, Данил заглянул в него из чистого любопытства, покупать он ничего не собирался. Тем более на куризном лайнере цены были заоблачными. Осмотревшись вокруг, его взгляду ничего не приглянулось. Обычно ширпотреб, только цены конские. Следующий магазин торговал табачными изделиями, конечно, в основном дорогущими сигарами и сигарилами. Данил не курил и хотел пройти мимо, но резко остановился. Его что-то привлекло. Он еще не понял, что именно, но в подсознании как будто щелкнуло озарение. Зайдя в помещение, где вкусно пахло различными сортами табака и ароматизаторами, Данил подошел к витрине. Под стеклом, помимо разнообразных табачных изделий, находились также аксессуары курильщика, различные курительные трубки, брендовые зажигалки, табак в ярких упаковках, испарители для вейпа и жидкости к ним. Данила никто не отвлекал от созерцания всего этого разнообразия. Продавец был занят пожилой парой, впаривая им большой кальян с трубками на несколько персон. Кальян! Словно взрыв в мозгу пронеслась мысль, и Данил посмотрел на верхние витрины, находящиеся у продавца за спиной. Там на стеклянных полках за прозрачными дверями стояли кальяны ручной работы, произведенные наверняка где-нибудь в Египте или Северной Африке. Там любят такие делать. Но главное было в том, что все эти красивые, шикарные чеканки, качественные, были из бронзы. Если присмотреться к подобному курительному изделию, то можно легко найти невероятное сходство с амфорой или кувшином. Понятное дело, что кальян более совершенное изделие, но его вполне можно использовать вместо амфоры для заключения в его недра тульпы. Выбрав взглядом наиболее большой, Данил взглянул на его ценник, тот неприятно удивил. Магазин хотел за бронзовое изделие, пуская ручной работы аж целых полторы тысячи в европейской валюте. Конечно, это была завышенная цена, но Данил мог себе это позволить, тем более это устраняло проблему в поиске подходящей амфоры или кувшина. Рассматривая другие кальяны в ожидании, когда продавец освободится, Данил вспомнил, теперь оказывается такое далекое прошлое. Давным-давно, можно сказать, в прошлой жизни у него была девушка, живая, из плоти и крови. Он ее, кажется, любил, сейчас и не вспомнишь точно. Лили сильно поменяла его отношения к другим женщинам. После нее трудно будет смотреть на других девушек с их недостатками. Вот и Полину он забыл быстро, почти мгновенно. В то далекое прошлое, во время клубнично-романтичных отношений, они часто с Полиной ходили в один бар, где помимо стандартного меню предлагался также кальян. Самому Данилу не очень нравилось вдыхать ароматный дым, а вот Полина обожала это дело. А что не сделаешь ради любимой девушки? Пытаясь вспомнить детали их встреч, разговоры, да хотя бы лицо Полины, Данил к своему ужасу осознал, что его воспоминания нечеткие, расплывчатые, словно происходило все это как в тумане. Никак постаралась Лили и устранила некоторые воспоминания с памяти Данила, таким образом пытаясь избавиться от конкурентки. Хоть лицо Полины Данил не вспомнил, но он ясно помнил, что она стройная брюнетка с длинными волосами, черными как смоль, при этом мягкими как шелк. Он любил эти волосы. От воспоминаний его отвлек продавец, спросив что-то на английском. Данил не понял что, но тут же вспомнил, что хотел приобрести кальян, на который указал рукой. Тяжелое бронзовое изделие перекочевало из стеклянной витрины на стол, чтобы клиент мог его лучше рассмотреть. При этом продавец постоянно что-то говорил, а Данил совершенно не понимая его речь, словно забыл все слова на английском, продолжал думать, отстранившись от реального мира. В его голове зрела и нарастала новыми деталями мысль о том, что он будет делать в ближайшее время. Мозг делал расчеты, подсчеты, возможные проблемы, но решение было уже принято. партнер, сообщник, чтобы справиться с Лили, предположительно молодая девушка, стройная, красивая, с длинными волосами. Под это описание идеально подходила Полина, тем более она не чужой человек. Месяц назад она пыталась связаться с Данилом, звонила, писала смс, ВК, но он не ответил ей по понятным причинам. Рядом с ним была лучшая девушка на свете Лили. Осуществив покупку, расплатившись онлайн-картой, Данил взял в руки тяжелый кальян и хотел унести его к себе в роскошную каюту с балконом, но продавец остановил его, стал возмущаться, говорил при этом он быстро, сильно жестикулировал, пришлось прислушаться, что ему хочет сказать испанец или кто он там по национальности. Оказывается, по правилам судна Oasis of the Seas купленный алкоголь, табачные изделия и аксессуары к ним хранятся в магазине до окончания круиза. Удивившись таким правилам, Данил попытался объяснить продавцу, что кальян ему нужен в каюте и курить он его не собирается. Испанец по внешнему виду был непреклонен, пришлось применить тяжелую артиллерию, а именно банально дать взятку, положив на стол 200 евро одной купюрой. Такая щедрость тут же изменила настроение продавца. Он сдулся и заговорщически предложил упаковать покупку от посторонних глаз. Кальян весил немало, не меньше 10 килограммов, ясно давая понять, что бронзы на данное изделие не сэкономили. Поставив покупку в шкаф, Данил, усевшись в удобное кресло, достал смартфон и нашел в контактах Полиночку. Привет, Данчик, куда пропал? Раздался давно позабытый, но все же знакомый голос из динамиков телефона. Вопрос немного развеял неуверенность Данила, на самом деле он не знал, с чего начать разговор со своей бывшей. Рассказав вкратце придуманную историю, в которой не было места Лили, Тульпам, Вондерам, Форсингу, даже монах Анзана он не упомянул, а уж бандитов и его плен тем более. История была проста как мир. Работал электриком, торговал на бирже валютой, безумно скучал по ней, не находил себе места в этом мире без нее. Осознал, что она для него единственная любовь на земле, и сколько бы времени ни прошло, не перестанет любить ее. Если они не смогут быть вместе в этой жизни, то он непременно найдет ее в следующей. Девушки любят такие истории. Но тут ему неожиданно повезло, подфартило так, что он долгое время не мог прийти в себя, поверить в свой успех. Пришлось уехать из страны, затихариться, спрятаться, только поэтому он не отвечал ей долгое время. А сейчас, когда он понял, что опасность миновала, он находится в безопасности, немедленно брал номер той, о ком не переставал думать. И теперь, слыша ее голос на другом конце трубки, он самый счастливый человек на земле. Девушкам, женщинам неинтересно слушать, в чем там так подфартило мужчине. Наряду с этим мужчины даже не подозревают об этом. Женщинам все равно, где ты работаешь, откуда твой источник дохода, кто ты в должности, тем более слушать об этом. Единственное, что важно для прекрасной половины человечества, это реально ли ты успешен финансово. И главное, до какой степени ты будешь щедрым ради нее. Поверьте на слово, если ты работаешь дворником, но живешь в роскошном двухэтажном особняке, ездишь на дорогой и престижной машине, при этом готов быть обходительным с ней, добрым и очень щедрым, то ты предпочтительнее ее мужа, ведущего мирового ученого, разрабатывающего лекарства, что спасет не одну жизнь, но при этом имеющий строгий, жесткий характер и считающий каждую копейку. Ведь прекрасной половине не вдомек, что, чтобы добиться каких-либо успехов в этом мире, мужчина просто обязан быть жестким и строгим со своими сотрудниками. И это, к сожалению, отражается на семейной жизни. Только поэтому большинство работников считают своего руководителя ненормальным, слишком требовательным, так как не обладают такими качествами, как самостоятельность, принципиальность взглядов, отстаивание собственных и корпоративных интересов, активностью, непокорностью, волей, жаждой деятельности, лидерством. Все эти качества присутствуют у сильного человека, мужчины. Но для женщин важнее собачья послушность и лебединая покорность. В этом и есть секрет постоянного гендерного противостояния. Но если быть полностью справедливым, то спрашивать, где ты работаешь, сколько ты зарабатываешь, сколько у тебя было до меня половых партнеров, какой ты любовник или любовница, следить за тем, насколько ты хорош, как хозяин или хозяйка, это не что иное, как отношение к своему партнеру, как к вещи и не более. Но не нужно такой интерес сравнивать с браком или будущим браком, потому что брак это всегда деньги, а деньги это всегда физические вещи, которые не имеют никакого отношения к одухотворенному чувству под названием любовь. Отсюда так важно для женщины слышать столь сладкие слова, тем более человека, который реально преуспел финансово. Это подтверждает его расположение к ней, а значит желанием поделиться своим ресурсом. Только не надо кричать, что все женщины меркантильны. Просто мужчины должны понять, что это их женская природа, так устроено мироздание, и сразу станет легче. Не ты носишь плод в своем теле девять месяцев, не тебе вставать по ночам в течение года после рождения ребенка, да и воспитанием потомства папы занимаются гораздо реже, чем мамы. Естественно, женщине нужна страховка в виде стабильности. Чтобы успокоить мужчин, предлагаю им самим искать состоятельных женщин. Не зря же в недавнем историческом отрезке времени главным критерием выйти девушке замуж было приданное. Несомненно, Данил лукавил, ему нужна была Полина, искать девушку идеально подходящую под описание партнера для совершения ритуала номер семь было очень долгим и затратным занятием. А тут почти под боком, когда финансы позволяют и идеальный кандидат. Тем более по странным истечения обстоятельств Алнах из легенды, когда брал с собой девушку для совершения данного ритуала, не предупреждал ее о том, что сам мудрец собирается сделать. Ее роль была проста. Держать сосуд в руках над головой Алнах с направленным узким горлышком на его темечко. Все для того, чтобы будущее вместилище джинна не сместилось под влияние внешних факторов, пока Алнах находится в вондере. А когда ритуал будет завершен и Алнах очнется, выйдя из медитации, резко закрыть это самое горлышко пробкой или крышкой. Полина слушала внимательно, не перебивала. Потом долго молчала, шумно дыша в трубку. «Танчик, а ты где сейчас?» спросила она грустно. Данил объяснил, что он в данное время находится в Средиземном море на круизном лайнере. Рассказал, на каком корабле находится. Описал, какой он роскошный и огромный. Что один в самом дорогом номере этого корабля, рассчитанном на двоих, который оплачен на всю поездку. «Полин, я хочу тебя видеть. Ты можешь прилететь ко мне? Поговорим с тобой, отдохнем, обсудим. Может, у нас есть будущее? Как ты думаешь?» На том конце молчали. «Скинь номер карты. Я тебе закину туда денежку, чтобы оформить все, на билеты и другие расходы. Через четыре дня я буду в Барселоне. Это в Испании. Лайнер «Oasis of the Seas» пробудет там сутки. Я буду ждать тебя, моя любимая», надавил Данил, зная, что Полине трудно будет устоять от такого соблазна. «Данчик, мне нужно подумать, с мамой поговорить. Хорошо?» с дрожью в голосе произнесла Полина. Через полчаса после их разговора на WhatsApp пришло сообщение от Полиночки, в котором фигурировали цифры, явно номер карты и смайлик в виде сердечка. Барселона встретила знойной жарой. Все шезлонги на палубе лайнера были заняты загорающим и подпалящим солнцем. Данил, получив сообщение от Полины, бежал на встречу по нескончаемым корабельным лабиринтом. Он действительно был рад, что она согласилась и прилетела в Барселону на их встречу после восьми месяцев расставания. Данил за пять дней устал находиться в одиночестве, тем более Лили совсем разбушевалась. Мелкие предметы буквально летали по шикарному номеру круизного лайнера. У кондиционера пришлось в прямом смысле слова отрезать проводку, потому что Лили легко могла управлять температурой в каюте. А это еще то удовольствие мерзнуть при температуре за бортом плюс 31 градус по Фаренгейту. Как объяснить Полине, что их кондиционер в одном из элитных номеров лайнера не работает, он не знал. Но теперь в каюте было невыносимо жарко. Спасибо, Лили. Полина стояла у трапа лайнера. Ее, естественно, не пустили на борт, так как два билета находились у Данила. Второй был без имени, и девушку лишь предстояло зарегистрировать на данный круиз. Они бросились в объятия друг друга без слов. Тут еще предстояло определить, кто играет роль влюбленного лучше, парень или девушка. Но выглядели оба правдоподобно и очень натурально. Все вокруг, кто наблюдал данную сцену, видели перед собою безумно влюбленную парочку молодых людей. Данчик, ты так возмужал, выглядишь немного уставшим, изменился совсем, но по мне так даже лучше, чем тот мальчик, которого я знала. Карие глаза Полины горели восхищением. Либо она умела хорошо притворяться, либо она была искренна. Сложно было понять. Данил точно знал, что он притворяется. Полина после Лилии выглядела на тройку по десятибальной шкале. Он даже засомневался в своем выборе в далеком прошлом. Чем так могла привлечь его Полина? Эта серенькая мышка, ничем не примечательная, убогонькая, когда-то покорила его сердце, а потом уничтожила его, бросив, потому что, видите ли, ей стало скучно с ним. Но Данил притворялся как мог, несмотря на то, что от нее несло каким-то фастфудом, а не так, как от Лилии, ароматами цветов, солоноватым морем, неизвестными благоуханиями, от которых все чресла напрягались и становились в тонусе. Волосы все так же были длинными и черными, но почему теперь ему показалось, что они стали жесткими, как леска, хотя он так раньше не считал. Вот у Лилии были мягкие, шелковые, приятные на ощупь. Опять накатило наваждение. Данил почему-то постоянно и во всем сравнивал всех земных женщин с богоподобной Лилии. Потекли слезы при воспоминании Лилии. Ему стало дурно от мыслей, что ему придется спать с этой теперь уже чужой девушкой, а ведь это необходимо, иначе не уговоришь данную особу помочь ему. Бывшая девушка восприняла слезы Данила по-другому. Мгновенно бросилась обнимать его, нежно шепча на ухо, что она тоже его любит. Все время скучала по нему и очень жалеет о своем необдуманном поступке, теша и без того раздутое самолюбие Данила. Теперь, чтобы до конца добить девушку, нужна была жертва, подарок. В природе, после того, как самец потанцует, покрасуется перед самкой, подерется с соперником, он обязательно что-то дарит. Построенное гнездо, лучшую полянку со свежей травой, камешек, муху, завернутую в паутину, все зависит от вида. Данил, как часть природы, понимал это и заранее прикупил в ювелирном магазине круизного лайнера сугубо человеческий подарок. Обошлось, это эстетичное, красиво продуманное изделие дорого, но сейчас думать о расходах было нецелесообразно. «Меня подарок для тебя», смотря прямо в глаза Полине, сообщил Данил. Девушка изменилась в лице, было видно, что она не ожидала такого поворота событий, в глазах загорелось любопытство. Данил не слишком романтично, но, да бог с ним, достал из кармана гавайских шорт длинную плоскую коробочку, которую протянул Полине. Девушка с открытым ртом и расширенными глазами открыла ее. Карие глаза засияли, даже стали светлее на миг, напомнив зеленые глаза Лилии. «Это мне?» восхищенно произнесла она. Данил, не говоря ни слова, протянул руку, достал из коробочки цепочку, больше напоминавшую ожерелье, но истинное название данного золотого изделия с небольшими драгоценными камнями было «Женский чокер» массивное ожерелье с изумрудами, после чего, зайдя за спину Полины, откинул ее волосы в сторону, накинул подарок на шею и застегнул на пять отдельных застежек, затем нежно поцеловал ее чуть ниже уха и прошептал, носи его не снимая. «Пусть все видят, что ты у меня сверкаешь, как солнце. Хорошо?» Полина завороженно кивнула в ответ. Оформление Полины, как пассажира, лайнера, не заняло много времени. Вскоре они оказались в каюте одни, если не считать, разъяренного джина по имени Лилии. Впрочем, и к счастью, ее никто не видел, ввиду ее эфирного тела. Полина настолько была восхищена лайнером и самой каютой, что совершенно не обратила внимания на духоту в номере. Данила же это наоборот, немного напрягало, и он вызвал мастера, чтобы подчинить кондиционер. Тем более он не собирался тянуть с ритуалом и надеялся закончить его в ближайшее время. Пока специалисты занимались ремонтом подрезанной проводки у кондиционера, влюбленная парочка отправилась в один из пяти ресторанов, имеющихся на корабле. Неплохо провели время, поговорили, вкусно поели, вспомнили прошлое общих друзей. Сам Данил не пил спиртного, но для своей дамы заказал дорогое вино, которое постоянно подливал Полине. В целом, Данил был доволен. Держась за руки, парочка решила прогуляться по лайнеру, на котором и ночью не прекращалась жизнь. Судно отошло от берегов Барселоны, направилось дальше, в другие прибрежные города Испании. Ночь выдалась теплой, хотя в этих широтах всегда тепло, и не бывает зимы или весны, в таком понимании, как на родине, в России. Подобрав наиболее подходящее время и, что не менее важно, обстановку, находясь возле борта, наблюдая, как огромное судно разрывает темные воды, Данил начал поворачивать разговор в нужное для него русло. «Полиночка, я никак не могу тобой налюбоваться, не верю своему счастью, ты моя самая яркая звездочка на ночном небосклоне», слова давались легко. Данил знал, что говорить, чтобы сердце девушки растаяло. Девушка, находясь в легком алкогольном опьянении, слушала Данила, глядя на него влюбленными, полными восторга глазами. Он говорил много, не стесняясь откровенной лести, немного принижая свою значимость, но возвышая девушку почти до небес. Практически не выпускал ее ладони из своих, поглаживал ее подушечки пальцев, прижимал ее к себе. Полина на глазах таяла, вела себя более раскованно и в скорости, не дав ему договорить, сама бросилась на него и поцеловала. Доведя сгорающую от нетерпения девушку до номера, Данил прямо на пороге принялся раздевать ее, при этом не забывая сбрасывать из себя немногочисленную в этом теплом климате одежду. Его голова была совершенно холодная. Он делал все на автоматизме, зная, что должен выглядеть как мужчина, сгорающий от страсти и желания. Он так и выглядел. Постоянно контролируя свое поведение, он наблюдал за реакцией Полины, температурой тела, покрасневшим лицом, ее отзыв на его прикосновение к интимным частям тела. Очень быстро они оказались вместе на большой, рассчитанной для активных молодоженов кровати. Несмотря на то, что Данил полностью себя контролировал и давно не спал с реальной женщиной, он был в полной боевой готовности. Наверняка гормоны молодой женщины как-то влияли на его либидо. Тем более, видеть перед собой сгорающую от желания девушку выглядит очень возбуждающе. Данил не стал тянуть время. Вошел в Полину резко, продолжая играть роль перевозбужденного мужчины. А дальше настало время работы. Он буквально изводил себя физически, чтобы доставить Полине как можно больше удовольствия. Молодого и здорового организма хватило почти до середины ночи. К тому времени Полина выглядела совершенно изможденной и уставшей. А Данил так и не смог кончить. Как он не старался достичь оргазма, когда вот должно было подкатить, это ему так и не удалось. А потом стало все равно. Он настолько устал, что стал плевать на свое удовольствие. Упав рядом с разомлевшей Полиной, Данил тяжело дышал, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Глядя в потолок, представил, что Лили наверняка где-то тут рядом, сбешенная и готовая его убить. Но путь к его телу ей был закрыт. Внутри, глубоко в мозгу, в подсознании, горел белый шар, окруженный переплетенной проволокой, скрепленный небесным огнем. А вокруг него кружилась темная субстанция с горящими как угольки глазами, вновь и вновь пытаясь преодолеть преграду. Полину Лили не могла тронуть, воздействовать на ее лярв у нее также не было возможности. Анзан подсказал, как обезопасить людей, что находятся рядом с тобой. Способ был нехитрый и очень действенный. При этом сам объект, человек, никак не догадается о проделанной над ним магической манипуляции. Чокер, ожерелье, что сейчас было на Полине, имело в своем устройстве хитрые камешки, изумруды, служащие, как и береги, от воздействия на человека джином. Данил специально выбрал именно такое золотое украшение, чтобы Полина не смогла его снять самостоятельно. От кольца, браслета, сережек, длинной цепочки девушка могла освободиться свободно, но только не от чокера. Ожерелье плотно прилегало к шее, слегка опускаясь на ключицы. Снять такое изделие через голову не получится, а самой расстегнуть пять мелких застежек очень затруднительная задача. Данил уснул незаметно для себя, погрузившись в яркий сон, где он занимался любовью с Лили, и она никак не давала ему возможность закончить все логическим концом. Постоянно издевалась, подшучивала над ним, говоря, какой он неумеха и все такое. Утром, молча завтракая, прямо в каюте, смотря друг на друга с хитрым прищуром, иногда поглядывая на раскинутое постельное белье на кровати с улыбкой на устах, Данил решил не откладывать в долгий ящик то, что задумал. Посчитал, что Полина готова и сейчас выполнит любую нестандартную просьбу Данила. Полиночка, ты сможешь мне помочь в одном щекотливом вопросе, стараясь как можно безмятежнее, спросил он. Девушка сразу собралась, изменилась в лице, держа ложку с фруктовым салатом на весу, наклонила голову на бок. Что это за вопрос? Улыбаясь, озадаченно спросила она, так как взгляд с намеком на постель был Данилом отвергнут. Да по сути мелочь, но без тебя я не справлюсь, а так ничего серьезного. Пытаясь найти слова, чтобы объяснить Полине, что ему от нее нужно, при этом не напугать ее, начал говорить Данил. Помнишь, я говорил, что мне очень сильно подфартило. Полина положила ложку в тарелку, так и не донеся ее до рта и стала тут же серьезной. Так вот, продолжил Данил, фарт тут ни при чем. Я нашел способ зарабатывать деньги на Форекс, на бирже валют, в чем очень сильно преуспел, заработав за последние месяцы около трех миллионов долларов. Конечно, я сперва испугался столь сильному везению, думал, с ума схожу, только поэтому сбежал из страны. Мне казалось, что за мной следят, ну и все такое, в общем, мания преследования была. Потом, когда я понял, что я нахер никому не нужен, а мое предвидение движения цены на валютном рынке это всего лишь побочный эффект медитации, который меня научили в Тибете, я успокоился и стал совершенствовать этот способ. Это принесло долгожданный результат, но я столкнулся с проблемой фиксации результата на более длительное время. Например, после выхода из гипнотического состояния я помню всего лишь пару минут будущего. Иногда этого недостаточно, чтобы успеть заключить выгодную сделку, поэтому приходится повторять попытки по нескольку раз, так как запоминающаяся информация не всегда стабильна. Это может быть всего минута, а может и целых десять. Тогда я успеваю заработать неплохо. В поисках способа возможности запомнить во время медитации как можно больше отрезок времени в будущем я нашел человека, тибетского монаха. Вот он меня и надоумил. Метод оказался нехитрый, но вот в одиночку я его не могу осуществить. Нужен помощник, желательно близкий, родной человек, тот, кому я могу всецело и безоговорочно доверять. А кто кроме тебя для меня роднее? Я ведь полина слушала открыв рот. Данчик, ты что можешь видеть будущее? Спросила она осторожно с ноткой недоверия в голосе. Не совсем, вернее могу, но не общее будущее, а только то, что касается движения цен на валюты, доллар, евро, рубли и так далее. Не спрашивай, почему именно так, сам не знаю, но видения строго избирательны, и они правдивы, что говорит о безусловном результате. Данила обвел руками каюту, давая понять, что не на последние же деньги он взял этот номер на круизном лайнере. Наверное, со мной что-то случилось после нашего с тобой расставания. Стресс, душевные муки, не знаю, что еще. Но я торчал на Форексе день и ночь, параллельно медитировал, чтобы успокоиться, пытаясь забыть тебя, а это вылилось в такой результат. Вижу я только графики цен на валютном рынке, и то непродолжительное время. Твоя помощь необходима, чтобы я увидел будущее гораздо дальше и смог его запомнить. Тогда мы сможем торговать намного реже, больше наслаждаться результатами нашей с тобой деятельности. Данил специально упомянул их обоих, чтобы у Полины появилось ощущение их близости, а главное желание помочь ему на благо их совместного будущего. Да и выбора особо не было. То, что Лилии не оставит его в покое и будет всю оставшуюся Данил не сомневался. Он верил Анзану безоговорочно, а мучить и убивать людей он был не готов. Недавно в новостях опять упомянули, что очередной стрелок сошел с ума. Зашел в учебное учреждение, где расстрелял больше 20 своих сокурсников, почти 50 ранил. Данил знал, почему перспективный молодой человек так поступил, вернее догадывался, кто его надоумил все это сделать. Имеющих свою тульпу легко узнать среди людей. Они нелюдимы. Вспомните, где жили, да и живут все ведьмы, знахарки, колдуны и шаманы. Малообщительны, всегда подчеркнуто вежливы. Глядя на таких людей, никогда не заподозришь, что они способны хладнокровно убивать. Но Данил уже знал, как демон, джинн, может извести, убедить своего создателя вступить на кровавую дорожку. Данил не хотел закончить свою жизнь, повинуясь садистским желаниям Лили. Поэтому ритуал номер семь был ему необходим. Становиться убийцей, маньяком в его планы не входило. На его счетах было достаточно средств, чтобы безобидно прожить долгую и счастливую жизнь. Так что Лили с ее всемирным господством Данилу была не нужна. Как бы не было плохо и грустно расставаться с тульпой, Данил действительно привык к ней, даже полюбил, но их пути в данное время сильно расходились. Полина молчала. В ее карих глазах читалось недоверие. Наверное, она подумала, что это какая-то шутка, но, видя серьезное лицо перед собою, она все так же осторожно спросила. И чем я тебе, Данчик, помочь-то могу? Да, по сути, мелочь. Есть одно средство, и Данил объяснил Полине, что именно она должна делать, пока он будет медитировать, как должна поступить, когда он очнется. Уговаривать девушку пришлось недолго, уже буквально через час они приступили к осуществлению ритуала номер семь. Полина, все еще не доверяя Данилу, подшучивала над ним, крутя в руках тяжелый бронзовый кальян. Пришлось немного повысить голос на девушку, чтобы она прониклась серьезностью ситуации и не выкинула какую-нибудь глупость во время совершения ритуала. В конце концов все было готово. Полина сидела на подушках и придерживала бронзовые изделия так, как ей указал Данил с серьезным лицом. Данил лежал полностью расслабленным, чуть ниже, закрыв глаза, представляя пустыню, оазис и озеро. Вондер почти не изменился. Растительность полностью покрыла пальмы, верхушки которых вырывались из зеленого рая. Спугнув стайку попавшихся на пути птиц, Данил не останавливаясь, на хорошей скорости вошел в воду озера и, не забавляя скорость, направился к белому шару. Темной субстанции, кружающей вокруг его запертого подсознания, что представлялось ему ранее, Данил не обнаружил. Решетка была на месте. Шар внутри нее продолжал пульсировать, выдавая яркий белый свет, несущий душевное тепло, любовь и умиротворение. Расположившись поудобнее, Данил представил Лили, делая это так же, как во время форсинга, когда создавал ее. Как говорят, опыт не пропьешь. Полгода назад это давалось гораздо труднее, сейчас, только представив Лили, она мгновенно появилась внутри шара. Данил залюбовался ею. Туль поплавала внутри света, находясь в позе зародыша. Ее глаза были закрыты, она спала. Прощаясь со своей любимой Лили, он смотрел на самое прекрасное создание, когда-либо виденное им. Хотелось отказаться от своей затеи. Внутри все трепыхалось и болело, на душе было тяжело, неприятно, скользко. Взяв себя в руки, Данил приступил к тому, что неминуемо должно случиться. Вскоре пузырь бледно-синего цвета, снаходящейся внутри Лили, покинул его сознание, выйдя за его пределы. Данил находился в подвешенном состоянии, в пространстве рядом с горящим белым светом шаром, окутанным непробиваемой для Джина проволокой. Он практически мгновенно, как только Лили вышла из подсознания, окутал ее такой же виртуальной сталью, заключив ее внутри, создав вокруг нее сферу. Туль пошевельнулась, но не проснулась, продолжая висеть в пространстве в позе младенца, находящегося в утробе матери. Осторожно взяв в руки кокон с Лили, Данил рванул вверх, вырвавшись из воды и продолжил полет в синее небо все выше и выше. На приличной высоте сквозь синеву небо прорезался сначала прозрачный силуэт круга, затем он постепенно стал приобретать очертания в виде огромного входа в бронзовый кальян, который при приближении увеличивался в диаметре. Данил выглядел настолько маленьким перед ним, что таких, как он, туда могло влететь не одна сотня. Во время преодоления темного, далеко не узкого в нынешних условиях вондера, горлышка кальяна, Лили проснулась. Выпрямиться ей не дала сфера, что была воздвигнута вокруг нее. Она испуганно задергалась, а затем посмотрела на Данила. Сердце облилось кровью. Ее бездонные, красивые, зеленые зрачки расширились, лицо исказилось от испуга, отчаяния и паники, а по щекам потекли слезы. Видеть, как тот, кого ты любишь, понял, что ты его предал, хочешь бросить, а если быть точнее, собираешься убить тяжкое бремя. На глаза непроизвольно навернулись слезы. Клетка с Лили из невесомой стала невероятно тяжелой. Данил понял, что этот крест ему не по плечу. Закричав от охватившей его боли, он прибавил скорость, погружаясь все глубже в бронзовое изделие, заменившее ему амфору. Под конец, успев заметить искаженное испугом лицо Лили, Данил подбросил вверх капсулу с находящейся внутри тульпой и мгновенно вышел из вондера, зная, что Лили, падая вниз, не успеет вылететь из кальяна, так как его горлышко тут же закроет Полина. Очнулся Данил с ощущением того, что ничтожество достойное презрения, лицо было влажным от слез. Сердце просто разрывалось от бешеного стука в груди, которое болело, словно Данилу сломали ребра. Горлу подступила тошнота. Хотелось проблеваться. Наверное, так себя чувствует человек, предавший самое близкое существо на земле. Он лежал на кровати и тяжело дышал, пытаясь прийти в себя, когда понял, что вокруг тишина. Почему Полина молчит? Пришла первая разумная мысль в затуманенный мозг. Ведь первые секунды после вонди расображаешь очень плохо. Резко перевернувшись, он посмотрел в сторону Полины. Она была на месте. Все так же сидела на подушках, держа кальян в руках, горлышком вверх. Оно было закрыто. Значит, успела, подумал Данил. Лицо девушки было опущено вниз. Черные волосы частично закрывали ее лицо. Казалось, что она спит. Полин, громко позвал ее Данил и, не дожидаясь ответа, приблизился к ней. Аккуратно взяв из безвольных рук кальян с лили внутри, поставил его на пол. Опять бросился к девушке, в душе нарастал страх. Данил взял ее голову в ладони, приподнял, посмотрел на лицо. Полина дышала, была точно жива, но почему-то не реагировала на его слова и вела себя, словно безвольная кукла. «Полина!» еще громче крикнул Данил, и больше от страха, чем этого требовалось, ударил девушку по щеке, пытаясь привести ее в чувство. Голова девушки безвольно отшатнулась, но это не привело к желаемому результату. Полина продолжала находиться в бессознательном состоянии, хотя ее тело не заваливалось, чтобы упасть, а продолжала находиться в сидячем положении. Вот тут Данила охватила паника. Он бросился в душ, чтобы набрать воды, которую собирался вылить на голову Полины. «Испугался?» раздался позади радостный голос Полины. Сердце чуть не ушло в пятки. Данил повернулся. Девушка как ни в чем не бывала сидела на кровати, радостно улыбаясь. Тяжело дыша, на сердце аж поплохело, он уселся на край кровати. Ведь бог знает, что подумал, а тут его, оказывается, разыграли. «Ты что, с ума сошла, Полиночка? Я чуть инфаркт не получил!» Тяжело дыша, предложив в область сердца руку, произнес Данил. Девушка легко порхнув с кровати, радостно смеялась, подошла к кальяну и взяла его на руки. «Тяжелый зараза!» Сказав это, она обошла Данила и проследовала на балконах каюты, легко открыла стеклянные двери. Данил хотел сказать, чтобы она не вздумала открывать крышку кальяна, поэтому повернулся в сторону балкона, но не успев ничего сказать, увидел, что Полина швырнула тяжелый бронзовый предмет в море. Он не знал, зачем она это сделала. Было непонятно, хорошо это или плохо. Анзан не давал насчет этого никаких инструкций, поэтому он просто уставился на Полину с открытым ртом, так как не знал, что сказать. Полина, забежав в номер, радостно, беззаботно улыбнулась Данилу, смотря на него восхищенным, полным любви взглядом. В ее зеленых глазах горел красный огонек. Дань, ну у тебя лицо, видел бы ты себя со стороны. Эпилог. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Евангелие от Иоанна, первая глава. Неправильный перевод. Предположительно звучит это следующим образом. Сперва был звук. Звук стал светом, свет был Богом. В далеком 1680 году английский ученый Роберт Кук провел любопытный эксперимент. Проводя смычком от скрипки по краю металлической пластины, которая была покрыта тонким слоем муки, он заметил, что мука на поверхности пластины начинает двигаться под воздействием звуковых волн. При этом это движение не было хаотичным. Мелкие частички муки строились в определенный рисунок, в зависимости от тональности, частоты, звука, формы, материала пластины. Впоследствии этот эксперимент производился неоднократно разными учеными и просто любопытными. Доктор Хайнс Йенни, швейцарский ученый, уже в наше время посвятил 10 лет жизни изучению воздействия звука на неорганическую материю, фиксируя последствия этого воздействия видеосъемкой. В интернете есть результаты его исследований, правда, на английском языке, но субтитры никто не отменял. Он размещал на стальных пластинах различные вещества, воду или иные жидкости, пластмассу, смолу, глину, пыль, и приводил пластины в колебательное движение с различной частотой. Это исследование он назвал кематика, зарождение жизни звуком. На видеосъемке действительно видно, как различные вещества под воздействием звуковой волны ведут себя так, как будто запрограммированы на построение в определенный рисунок. Например, позвоночник, насекомое, присмыкающийся в солнечную систему, галактику. А теперь давайте задумаемся, что если свет это тоже звук. Свет тоже является волной и спиралью. У него тоже есть определенная частота. Отличие от слышимого нами звука в интенсивности и звучании. Свет измеряется в терагерцах. Это кратная единица от герца. Именно волновую, другими словами, спиральную природу света демонстрирует знаменитый эксперимент квантовой физики с двумя щелями, впервые поставленный Томасом Юнгом. То есть, по сути, свет является ультразвуком огромной интенсивности, так как любая волна-спираль имеет свое количество циклов или колебаний в секунду, частоту и свою амплитуду, громкость. Наверное, никто не увидит, что наш мозг во время работы генерирует определенную частоту. Следовательно, мысли тоже являются по своей природе волнами-спиралями, генерируя в пространство вокруг собственную частоту и интенсивность, воздействуя на окружающую среду особым образом. Теперь понятно, насколько мысли могут быть реальны. Анзам спускался по трапу только что прибывшего самолета. На улице стояла жара, что немного его угнетало. Он привык к прохладе тибетских гор. Радовало лишь одно, что самолет не был заполнен даже наполовину, и он не ощущал на себе постоянный взгляд любопытных зевак. Как ни крути, а его одежда буддийского монаха постоянно привлекала взгляд европейца, особенно в таком курортном городе Испании, как Валенсия. Ему еще предстояло добраться из аэропорта до побережья, где его ждал быстроходный катер, что доставит его на круизный лайнер Oasis of the Seas. Там давно зарезервирован номер, пускай не такой шикарный, как у Данила, но монах привык к спартанскому образу жизни. Тем более Анзан следовал на круизный лайнер не для того, чтобы праздно прожигать свою жизнь. Его ожидало очень много работы. Сидя на заднем сидении такси, посматривая в окно на вяло текущую жизнь в жарком городе, монах предался воспоминаниям. Давным-давно, настолько давно, что, кажется, прошла целая вечность, в горе покойного Шахиншаха зашел старик с самфорой в руках. Впереди он гнал девять свиней. Свиньи разбрелись по палатам гарема, подбирая с пола подгнившие останки, когда-то бывшие людьми. Джинны, потеряв хозяина, убили всех людей в гареме, во дворце, и теперь хозяйничали на правах полновластных захватчиков. Животные предназначались для джиннов, которые именовали себя легион. Они считались кровожадными и беспощадными. Их сила была настолько велика, что не будь старик под защитой Всевышнего, то быть ему раздавленным еще на пороге, даже не зайдя в помещение. Но великаны раступились перед ним, взирая на него с любопытством и уважением. Они были настолько уверены в своих силах, что даже посланник Создателя не внушал им страх. Старик обладал поистине непревзойденным даром, что ему даровал Творец Миров. Только поэтому легион решил принести себя в жертву, лишь бы обладать его телом и возможностями, обхитрив старика, позволив ему вселить себя в свиней, при этом приобретя, пускай, несовершенные тела, но все же физическую форму, которая давала возможность обойти запрет, когда духовная сущность не может навредить тому, кого защищает Создатель Миров. Они окружили талантливого старика, не дав ему более выйти из тех палат, куда он вошел, чтобы избавиться от них. Алнах, выйдя из Вондера, увидел, что его окружили девять свиней с горящими огнем глазами. Физически он не мог справиться с девятью взрослыми свиньями и приготовился умереть, посчитав, что его миссия выполнена. Надеяться на помощь он не мог. Территорию дворца с гаремом люди обходили за много километров, боясь приблизиться к зловещему месту. Убить себя для старика было верхом грехопадения, поэтому ему оставалось лишь надеяться свины всегда обладали нечеловеческой хитростью, поэтому они держали старика в заложниках, не давая тому покинуть территорию дворца, постоянно следя за ним, по очереди отдыхая и не давая старику отдыхать полноценно. Их задачей было изморить старое тело, чтобы старик пал духом, сдался, тогда появлялся шанс. Ждать долго не пришлось. Вскоре старик упал, погрузившись в бессознательное состояние. Тогда-то одна из свиней и подкатила бронзовую амфору с длинным горлышком к голове старика. Был совершен обряд номер семь. Алнах оказался в темноте, где ему предстояло пробыть почти вечность. Его тело занял Джин, теперь он распоряжался человеческим телом. Чтобы набраться сил, Джин съел своих собратьев в виде свиней, после чего отправился по свету собирать новый легион. Зазвонил телефон. Анзан нехотя вынул смартфон на складок своей одежды. На экране была фотография, а под ней имя звонившего. Там было написано «Опричник». Февраль 2024 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец книги. Фух. Февраль КOff – Продолжение следует...